Знаете, как в математике есть геометрия, есть стереометрия, да, они же отличаются, но смысл как бы похожий, но они разные. Вот есть у нас, например, первая школа, это западная школа. Ну, все её знают, никто знает квадрат Пифагора, да, на самом деле психоматрица методика. Сам квадрат Пифагора это очень большая методика, куда входит и чаковый квадрат, и сама психоматрица, и множество других методик. Там и уровень развития души, и планетарные задачи, и прошлое воплощение, и будущее воплощение, там очень много всего, но это не сильно это покойно. Здесь мы оперируем чем? Цифрами. Цифра у нас идут от нуля до девяти. Всё, это сакральность этого знака. Если вы выходите за предел, получилось здесь, и здесь это же число, соответственно, вы уже не можете применять методики западной школы нумерологии. Следующая школа, это Халдейская школа. Халдейская школа, вы знаете, она произошла, ну, вроде как считается, от Халдей, вот, на самом деле всё произошло от русов. Это у нас буквы. Буквы у нас также идут от нуля до девяти, и либо вторая методика, но здесь уже идёт совмещение хаббалистической методики с Халдейской, а рождается тарная нумерология, но это на семинаре подробно. Она идёт от единицы до двадцати двух. Соответственно, здесь вы применяете только буквы, которые, да, вы трансформируете в цифры. Вы не можете использовать Халдейскую школу, если вы используете как бы западную. Это совершенно разные. Вот как метры нельзя суммировать с миллиметром, да? Часто на этом попадаются нумерологи. Следующая школа – это Ведическая школа. Ведическая школа, она также оперирует от нуля до девяти, в зависимости от методики, но чаще всего от 2 до 22. Чаще всего. Ведическая школа, она работает через планеты. Я Ведическую школу в общей чертах знаю, если поподробнее, то это Джон. Джон Ургус, он хорошо владеет Ведической школой. Дальше у нас идёт школа китайская. Моя двумя двумя школа. Китайская школа – это вообще... Можно, например, в этот период выделить цифрами, но вы переводите дату рождения. Вы не используете существующую в нашем предыдущем дату рождения. Вы её трансформируете в китайский календарь. Китайская школа – это стихия, это опасности, несчастные случаи. Это сегодня будем частично затрагивать, да, тему нумерологии здоровья. Соответственно, у нас есть фантомные или эфирные болезни. Здесь, как вы погибли в прошлом воплощении, была ли ваша смерть насильственная и подсознание. Более того, китайская школа ставит диагнозы по психике. Здесь видно психические отклонения, немного другое. Так, следующая наша школа – это астромерология. Астромерология. Астромерология – ключевое слово «астро», понимаете, значит, что мы оперируем знаками зодиака. То есть вы видите, что здесь вообще цифры у них, есть только знаки зодиака. Каждая школа у неё совершенно разные подходы. Дальше у нас идёт кобалистическая школа. Кобалистическая школа, я её объединю с оккультной школой. Оккультная школа. У них, ну, как бы, нет ограничений. То есть все числа, все цифры, всё, что вообще выходит. Вот есть методики тысячные, вы знаете, да, тысячные знаки и так далее. Это всё кобалистическая нумерология. У Елены Штоль, у неё тоже кобалистическая нумерология. В Украине, по-моему, Ладине, что ли, зовут её девушку. Она тоже. Вот эта кобалистическая нумерология, оккультная нумерология, она не подвластна. Почему? Потому что сначала нужно вас переучить на правильную математику. Всё, что мы используем в нашей цифровой реальности, да, вот вычисляя какие-то параметры, это неправильно, это не математика. Это не будет ругаться, это не поймешь, что. На самом деле, на 0 делить нельзя, ещё как можно. Деление на 0 даёт единицу. Новый вид, пару. Да, мы как бы трансформируем. Вот у вас есть, допустим, 100 картофелин, да, вы хотите эти 100 картофелин как-то разделить на мешки. Соответственно, вы берёте 10 картофелин и обнуляете, и говорите, что 10 картофелин – это 1. И когда у вас уже набралось там 10 мешков, вы знаете, 10 мешков, в каждом мешке по 10 картошек – это 100. Поэтому деление на 0 не даёт бесконечности. Деление на 7 даёт бесконечности. Я буду ещё об этом говорить. Это да, бесконечно. Возьмите самый крутой квантовый компьютер, и он вам покажет, что деление на 7 даёт бесконечный ряд. И ни одна цифра не повторяется. Тут постоянно идёт одно и то же блок. Это рассчитано через каблистическую оккультную нумерологию. Дальше у нас идёт матричная нумерология. Матричная нумерология, она оперирует, ну, кто-то говорит, матрица. Матрица – это первый этап. А на самом деле будет более широкий выход. Это как раз эта книга, она посвящена азам, началу матричной нумерологии. Матричная нумерология – это оперирует высокое число 52, потому что у нас 52 раза делится крепко, потому что культов очень много было в древности число 52. Соответственно, если вы уходите за пределы 52, вас получился 53, вы делаете минус 52, попадаете в матричную школу. Каждый код – это непросто. Если здесь, да, здесь вибрации, здесь знаки, здесь какие-то интерпретации. Здесь, когда мы говорим о 52, вообще-то мы говорим о жизни человека. За каждое – один, два, три, пять, десять, два, не важно, хоть 52. Здесь стоят судьба человека. Как он будет жить, с кем будет знакомиться, дата рождения его будущих детей, его жен, супруг и прочее, прочее. Здесь прописаны таланты, возможности и многое другое. Это же рождение детей, наверное. Да, вот здесь все видно. Здесь вы просто открываете цифровую матрису, мы будем писать. У нас будет отдельная книга по сценарию коду матриса. Открываете, и прямо с первого года с кем будете знакомиться, что будет происходить в вашей жизни и так далее. Все заранее прописано. Почему? Это матрис, он уже в голограмме. Голограмма, которую нам создали, чтобы мы могли как-то развиваться. Поэтому за матричной школой нумерологии стоит огромная вселенная. Она уходит за пределы. Так, что-то я где-то забыла. Западная, Халдейская, Ведическая, Гитарская, Остинная, Листическая, Окультная, Матричная. Как будто я забыла. В общем, еще одна школа есть. Соответственно, каждая школа, она описывает... Конечно, что же ты я. Таранумерология. Таранумерология. Самая любимая. Самая моя любимая школа. Почему? Вот это все можно выкинуть. Изучать только таранумерологию. Таранумерология дает прошлое воплощение. Она дает карму, ошибку прошлого воплощения, которую мы изучаем в первом курсе. Она расскажет, как вы жили тогда, как вы будете жить в будущем воплощении. Она расскажет о программе. Она расскажет о событиях. Это вообще безусловно. Прогностика. Самая точная прогностика в школе таранумерологии. Матричная школа, это как знаки зодиака. То есть, когда вы держите под маркетизм, у них есть определенные какие-то тенденции. И мы должны двигаться в сторону этих тенденций. Таранумерология говорит конкретно. Так, подойдите, вот вы, вы будете жить так. Это таранумерология. Вот немножко ее заходим на семинаре, или это только на третьем курсе? У нас в первом курсе идет все, кроме кабалы и оккультизма. Потому что, если вы знаете кабалистическую и оккультную нумерологию, вы можете предсказывать якобы стихийный бес. На самом деле, все стихи ему бес от техногенного характера, поэтому здесь идет расчет, допустим, по оккультной школе. Все знают в таранумерологии, в таро, такие два аркана, 13 и 15. 13 аркан смерти, 15 аркан дьявола. Почему так? То есть, знаете, вообще, откуда произошло, допустим, именно это? Ну, понятно, что из Египта, это все ясно. На самом деле, в свое время были такие плохие инопланетяне. Ну, их много, но особо опасные для нас были всегда троиды. Слышали, да, такие? Троиды, слышали? Теперь я пишу слово. Видите? Когда нам говорят новостях, к нам летит астероид, кроме дрожи у вас ничего не должно возникать. Почему? Потому что слово планета, нам говорят, что Земля — это планета. Земля — это не планета. Планета означает, что плана нету. Это комета. Астероид — это космический корабль. Диастра означает космонавт, а ароид — кто является космонавтом. А если мы разобьем еще дальше, у нас есть такое слово, как «иды». «Иды» означает «это день жертвоприношений, который происходил на 13-е сутки в нечетные месяцы, и на 15-е сутки в четные дни месяцы. Допустим, у нас июль — это нечетный, август — это четный месяц. Тоже нечетный. Соответственно, тоже нечетный. Сентябрь, август. Август 8-й месяц. Четный? Нет, 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 восьмерка четный. Значит, соответственно, здесь у нас будет происходить в июле, здесь будет происходить в августе. Ну, а 13-е — это единичное убийство, 15-е — это массовое убийство. Массовое. Ну, из-за того, что наш календарь состоит все-таки не с 30-ти одного дня, а с 40 дней, если вы пересчитываете календарь, то у вас получаются четко все события, которые происходят на планете Земля. Это оккультное и кубалистическое норологи работают вместе. Соответственно, Иды. Помните? Цесарь. Цезарь — это лимя. Цезарь означает Цесарь. Это царь, русский царь. Да. Соответственно, помните, какая легенда была? Он познакомился с неким монахом, и тут ему сказал, что тебя убьют в одну из Иды. И вот он поднимается уже в одну из Иды, поднимается на себе, скажем так, в личный кабинет, да, в Белый дом, и встречает этого монаха и говорит, «Вы же мне сказали, что меня убьют в одну из Иды». Помните, что он ему ответил? День только начался. В этот день его убили. Поэтому Иды и Ро-Иды кому поклонялись? Ро-Идам. Кому жертвоприношения? Ро-Идам. Поэтому 13-й и 15-й акам очень сложно. Но со временем, когда люди стали понимать, что их захватили, появились так называемые 13-е. 13-е управляются планетой Раху, наверное, вы знаете, да, по ведической нумерологии. Соответственно, я их называю просто Рахнутые, дубренько. Вот. Эти люди раньше в Риме вообще убивали. То есть если рождался мальчик 13-го числа, его просто убивали сразу. Потому что он, 13-й знак, в 2-й нумерологии означает знак революционера. Он способен свергнуть любую систему и выстроить свою. Вот. Что касается школ, как вы видите, каждая школа где-то арканы до 22-х, тарм-мерология от единицы до 22-х. Где-то цифры, где-то перевод в другой календарь, где-то буквы, где-то звезды и так далее. Поэтому нельзя ни в коем случае смешивать. Если вы смешиваете, допустим, вы можете смешать, у нас есть одна методика расчет личностных болезней. Там вы делаете число индивидуальности плюс ваша планетарная задача, вы в западной школе, западная плюс западная школа, вы переходите автоматически в школу тарм-мерологии. Но если вы суммируете арканы, допустим, тарм-мерологии суммируете западные, метр с миллиметрами, не суммируется. Ошибка. В нумерологии есть несколько принципов. Чуть-чуть попозже начнем, ладно? Есть несколько принципов. Четыре принципа нумерологии. Первый принцип нумерологии – это сокральности. Принцип сокральности. Сокральности. Ну вот смотрите, у вас в каждой школе определенные законы. Сокральности означает закон. Соответственно, в 2-й нумерологии 22 является законом, в западной 9 является законом. Вы не можете суммировать метр с миллиметром. Это принцип сокральности. Второй принцип – принцип солярности. Ну астрологи знают, да, что солярность означает, что все циклы начинаются с даты рождения человека. Есть такая методика расчета в 2-й нумерологии. Когда мы берем, допустим, ЧЖП, ЧЖП – это неправильная методика, но я покажу на примере. Берете ЧЖП и прибавляете аркан года. У нас сейчас 2016 год. 2016 год – это у нас что? Девятый аграрм. Вот и получается. Ну, допустим, у меня ЧЖП двойка. Что такое ЧЖП? Чжлой жизни. Чжлой жизни. Чжлой жизни. Чжлой жизни. Я буду это рассказывать. У нас сегодня 2 граждане, получается 11. Ну, вроде как у меня сейчас под 11-го окану происходит год. Но ЧЖП такое, как у меня, двойка. У тысячи десятка сотен тысяч людей. Здесь нет даты рождения, поэтому эта методика, она не работает. Но если мы берем мою дату рождения, подставляем форму там либо арканами, либо по западной школе, считаем это уже мелочи, да, в зависимости от того, что мы хотим получить в ответ, тогда у нас все сходится. Эта методика, она не работает. Когда вы какую-то методику проверяете, работает или не работает, обязательно по всем 4-м принципам. Следующий у нас принцип, принцип цикличности. Цикличности. Он в основном работает, ошибаюсь, у меня в школе опять-таки таро-мирология. Вот смотрите, есть методики, опять-таки, сейчас я покажу неправильную методику, потом правильную. Вот, допустим, вы делаете там, у вас там число 23-го, там, января, да, 2016-го года. Вот 23-е число. Что? Минус 22. Вот обычно делают, да, минус 22, это правильно. А делают 2 плюс 3, 2 плюс 3. Это неправильно 2 плюс 3. Почему? Это таро-мирология, вы берете аркан, вы берете число. Если вы берете число, вы уже должны выйти на таро-мирологию. А здесь мы берем 5 цифр, смешиваем западную, здесь нарушение западная, старая-мирология, не работает. Теперь рисую вам круг, чтобы вы это увидели. Почему цикличность? Вот у нас здесь стоит первый аркан. Пошли другие арканы. Вот здесь у нас 22-й аркан. Кстати, 0 соответствует 22-му аркану. Там, если кому интересно, да? Соответственно, здесь у нас уже стоит какой? 23-й. Видите, идет продолжение. Второй виток начался. Здесь идет 24-й, 25-й и так далее. 26-й. И в итоге вы уходите 31, соответствует 9-ке. Все, вы выше на цифры. Видите, замкнулся круг. А если мы делаем 2 плюс 3, то что? У нас после 22-го какой выходит? 5-й. Перескочили, сколько аркан? Так не должно быть. Поэтому мне часто звонят, спрашивают, проверить, работает, не работает. Берете трактовку, которую написал автор. Но правильно применяйте, не нарушайте принцип цикличности. Это очень важно. Иначе потом начинаются ошибки. Так, и последний принцип. Целостности. Принцип целостности. Это мои названия, поэтому если у кого-то возникнет какая-то другая ассоциация, можете поменять, я не против. Главное, чтобы вы понимали, о чем смысл. Целостность. Вот у нас есть в западной школе, кто знает психоматрицу. Знаете, да? Как вы думаете, эта методика хорошо работает? Ну, не очень. Я там по-секрету скажу. Не очень. Почему? Потому что целостность означает, чем ближе к дате рождения, тем более верные вибрации. Что мы делаем в психоматрице? Минус, умножить, там что-то суммиром, кверсуму применяем, туда-сюда тасуем, теряем энергию. Точно так же. Вот вы, допустим, захотели заказать книгу из-за границы, да, из России заказать. Хорошо, на что идет наша стоимость, потом пошла пересылка почты, потом что-то еще вам приехали, еще что-то там, курьер. Все, пошла утечка энергии. Здесь то же самое, идет утечка энергии. В западной школе есть методика, она называется карта рождения. Карта рождения рассматривает только дату рождения. И поверьте, там информации значительно больше, чем психоматрица. Но мы их частично затрагиваем в психоматрице, потому что там есть некоторые вещи очень интересные. Вот они четыре принципа. Нет, психоматрица это, ну, квадрат Пифагора он называет. На самом деле, Пифагор к этому никакого отношения не имел. Я беру ту информацию, которая не нарушает все эти принципы. Если где-то хоть один пункт провалился в той методике, которую вы изучаете, методика не работает. И вы это увидите на практике. Клиент вам сразу скажет, что-то здесь не так. А мне обычно говорят, а бывают ошибки? Я говорю, нет, ошибок не бывает. Так, ну, если нет вопросов, я туда начну лекцию. Мы рады приветствовать в нашей творческой мастерской вас. И сегодня мы представляем вам нашу гостью Джулико из России. Наверное, все уже знакомы. И по Ютубу многие смотрели, и на WhatsApp заходили на сайт. Джулия у нас нумеролог, таронумеролог, астронумеролог. Является основателем и разработчиком матричной школы нумерологии. Ну, это как бы основное, потому что очень большие знания, просто кладезь, который вы сами уже видите все. Поэтому я объявляю сегодня нашу лекцию. Значит, режим у нас такой до 16.30 лекция, 4 часа. И после этого, ну, небольшие вопросы, да, приветствуются, там определимся. Вот, перерыва не будет, поэтому, как бы, ну, старайтесь. Можно кофе, чай, если хотите, может быть, час, водички взять, и начнем нашу лекцию. Поэтому предоставляю слово. Благодаря. Вопросы все после лекции. Да, я хочу также добавить. Процессы записывайте, если хотите, но не сбивать, чтобы. Хочу также добавить, что лекция у нас проходит в Мирске, это очень важно. Да, да, вы же объявляйте. Да. Вот, поэтому я благодарна, что вы меня пригласили сюда, никогда не была в Беларуси, в Мирске, поэтому большого спасибо, город мне очень понравился. Вот, и я надеюсь, что мы с вами, с некоторыми из вас, еще продолжим общение во время семинара. И я сразу могу сказать, что больше всего на свете люблю вопросы. Поэтому, чем больше будете задать вопросы, тем больше вы сами узнаете. И более того, я тоже параллельно учусь, потому что мне иногда задают вопросы, а, знаете, иногда бывает какая-то информация, ну, замылилась, она неявна. Поэтому, когда мне задают вопросы, она сразу становится более активна, эта информация. Она, соответственно, более интересна уже в дальнейшем, я передаю студентам. Поэтому каждый семинар, он более объемный, потому что много новой информации. Ну, а так мы сегодня с вами что изучаем? Изучаем вопрос в целом эзотерику, да, потому что, ну, объявленная тема, она достаточно узкая. А ввиду того, что часов нам предоставили достаточно много, мы решили подготовить более объемную лекцию, объединить все то, что там кусочками где-то как-то выложено в Ютьюбе, чтобы вы могли задать вопросы. Многие не понимают вообще понятия, что такое эзотерика, да, кто-то считает, что это оккультизм, кто-то считает магией, кто-то считает, что это путь духовного развития, для кого-то там эзотерика это научное какое-то, продвижение более широкое, расширенное сознание и так далее. А где, в общем-то, истина, да, нам уже Джон рассказывал, что если она одна, поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы узнать ее истину, одну, да. Так вот, на самом деле эзотерика, она достаточно объемна. Она также, как и наука состоит из определенных институтов, в каждом институте есть определенные подгруппы, и все это изучается. Но здесь что в большей степени интересно? Что эзотерика, она изучает, она познает даже в большей степени мир с более глубокой, расширенной стороны. Вот она изучает цифровую матрицу. Почему я всегда называю, не хочу никого видеть, но тем не менее, я считаю, что нумерология является царицей эзотерических наук. Потому что вы можете, изучая нумерологию, мы строим, допустим, в втором курсе графики. Вы можете построить график, и этот график отображен на вашей руке. И для этого совершенно не обязательно встречаться с вашим клиентом и рассматривать линии на его руке. Вы видите карму, видите прогностику человека, вы видите его ошибки в прошлом воплощении, мы будем учиться на первом курсе считать. И вы знаете, как будут запускаться все эти негативные процессы. Вы видите абсолютно всю жизнь человека. Для этого вам не нужно лезть куда? В оккультизм. Соответственно, чтобы понять эту цифровую реальность, как нам Джон однажды сказал, что цифра – ци истинная форма РА. Что такое РА? Многие говорят, РА – это солнце, РА – это культ, РА – это боги и так далее. На самом деле все гораздо шире, глубже и интереснее, чем есть на самом деле. А матрица сама, то есть цифровая матрица, да? Это из двух слов. Цифровая, если уже понятно, да, ци истинная форма РА. А что же такое матрица сама, как таковая? Кто из вас смотрел фильм «Матрица»? Все, наверное. Есть, есть. Вот, эзотерика начинается с этого фильма. На самом деле фильм действительно очень глубокий, там конец совершенно неправильный. И если кому интересно, потом может задать вопрос, я расскажу, как должен был закончиться фильм, и в каком ракурсе он должен был развиваться в принципе. Потому что, ну, сами понимаете, сценарий часто отходит от истины. Так вот, там есть три героя. Ну, знают Нео, да? Нео – это альтернатива, это те самые Раху, которые видят другую интересную реальность, они выходят за пределы, они раскрывают возможности, это те же самые хранители, я буду о них сегодня говорить. Но Нео, тем не менее, это просто человек, который познает мир. Дальше у нас есть Морфеус, да? Морфеус чем занимался? Он пробуждал, верно? Он пришел к тому же Нео, сказал, что ты должен видеть другую реальность, хочешь не хочешь. На самом деле, я вас не хочу расстраивать, но путь в эзотерику – это путь в один конец. Если каждый из вас, я предупреждаю, захочет заниматься эзотерикой на профессиональном уровне, обратной дороги в стандартную профессию у вас уже не будет. Потому что вы начнете познавать мир буквально с каждой, с полуфразы, с полуслова, с пельня птиц и многого другого. И вы начнете понимать, что мир гораздо глубже и интереснее. Морфеус – это бог с чего? Бог сновидений. А что у нас отвечает за сновидение? Астральный мир. Так вот, у нас есть мир Яви, Тенел, есть мир Астрала, это Морфеус. И самый главный герой в этом произведении – это Тринити. Мы с вами уже немножко разбирали слова, да? Можно попробовать взять другую меру, чтобы лучше было писать. Вот я вам пишу на доске. Три нити познания. Как видите, фильм на русском языке. Удивительно, да? Соответственно, три нити познания. Я в одной из лекций тоже говорила, что у нас изначально была единая система познания. Ну, это не наука, это система познания. Она называлась Три ВИЯ. Собственно говоря, то же самое, только нити даже в более, как бы, недостаточно широко раскрывающей понятии. А ВИЯ, понятно, ВИЯ – это слово «виток», «развитие» и многое другое. Так вот, какие три ВИЯ существуют? Первый вид, самый неинформативный – это наука. Наука, к сожалению, сейчас очень сильно переврана. Она вообще ушла в противоположную сторону. Она говорит в основном ложными фактами. И в свое время существовало такое движение, да, определенное масонское, которое двигало науку в противоположном смысле. Одна из ошибок прошлого воплощения, 17-го, она как раз говорит об этом. Дальше у нас идет эзотерика. Без науки, без эзотерики делать ничего. Эзотерика – это расширенное сознание. Ну, если мы не говорим об акультизме, конечно, да. И последнее – это вера. Слово «вера» вам уже сегодня раскрыли. Дело в том, что ни один человек на планете Земля и даже, может быть, в других измерениях не откроет вам веру. За исключением вашего собственного покровителя, ангела, архангела, те, кто приставлен к вам. Вера открывается только в том случае, если вы вычистили от стереотипов, научных стереотипов, вычистили свое мировоззрение. И если вы захотели. В космосе действует множество законов. Один из самых главных – это закон свободы боли. Покуда вы не попросили, ваше желание не исполнится. Но чтобы оно исполнилось, вы должны быть готовы. А чтобы быть готовы – отказаться от стереотипов. Эзотерика подразделяется еще на три понятия науки. Не будем раскрывать в школе, да, все знают. Итак, эзотерика у нас подразделяется на оккультную или прикладную эзотерику, практическую эзотерику, оккультная или практическая эзотерика. Она работает через эгрегоры и эдемы. Их много. Я буду сегодня рисовать, как устроен ментальный план, и вы увидите, что это такое. Так вот, практическая эзотерика – это шаманство. Почему? Мне многие говорят, ну как же так, мы же просим разрешения у человека пообщаться с его родственниками в потустороннем мире. Прекрасно. А родственники, вы имеете разрешение? Спрашиваете? Не много. Вот точно так же, как я могу отправить какого-то человека к моей бабушке или прабабушке. Она знает, она в курсе, что вы приедете. Это нарушение закона свободы воли. Вот каждый раз, когда вы нарушаете закон свободы воли, вы вмешиваетесь в оккультизм. Дальше биокосмоэнергетика. Надеюсь, никого не обижу, но это тоже оккультный раздел. Эзотерики. Рейки – это тоже оккультный раздел. Почему? Потому что, если мы говорим о биоэнергетике, у нас есть определенное количество энергии. Вот человек. У него есть предположим, рассмотрим сердце, ну, и, допустим, там, не знаю, печень, да? Вот смотрите, здесь у вас, например, заболело сердце, у вас здесь 40% энергии. Я сейчас расскажу про биоэнергетику, да? А здесь у вас, плохой пример печени, да? 100%. 100% энергии. И вот приходит биоэнергет и тасует карты. Он отсюда отнимает 20%, как-то перекидывает сюда. Распределяет. Распределяет. Но пружина, она не может находиться в этом положении постоянно. Она разжимается, она возвращается обратно. Опять захворали, опять идете в биоэнергету, и он вам это опять накручивает. Космоэнергета работает через некие, как бы, планеты, да? То есть они берут энергию из космоса и передают ее вам. Опять-таки, энергия ему не принадлежит. Даже если вы дали согласие, многие люди, знаете, не зная незаконно, не освобождают ответственности, собственно. Поэтому это все разделы откуплены. Рейки это еще хуже, потому что там идет подключение через какие-то странные каналы. Вот если бы рейки еще бы говорили, что вы не подключаетесь к энергиям, а прочищаете хотя бы другое слово, это было бы правильно, потому что у каждого человека должно существовать минимум три канала. Первый канал, канал пятого измерения. Второй канал первого измерения, буду рассказывать. И третий канал третьего измерения, то есть нашей планеты Земля. К сожалению, ввиду того, что у нас неправильно сейчас рождаются дети, большинство людей, особенно современных, в 2000-е годы рождаются неправильно. Мы не подключаемся к третьему измерению. Отсюда множество бед. Я буду подробнее об этом рассказывать. Соответственно, это все оккультизм. Ну и, конечно, вы знаете, гадание на карту второго, к сожалению, с этой книгой не хочет видеть. Тоже оккультизм. Почему? Потому что, если бы они бы просто гадали... Ну, сейчас в последнее время пошла тенденция обрядовых ритуалов на картах Таро. Постоять, там, на кладбище пойти или еще что-то. Они просто затащили карты Таро в эгрегор. Поэтому сейчас их использовать нельзя. Есть на сегодняшний момент пока еще светлые карты, называется карта Ленормана. Слышали о таких? Да. Это пока еще не эгрегориальные карты. Поэтому на них гадать можно. Есть оракулы, у нас есть свои карты. То есть, если вы придумываете свои карты, они не эгрегориальные, ими пользоваться можно. Да, они точно так же дают прогностику, но они не связаны с ритуалами. Это очень важно. Второй тип эзотерики, как раз в норологию сюда входит, это прикладная эзотерика. Почему прикладная? Потому что вы все лишь на все берете дату рождения. Здесь нумерология, астрология, физиогномика, хиромантия, целительство, если мы говорим о знахарстве, о травоведении, многое другое, вы через научное познание, через интеллект познаете судьбу, жизнь человека. Вы не вмешиваетесь в его энергетику. Вы не навязываете ему свою точку зрения. Так должно быть, по крайней мере, во время консультации. Ваша задача лишь вдохновить и показать ему его путь. Если вы начинаете навязывать путь, многие студенты на первых этапах ошибаются. Стоит задача. Например, человек должен заниматься, не знаю, той же эзотерикой. А человек всю свою жизнь, уже 20-30 лет работает на заводе и так далее. Значит, нужно что? Значит, нужно помочь ему близко к этому выйти. В той же эзотерике, здесь же эзотерика находится, и психология. Это самый первый путь эзотерики. Все начинают с психологии. Более того, есть одна интересная, знаете, черта. Если вы вдруг неожиданно захотели уехать из города и посадить морковку на огороде, и для вас это стало уже панацеей, знаете, как вы без этого уже жить не можете, вы хотите видеть, как растет все. Вы уже встали на путь эзотерики. Тера. Это же земля. Поэтому человек, который продолжает жить в квартире, и для него это кажется естественным состоянием, это пока еще все еще первый тип. Ну и последнее, это научная эзотерика. Это, я уже начала немножко сегодня говорить, это метафизика. Это когда вы объединяете разрозненную информацию. Опять-таки, не хочу никого обидеть, но в школе из нас делают шизофрениками. Почему? Шизофрения – это разрозненная информация. Когда, ну как говорят, что больной, да, пациент, он не может соединить информацию. На самом деле, нас так и учит. Нам историю дробят, нам математику дробят, математику от физики почему-то разделили, это одно и то же. Я уже не говорю о том, что разделы физики дробят. Ну, допустим, трение невозможно рассматривать без электричества. Во время трения что выделяется? Электричество. А нам их разделили как разные совершенно подразделы физики. И мы начинаем бедно учить, одно не понимаем, второе не понимаем. Так вместе, смотрите. Ну и многое другое. Соответственно, здесь еще стоит алхимия. Слышали, да, о таком? Почему-то алхимию, ну, из древности привели вот сюда, в оккультизм. Вроде как они там пытались из каких-то химических элементов сделать золото. Я сегодня тоже о золоте немножко поговорю. На самом деле алхимики – это те, кто работает с эфиром. Это их основной был химический элемент. Ну, вы знаете, да, что в таблице Менделеева, в самом первом нулевым химическом элементом, у нас в книге тоже представлена таблица, это как раз эфир. Он его назвал не то, а не но суть-то одна эфир. Более того, что Ньютон, что Эйнштейн положили свою жизнь на то, чтобы доказать, что якобы эфира не существует. А если мы поднимемся с вами в открытый космос, нам ученый что скажет? Что 90% космоса – это что? Темная материя, которая неизвестна. Как же неизвестна? Менделеев об этом знал. И когда мы еще 300 лет назад, там, 400 лет назад обучались нашей потомке, прошу прощения, да, обучались в институтах, они изучали сначала эфир, а потом уже все остальные химические элементы. Эфир – это первая основа. В нумерологии из эфира отвечает цифра 0. Из нуля, из эфира рождается абсолютно все. Это и есть вакуум, о котором говорят ученые. Тем более, что само понятие вакуум, в том смысле, которое есть, я буду рассказывать об этом, но в принципе не существует. И в верующие уходят астральные путешествия. Люди, рожденные в январе, в феврале, в марте, в октябре, в ноябре и в декабре не склонны к астральным путешествиям, если они не являются хранителями. Это исключение справок. Почему так? Слишком слабое астральное тело. Кто смотрел мои ролики, знает, что по месяцу рождения определяется уровень развития астрального тела. Ну, единица, двойка, тройка – это западная школа. Октябрь – 1 плюс 0 – 1, ноябрь – 2, 3. Понятно, да? Соответственно, чем выше, чем старше ваш код, я говорю сейчас о сентябрьских, например, тем выше склонность к эзотерике, к путешествиям в астрале. На самом деле, каждый раз, когда мы с вами ложимся спать, мы попадаем в мир Морфеуса. Это и есть мир астрала. И этот план нужно использовать во благо вам. Не думать о том, что бы мне завтра одеть на работу, каким маршрутом мне поехать на работу, сбежав в пробки. Вы должны задавать вопросы. Я даже задаю вопрос. Я хочу, чтобы мне показали Юпитер. Я хочу, чтобы мне показали другие измерения, библиотеки. Я хочу пообщаться с тем-то, тем-то, тем-то. Но уже натренировано, поэтому ко мне приходят и рассказывают, и показывают эту систему. Вам это тоже открыто. Те люди, которые занимаются астроном-перешествием, профессиональным уровнем, есть такие, да? Я рекомендую все-таки январь, февр, март, да? Это очень опасно. На семинаре я буду показывать законодательство. Вы можете посмотреть, у вас оно тоже действует. Почему это делать категорически нельзя. Соответственно, есть уровни астрала. Я буду вам тоже показывать. И на более низших уровнях астрала, при слабом астральном теле, там находятся хищники, душа может погибнуть. Это и есть кома. Если попали в комы, помните фильме «Матрица»? Если вы погибаете где? В «Матрице», вы погибаете в зерне. Точно так же и здесь. Это очень опасно. Нужно за этим следить. Вот все вот эти типы эзотерики, они по сути изучают саму «Матрицу». Ну, на разных уровнях. На уровне какого-то, знаете, воздействия, да? На уровне математики или астрологии, там, физиогномики. На самом деле это одно и то же. Те, кто изучают нумерологию, глубоко изучают, они потом отказываются от астрологии, от физиогномики и хироматии. Это более сложная система. Нумерология у вас вот оружие. Больше вам ничего не понадобится. Все цифры, все таблицы, особенно если вы выучите халдейскую школу, таблицу сону, да? То вы просто будете на калькуляторе, а многие в уме, я просто не очень хорошо этим владею, в уме вы будете рассчитывать судьбу человека. И будете как провидец рассказывать вам, что было, что будет, что его в ближайшее время ожидает. Какие у него были прошлые воплощения? Представьте, сидите в кафе, заходит девушка и говорит, «Ой, дорогой, у меня сегодня день рождения». Зачем ты это сказала? Задаю я себе этот вопрос. Почему? Да мне уже целая вселенная открыта. Но люди, когда начинают изучать эзотерику, первый вопрос, который они себе задают, для чего они пришли в эзотерику? Ну, во-первых, расширенное сознание, это понятно. Но в большей степени развить что? Духовность. Задавали же все такие вопросы? Хочу развить духовность. Для высших измерений, чтобы продвинуться по какой-то эволюционной линии души. Но на самом деле, что такое духовность? Духовность – это развитие всех семи тел человека. Это не только медитация, это не только правильное питание, правильный образ жизни. Это еще почитание своих предков, развитие астрального тела. Это еще расширение своего знания, это развитие ментального тела. Это вычищение своей кармы, но не за 300 долларов в Индии. Работать с кармой нужно. Соответственно, дальше у нас идет общение с ангелами. Я называю интуитивное тело, шестое тело. Я его называю Wi-Fi. Чем более натренирован ваш Wi-Fi, тем больше информации вы получаете от ангела. Но есть одно но. Ангелы иногда уходят в отпуск. И уходят они в отпуск в строго определенные даты рождения. На первом курсе мы будем учиться считать, а студенты еще получают методичку, потому что формула достаточно объемная, она кропотливая. Формулу, безусловно, мы даем. Но иногда нужно быстро помочь. Открываете методичку, ищите дату рождения человека. Конкретно третий, седьмой цикл вы видите, когда человек в опасности. Ангела рядом нет. Он не предупредит вас об опасности. Не работает так сильно интуиция. Если мы говорим об оккультизме, оккультисты не способны считать информацию. Почему? Ангела рядом нет. Соответственно, в эти периоды их воздействие, оно, к сожалению, никакое. Не тратит. Ну и, соответственно, прикладная эзотерика, она работает через интеллект, неограниченная невозможность их не во времени. Он может в любой момент воспользоваться и считать информацию человеку. Ну, разве что, может быть, образности будет чуть меньше, чем обычная. Ну и, соответственно, последнее тело, это так называемое божественное тело. Я его называю программным телом. Если вы знаете программу на воплощение, а их существует несколько видов. Ну, вы знаете, да, ЧЖП уже сегодня называла. Число жизненного пути. Это всего лишь планетарная задача. Это первый тип. Личностный. Задачу, которую нужно выполнить конкретно данному человеку. Дальше у нас есть в школе Таро в нейрологии. Вторая задача называется социальная. Это долг перед обществом. Её тоже нужно исполнять. И причём, обращаю ваше внимание, совместно с первой. И третья – это кармическая задача. Она рассчитывается в школе астрономерологии. Ну, в смысле, рассчитывается на просто есть, как данность. И все эти три задачи на самом деле не являются вашей основной программой. Это всего лишь ваша возможность немножечко сгладить углы. Под каждой задачей стоит целый список болезней. Под 11-друг-2 или 12-друг-3 стоит онкология. Если вы не будете заниматься эзотерикой, шансов у вас нет. Вам придётся пройти через эту болезнь. И если вы будете заниматься эзотерикой, вы вычищаете свой путь. Вам становится просто легче жить. Ну и, конечно, если мы говорим о социальных задачах, у нас там 12-е, 15-е, 16-е – это тоже знаки онкологии. К сожалению. Но это мы всё на семинаре изучаем. Ну и кармические болезни очень сложные. Программы под Скорпионом, там очень сложные болезни под Овном, очень сложные. И рак, конечно, онкология. Онкология дает кармическую задачу тельца, кармическая задача рака. Это всё онкология. Чтобы этого не допускать в вашей жизни, вы должны просто знать, что вы должны делать. И раку свой направлять. В Индии, например, не очень хороший пример, но тем не менее. В Индии рождается ребёнок, через астрологию просчитывается весь его путь. В славянские времена мы тоже просчитывали путь человека и направляли в строго определённый ракурс. Мы учимся на первом курсе изучать, учимся считать родовые грегоры. Представьте, сотни тысяч лет, не 10 тысяч лет, сотни тысяч лет мы уже живём на этой земле. И эти сотни тысяч лет родились миллиарды ваших потомков, да? Не потомков, как они говорят. Предков, да. Миллиарды женщин, миллиарды мужчин. И так как раньше всё передалось по ремеслу, то есть были ремесленники, да, они занимались тем-то, тем-то, тем-то. И из поколения в поколение передавались эти знания. Поэтому этот эгрегор, он наработал этот опыт. И вот сейчас, после 17-го года, мы получили этот эгрегор, а мама и папа вам говорят, не надо идти в художники, там мало зарабатываешь. Иди лучше на завод, там ты заработаешь больше. И с каждым поколением начинается закрытие программ. Есть знаки закрытия рода, знаки больших тяжёлых заболеваний, и всё это мы будем изучать. И всё это только потому, что человек что? Не исполняет задачи, которые стоят перед ним, перед его родом. Но самые важные программные задачи, это как раз в матричной новорологии. Потому что здесь описан ваш сценарий жизни, как вы должны жить. Чем ближе вы будете к этому сценарию, тем ближе вы будете к вашим самым высоким потенциалам. На втором курсе мы учимся рассчитывать положительную карму и вытянуть человека из отрицательного знака кармы, где могут быть неожиданные смерти, ДТП, авиакатастрофы, потери денег, рак бизнеса, потери близких родственников, тяжёлые болезни, многое другое, все это наказание, да, вы можете вытянуть только одним способом. Если выйдете из отрицательного влияния и перейдёте на положительный аспект. Ну, это мы всё обучаем. Здесь прописано, вы открываете книгу, вот, допустим, ваш некий код, да, вы открываете код, здесь есть таблица, видите? Здесь прописано в этих таблицах, возраст вашей души, вам это учимся, считайте, в книге тоже прописано. Когда вы будете уходить в замы, жениться, когда у вас должны рождаться дети, когда у вас карьерный рост, ну, многое-многое другое. Здесь прогностика сумасшедшая, буквально в этой таблице. Дальше, вот видите, описание каждого кода. Какие черты характера, что запрограммировано, какие таланты, какие ретроградности. Здесь тоже прописана ретроградность, к чему вы пришли, для чего вы пришли, что вы должны сделать. Здесь, по сути, ваша жизнь. Ну, и в самом начале мы описываем видение вообще, мироздание и так далее. Собственно говоря, зная это, вы уже можете просто, прочитав код, уже консультировать человека. При этом не зная, может быть, астрологии, нумерологии других наук, это уже очень много. Но, тем не менее, всё начинается с чего? С правильного, расширенного понимания, осознания мира. Это самое главное. Вот вы вычистили все ваши тела, да, вы почитаете предков, вы изучаете и так далее. Но я, кстати, не сказала по поводу ментального тела. Ментальное тело, все боятся ментальное тело, то что там, это память и так далее. Да, вы правы. Это энерго-информационная оболочка человека. Но я вас удивлю. Это магнитное поле. Это и есть ваше магнитное поле. Есть ментальное поле Земли. Магнитное поле Земли. У вас есть карточки, да? Банковские карточки. Что вам говорят? Не кладите в банковскую карточку рядом с работающим электроприбором. Потому что на размагнитисе с него сотрётся информация. На магнитное поле записана информация. Поэтому не нужно сильно далеко уходить в эзотерику, в мифологию какую-то. Всё лежит на поверхности. Что у нас отвечает за магнитное поле? Железо. Давайте разберём слово, как бы, ментал, да? Ментал. Ментальное поле. Ментал. Метал. Вы слышите? В слове уже заложена информация. Что у нас отвечает за металлы в организме? Кровь. Кровь. Внутри стоит молекулы железа. У большинства людей есть специфические, так называемая голубая кровь. Слышали о таких? У них кровь действительно голубого цвета, потому что в центре стоит медь. Купру. Присоединение с кислородом, оно что? Описляется в сине-зелёный оттенок. Поэтому у них свои лаборатории, свои медицинские центры и так далее, чтобы не раскодировать их знаки. Но тем не менее, именно магнитное поле, то есть молекула железа, которая в нашей крови, именно она и создаёт это магнитное поле. Благодаря ему. Поэтому многие говорили в древности, что душа, она находится где? В крови. Кто-то говорил, что в солнечном сплетении. Ну, кто как? Но на самом деле это всё лишь одни из элементов этой самой души. Человек находится всегда в астральном теле. Это фильм «Аватар», помните? Это всего лишь «Аватар», это временная оболочка. Сегодня у меня женская, может, в следующем воплощении будет мужская и так далее. Мы учимся считать мужское и женское воплощение в прошлой жизни. Ну и, соответственно, что дальше? Дальше мы должны сами понять. Вот всё это нам дано для чего? Для того, чтобы мы познали мироздание. А что такое мироздание? Оно формируется по закону подобия. Закон подобия, ну, это не только в геометрии, оно везде и всюду вокруг вас. И чем больше будете искать подобия, тем больше уходите будете на истину. Как формируются тонкие тела человека? Вам даётся энергия РА. 100% энергии. Для каждого человека. Здесь всё по-честному. Вот выделили вам 100% энергии. Ваше право это 100% распределить. Вот, 100% энергии. Вы хотите 50% оставляйте на своё физическое тело. И воплощаетесь на Венере. Больше? Пожалуйста, больше. Тогда вы можете и на Меркурии воплотиться, пожалуйста. Наша задача больше энергии выделить на энергии тонких тел. Здесь одно тело, а тут у нас 6 тел. Вот они, 6 тел. Чем больше вы будете энергии оставлять для своих тонких тел, тем выше ваша духовность. Вот почему раньше ведьм ведущих матерей ставили на весы. Никто у них не спрашивал, гадаешь в одной карте второй или нет. Не спрашиваю, ставили на весы. Потому что энергия, вот наш вес, веса не существует на самом деле. Потому что не существует молекул. Мы весим только за счёт нашей энергии. Всё вокруг нас это всё больше энергии. Чем больше выделено тонкое тело, тем меньше ушло на физику. При этом внешний облик, худые есть, полные, да, не меняется. Меняется лишь вес. Вот это ключевое. Когда вы начнёте развиваться духовность, даже при наличии того же объёма тела, вы будете весить всё меньше, меньше и меньше. Вот почему монахи способны к левитации. Потому что их внешний облик, он мало поддерживается физикой. Дальше, что касается ментального тела. Когда вы начинаете развивать, больше читать. Много читаете, вы развиваете ментальное тело. Что происходит с магнитным полем? Магнитное поле продуцирует электрическое поле. Из физики, да? Вы начинаете биться током. Кто-нибудь из вас бьётся током? Да. Очень сильно ментальные тела развили. Молодцы. В смысле, правда? Хорошо, да? Конечно. Чем больше вы бьётесь током, тем... В следующий раз пойдём на лекцию. Приджечься. Да, на самом деле, действительно, чем больше вы бьётесь, тем выше ваша ментальность. То есть, чем больше вы знаете или познаёте в этой жизни, тем больше вы задумываетесь. Поэтому не бойтесь этого. Раньше, между прочим, делали из электрического тока энергетические шары. И отпускали их. Ну, такая форма защиты была. Поэтому, чем больше ваше ментальное тело, тем больше вы читаете. И будьте к этому готовы, когда начнёте читать нашу библиотеку. 1300 книг. Будете коротиться, да, хорошо. Ну и, собственно говоря, точно по такому же принципу, это закон подобий, формируется наша Вселенная. Вселенных множество. Знаете, да, об этом? Вселенных очень много. И вот смотрите, вот она первая, первая струна. Есть такая, так называемая, М-теория. Да, вот она первая струна. Здесь находится плотная-плотная физическая материя. Здесь не проходит ни звук, ни свет, просто материя. Камень. На этом камне, это фундамент, стоит наше граждане. Это первая струна. Здесь жизни нет. Вторая струна. На второй струне находится разуплотнённая материя. Песок, по сути, да? Здесь тоже жизни нет. Почему? Это всего лишь частички. Мы все состоим из частичек космоса. Вот и здесь тоже самое. Те самые частицы, которые нам необходимы. Но здесь жизни нет. Почему? Энергии нет. Следующее измерение, третье измерение. Это измерение уже более объёмно. Она даёт объёмы. Вот, допустим, ветер некий в пустыне. Затриснул этот верхний слой, поднял вверх. Но форма не образуется. Почему? Нет мысли. Дать вам кусок пластилина. Пока вы не придумаете, что из него сделать, ничего, никакого объёма не получится. Вот этот ветер он бесконечно гуляет, поднимает энергию, опускает, поднимает, опускает, форма не образуется. Жизни здесь тоже нет. Следующее измерение. Это измерение эфира. Того самого ветра, который спускается сюда, поднимает и так далее, закручивает. Но эфир – это первая основа всех химических элементов. Эфир – это то, что держит наше тело от разлетания. Ну, давайте условно всё-таки. Вы привыкли называть это молекулой. На самом деле некие энергичастицы, да? Чтобы ваше тело сохраняло форму, вокруг него есть оболочка. Оболочка полностью повторяет форму вашего физического тела. Это и есть эфирная оболочка. Мы эфирную оболочку сохраняем из воплощения в воплощение. Поэтому вы можете найти себя на фресках какого-нибудь там другого государства, там 100, 200, 300 лет тому назад. Можете найти. И многие даже занимаются в интернете и ищут людей, похожих на современников. Если мы говорим о близнецах, иногда бывает, да? Приезжайте в другую государство, увидите человека, ну, правда, действительно очень похожего на вас. Почему? В своё время вы жили в той стране, вы были в теле близнеца, от вас пошли потомки, вы вернулись на родину, он остался там. И вот оно, эфирное тело, оно продолжилось. Именно на эфирном теле хранятся все болезни человека. Из воплощения в воплощение мы переносим эти болезни. Если в прошлом воплощении вы утратили какую-то часть руки, ноги, да? То вы и в этом воплощении имеете высокий риск. Если у вас в прошлом воплощении была насильственная смерть, помните, по китайской школе Марлокин говорила, вы очень высокий риск пострадать и в этом воплощении того же эфир. Он записывает, как энергопамять, информацию, да? И она возвращает ваше тело к этому состоянию. Соответственно, последнее, ну, там и все, на самом деле, но то, которое нас интересует, пятое измерение. В пятом измерении находится энергия. Ра. Та самая энергия. Сейчас я немножечко отойду в сторону, чтобы все-таки вам показать, что действительно современная наука, особенно физика, которую я очень любила в детстве, уделяла огромное количество внимания, она абсолютно неверна. Я вам уже затронула вопрос о том, что нет, солнце, что Земля не вращается вокруг Солнца. Помните, да? Ну, вы, наверное, усомнились, кто-то из вас знает. На самом деле, действительно, не вращается. Почему? Потому что Земля — это неподвижный объект. Она вращается, обращается. И Солнце тоже не неподвижный объект. Она вращается вокруг центра нашей галактики. Правильно? Только если бы она была бы неподвижным объектом, мы могли бы вокруг нее обращаться. Но она же смещается. И вот так происходит движение. Она движется по спирали, догоняя Солнце. То есть по оси, по которой движется Солнце. Дальше нам говорят, что в космосе есть вакуум. Вакуум — это что? Отсутствие какой-либо среды. Вот поставьте мысленно, поставьте в горячую воду, поставьте металлическую ложку. Через некоторое время горячее, ну, горячо попадет на самый верх ложки. На кончике вы обожжетесь. Почему? Потому что любая форма энергии, та же самая эфир, распространяется только в среде. Если бы в вакуум, было бы это отсутствие среды, мы бы никогда не увидели свет от звезд. Это тоже энергия, излучение. Мы бы не увидели этого. Дальше. Наша Земля движется в космическом пространстве за Солнцем со скоростью 828 тысяч километров в час. Представили эту скорость? Ужас, да? Очень большая скорость. Ответ, представьте, пыльный шарик, Земля. Реса, моря, океаны, люди, животные. И скорость. Представляете, что произойдет? Нам ученые говорят, гравитация. Всему виной гравитация. А гравитации-то не существует. Почему не существует? Помните формулу? Гравитационная постоянная, масса одной планеты, масса одного объекта, умноженная на массу другого объекта, деленная на квадрат расстояния между ними. Множенная м1, м2 на квадрат расстояния между ними. Помните? Помните, что мы в школе делали? Поставляли массу Земли, массу Луны, делили на квадрат расстояния. Все такие счастливые были. А знаете, что на самом деле? Подставьте сюда массу Луны, массу Солнца, квадрат расстояния. А вторую формулу – масса Земли, масса Луны и квадрат расстояния. В 2,4 раза гравитация между Луной и Солнцем больше. Луну должно было сорвать с орбиты по этой же формуле и отправить в сторону Солнца. Но этого не происходит. Видите, как интересно? Получается, что все, что нам рассказывают, это неправда. А давайте возьмем химию. Что для него ходить? Помните, я уже говорила? Задайте один вопрос химику. У нас в таблице Менделеева химические элементы расположены от металла к газу по массе одной молекулы. Что у нас? Масса одной молекулы металла весит меньше, чем масса одной молекулы газа. Чувствуете? На самом деле Менделеев расположил не по массе молекул. Он тогда не умел взвешивать массу молекул. Тем более, что их не существует. Он распределял по плотности энергии, которая заключена в этом химическом лимите. Взорвите одну молекулу металла. Что произойдет? Это ничего не произойдет. А взорвите одну молекулу кислорода или водорода. Что будет? Грандиозный взрыв. Потому что энергии в ней заложены очень много. А откуда эта энергия? Чем больше энергии пошла на физику, на металлы, тем меньше энергии ушла в ее тонкие оболочки. Вот точно так же и здесь. В этом пространстве за пределами Вселенной. Пятое измерение. Это измерение, где живут сверхвысшие ангелы. Отсюда свобода, сварок и другие слова. Сва – это сверхвысший ангел. Это высшие постаси развития духовности человека. Потому что нам, что в многих религиях говорят, наша основная задача – жить здесь хорошо для чего? Чтобы там жить на облачке. И все. То есть я здесь не должна пить, курить, должна помогать людям. Для чего? Чтобы там пить коктейли на облаке и все? Миллиарды, триллионы лет? Нет. Это всего лишь начало пути. Тем более, что Земля находится в самом удаленном уголке нашей Солнечной системы и, соответственно, в нашей галактике. Проходите. В самом удаленном уголке нашей галактики. И там находится тень. Вообще, на самом деле, если вы прочитаете глубинную книгу Владимира Пятибрата, он там даже рассказывает, что само создание Солнечной системы было искусственным. Это доказывает с точки зрения физики. Не может наша Солнечная система находиться между рукавами галактики. Но это он доказывает. Ну и, соответственно, это пятое измерение. Здесь находятся все энергии. Здесь все добро. Здесь только энергия. Здесь нет материи. Здесь все мысли формы. Здесь находится вся база данных о всех видах Солнечных систем, галактик, звездах и многое другое. Здесь идея. Без идеи из физики невозможно ничего создать. Эти струны находятся в постоянном движении. Волновое движение. Значит, произойдет такой момент, когда эта струна пересечется со второй струной. Давайте немножко оведом. В свое время многие специалисты, в данном случае Сидоров, он путешествовал и... Сидоров, как его полностью зовут? Георгий Алексеевич. Георгий Алексеевич Сидоров. Он путешествовал и говорит старый Вед. И они ему сказали некоторые фразы. Ну, допустим, вот одна из фраз. И в Ведах то же самое подтверждение найдете. Что наша Вселенная живет между вдохом и выдохом. Вам этого достаточно? Мне нет. Я хочу понять, что значит между вдохом и выдохом. И вторая фраза. Что наша Вселенная вышла из точки и войдет в точку. Вам этого достаточно? Нет. Хочется понять, а что же, из какой точки вышла? А я вам сейчас покажу. Где эта точка? Да, где точка? Везде. И говорят, что Вселенная конечна. Это тоже правда. Вот и смотрите. Вот она, пятое измерение струна. Опускается. Не доходя до второго. Вот она волной пошла наверх. Ну, здесь условно уже стоит пунктир, да? Все. Вот она струна. Точно так же смерть спускается сверху. И снизу идет подъем наверх. Вот она пошла наверх. Между вдохом и выдохом струны, они в волновом движении. Рано или поздно эти струны разойдутся. Вселенная вдохнула, Вселенная выдохнула. Видите, да? Теперь смотрите. Когда эти точки начинают соединяться, здесь вот они начинают соединяться. Они начинают соединяться где? Первый элемент, любое пересечение до начала, это точка. Все, уже есть пересечение. Дальше движение идет здесь сюда, здесь сюда. И вот оно пошло, образование этого пересечения. Это и есть. Вот она, Вселенная. Началась с точки. А когда она будет что? Размыкаться. Она опять, последний миг. Точка. И разошлась. Видите? Вдох, выдох, точка. Мы сошлись. Теперь смотрим дальше. Вот эта линза, это и есть пределы нашей Вселенной. Это и есть наша Вселенная. Пересечение пятого и второго измерения. Здесь мы взяли материю, частицы, здесь мы взяли энергию, мыслеформу. И пересекли, конечно же, эфир, без него никак, и объемные измерения в том числе. Что еще интересно во всей этой системе? Интересно то, что при смыкании вот этой Вселенной, при образовании этих объемов, образуется автоматически астральное поле. Я уже говорил про ментальное поле, там все просто. Астральное поле ученые уже начали фиксировать на приборах. Что? Торсионное поле. Слышали? Торсионное поле – это вихревое поле, но оно необычное. В этом вихревом поле существует семь вихрей. Потому что наш астрал состоит из семи слоев. И когда, я буду чуть позже показывать, эти вихри соприкасаются с эфиром, они раскладываются, как свет, раскладываются на семь спектров. Точно так же и здесь, раскладываются на семь слоев. Я вам покажу, вы все увидите. В пределах вот этой системы образуется это вихревое поле. Как? Ни один физик вам на этот вопрос не даст ответа. Я вам дам ответ. Смотрите, энергия сверху поступает так. Видите? Энергия снизу поступает так. На пересечении образуется вихревое движение. Видите? Что дальше? Вот оно пересечения. Видите, пересечения круга. Немножко не точнее, но салон. Выше третьего измерения. Кто догадается? 3,14. Браво. 3,14. Число 5. Золотое сечение. Вот, вот золотое сечение. Почему все наши в древности акцентировали внимание, особенное внимание, именно на этом числе? Это центр нашей Вселенной. И, конечно, Вселенная будет существовать достаточно. Долго мы об этом тоже поговорим. Соответственно, сверху выше ангела, попадая в наше астральное поле, они приобретают очень слабые эфирные тела. Они не находятся в физическом плотном теле, как мы. Но, тем не менее, они тоже приобретают какое-никакое оно тело. Для чего? Сверх выше ангела как раз и создают солнечные системы, планеты, людей, жизнь на этих планетах и так далее. Это их основная задача. Почему? Пока существуют эти два измерения, существует Вселенная, происходит, грубо, конечно, но в ведах так сказано, выращиваются души. Их основная задача из этой плотной материи высвободить энергию. Энергию, здесь же энергия, она в плотности находится, но там же есть энергия другого характера. Здесь эту энергию опустить сюда, а эту светлую энергию поднять наверх. Поняли, да? Расчленить, как выжать воду из какого-то, из губки. Выжать. И вот она поднимается наверх. Это основная задача сверхвысших ангелов. Но это непростая задача. Для этого была написана матрица. В каждой матрице это как бы школа. На каждой планете есть эта школа. Нашего сверхвысшего ангела зовут Прометей. Прометей, его настоящее имя, Прометей, познающий человека. Кому? Вот об этой искре, об этом огне как раз и говорится в древних текстах. Он нам принес эту искру, эту энергию для того, чтобы мы могли жить. Более того, у меня даже есть стихотворение на эту тему, чтобы более образом расширить, да? Но тоже есть как преамбулы в книге. Нет истины ни в дьяволе, ни в боге. Борьба их вымысел умелых мудрецов. А человек лишь выбирает в этом споре один из двух астральных полюсов. Выбор человека заключается в том, чтобы отстать либо частью второго измерения, либо частью пятого. И со временем создать свою солнечную систему. Как-то по-своему ее сделать. В глубинной книге очень подробно об этом рассказывается. Теперь мы с вами смотрим дальше. Вот наш Прометей создал нашу солнечную систему. Раньше в древних культов вы знаете, да? У нас Солнце называлось Ра. Это портал. Дальше у нас идет Меркурий, Венера, Земля, Марс. Здесь была планета, она была очень глобальным смыслом. Здесь был самый главный космопорт. И в свое время Александр Сергеевич Пушкин написал Тридевятое царство. Тридевятое царство означает три по девять планет. То есть из девяти звездных систем существовало три планеты, соответствующие нашей ментальности, нашей энергетике. Вот получалось 27 планет. Потом, чуть позже, вы знаете, получилось 16 планет. Сейчас это 12. Сосуды 12 созидеть, хотя по факту их значительно больше. Потом у нас идет Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и последняя планета Лутун. Есть еще одна планета. Раньше она была двойная, Мордук-Нибиру, да? Но это на самом деле не планеты, это космические корабли, на которых живут Ананнаки. Так вот, когда Прометей создавал эту звездную систему, у меня, кстати, есть фотография, которая сделала космический авторат, Хаббл, по-моему, да, американский корабль. Дело в том, что, ну, кому будет интересно, можете подойти. В начале создания любой звездной системы образуется луч, энергия, объединяющая все планеты. И в самом конце, как есть понятие, это рождение сверхновой, ученые не сразу поняли, что рождение сверхновой – это смерть звездной системы, да? Там тоже выделяется луч. Но что самое удивительное, там виден образ Ангела. Кто захочет посмотреть, подойдите после лекции, я вам покажу эту фотографию. Ну и, соответственно, в каждую планету Прометей установил пятимерный кристалл. Тот самый, который ищут на дне Черного моря. Этот пятимерный кристалл, краеугольный камень, философский камень, как угодно его назовите, в нем заключена вся энергия Пятого измерения. Ну, кто считает, что обладая этим камнем, можно все, что угодно сделать. Но вы не забывайте, что этот камень, он открывается лишь тем, кто светил духом, кто правильно мыслит и многое другое. Другим он не откроется. Ну, пусть ищут. Вот именно этот кристалл установлен в каждую планету и является условно-гравитационной силой. Условно. Он держит только те предметы, те души, что было создано на этой планете, плюс все физические тела и духовность этих тел в том числе. Поэтому гравитации за 100 километров от Луны уже нет. Более того, кстати, насчет гравитации, еще одно маленькое отклонение, чтобы еще раз вам доказать, что они не существуют. Девушки меня поймут. Поставьте мысленно кипятить кастрюлю. Водоповодом в кастрюле. И забудьте, ну, глупый эксперимент, забудьте накрыть крышкой. Что произойдет через пару часов? Вода полностью выкипят. Вот он, газ поднимается наверх. А мы с вами помним, что газ по химической таблице Менделеева самый тяжелый элемент. Он тяжелее, чем метал. И вот он якобы поднимается. И что, гравитация на него не действует? Почему он поднимается, все газы? Почему поднимаются? И, соответственно, чем более горячий, тем больше, быстрее будет подниматься. И вот они поднимаются, поднимаются в отдаленные атмосферы. И нам говорят ученые, я спрашиваю, что держит газ? Они отвечают, озоновый слой. Гениальный ответ при условии, что озон тоже газ. Как может газ держать газ? Это невозможно. Но у нас в древности было такое понятие, как эфир. Эфир в древнегреческом переводится как верхняя крышка мира. Эфир держит газы, держит химические элементы, держит металл и многое другое. А что держит эфир? Пятимерный кристалл. Он его удержит, не дает возможности разлетаться. Если бы его не было бы, к сожалению, планета погибает без пятимерного кристалла. Ну и, соответственно, если вы накрываете крышкой, что происходит? Образуется конденсат, правильно? А теперь еще один маленький момент. Мы тоже исследовали вопрос ведической культуры. Ну, был такой бог Зеус, был бог Перу, на самом деле, это одно и то же. Одна и та же ипостасия. Что громовержис, да, бог грома, молнии, бог дождя и так далее. Почему? Это элементарно, это и есть эфир. Просто раньше все представляли образами, богами. Так было проще, легче запомнить, передать на поколение. На самом деле это и есть эфир. Потому что если вы накроете крышкой планету Земля, начинают образовываться плака, громы, молнии и продавать воды в природе и многое другое. Здесь все создано по образу и подобию мыслей нашего Прометея. Ну, у него несколько названий, еще иногда его называют Деницей, может быть, слышали, да? Еще его называют Сантаной. Это тоже одно из его веней. Так вот, Меркурий это самая близкая планета к Солнцу. Что я вам говорил до начала лекции? Что является первым на русском языке? Адом. Это ад. Первая планета от Солнца. Ад. Видите? Если кто-то из вас смотрел фильм «Константин», был? Кто смотрел «Константин»? Вы знаете, да, что он когда входил в посторонний мир, там все очень быстро вращалось, там было очень огненно, жарко. Почему? Потому что Меркурий самая быстрая планета, она быстро вращается, быстро вращается. Очень жарко, безусловно. Но у Меркурия три слоя, потом расскажу. Следующей планетой его была самая любимая планета Венера. Опять-таки, я немножко объединяюсь с римской мифологией. Недавно, если вы смотрели, вышел у вас фильм «Боги Египта». Нет? Вы смотрели? Посмотрите. У Меркурия, если кто знает астрологию, вот такое обозначение. Рожки. Откуда ребёнка, Меркурия и ребёнок, да? Откуда рожки? Потому что в римской мифологии Меркурий – это бог Анубис. Анубис. И он отвечает за потусторонний мир. Он проводник потусторонний мир. А Венера, если там посмотрите фильмы, она могла воздействовать только на тех людей, которые не любили. Тот, кто был влюблён, никакого воздействия на себя не ощущал. Почему? Основная задача человека, живущего на Венере – научиться любить. Если он научился любить, он уже здесь как лишний элемент. Он всё, что Бог сделал, он переходит на следующую планету, на Землю. Поэтому она не воздействует на него. Вот в этом вопросе, когда вы уже будете хорошо понимать мироздание, читая любую мифологию, римскую, греческую, славянскую, не имеет значения. Вы будете видеть это очень явно. На Венере – это вторая планета Солнца, главная чакра, в которой сходятся все энергопотоки. Вторая. Система, к которой вы привыкли, из семи чакр, некоторые говорят 13 чакр, это неправильная система. Чакр – 9, потому что цифр – 9, потому что всё подчиняется. Бог в Библии сказал, что когда он появится на планете Земля десятый раз, он уничтожит всё живое и создаст новую матрицу, новую планету системы. Поэтому 9 – это конечное, не может быть больше, чем 10, 11 и так далее. Многие говорят, что 13 эфирных тел. Вот казаки считают, что 13 эфирных тел. Эфир, напоминаю, это однородный тонкий газ. Газ однородный не способен делиться на слои. Поэтому не существует 13 эфирных тел и многое другое. На Венере изначально люди должны были рожать детей, воспитывать детей, учиться любить этот мир, это мироздание и многое другое. Там не нужно было даже ничего познавать. Венера была самой красивой планетой, которую Прометей создал. Почему так? Потому что там все были созданы условия для того, чтобы человек жил, рожал детей, занимался детьми, воспитывал. Ему не нужно было ничего производить. Ему нужно было просто научиться любить. Вы не представляете? Не справляются венерианцы. Когда захватили нашу Солнечную систему, та самая 12 планета, которая называлась раньше Мордук-Нибиру, Мордук был направлен на Теомат, чтобы уничтожить эту планету. А Нибиру, если они уже слышали, она осталась. Это космический корабль. Вот эти аннунаги, не аннунаги, здесь я с Захарей Сичем не согласна, аннунаги, скорее всего, должны было быть, они захватили всю нашу Звездную систему, Венеру, Землю и Марс. Когда они захватили Венеру, они перекодировали матрицу этой планеты. Раньше мы все жили в одном воплощении ровно 10 тысяч лет. Петр Первый издал указ, по которому все жители старшим 300 лет подлежали уничтожению. Слышали о таком законе? Их убивали. 300 лет тому назад жили люди, которые живут больше 300 лет. Видите, как интересно? А почему так? Потому что на одно воплощение выделяется условно 200 лет. Если вы справляетесь с своей программой, она здесь прописана, вам продляют жить на следующий. И вы можете жить хоть 10, хоть сколько угодно тысяч лет. Лишь бы вы только исполняли вашу программу. Отсюда и молодость души, отсюда и хорошее здоровье, и успех, и удача, и все, что вы хотите. Все, что может быть. Хотя успех, и удача, по вкусу. Ну да. Так вот, когда он переписал эту программу, они стали жить второй чакрой. Вторая чакра находится в малом тазу, в нижней части живота. И теперь основная задача просто родить ребенка. Ухаживать, любить не обязательно. Это плохо, но это, к сожалению, стало не обязательно. Более того, как я говорил про эфирные оболочки? На эфирные оболочки записывается болезнь, которую вы болели. Те люди, которые склонны к Венере. Какая болезнь? Венерической болезни. Это бывшие венерианцы. Они жили там. Есть еще понятие неземной красоты. Венерианцы. Люди, которые живут однополыми браками. Венерианцы. Переписано матрица. Неправильные. Как мы переходим с одной планеты на другую? Во время парада планет. Когда? Меркурий можно убрать. Он может в сторону стоять. Вот. Образуется с Солнцем один портал. Пятимерный портал. Этот кристалл, этот кристалл внутри планеты. Образует единый кинек. Еще червоточину называют. Так вот. Когда душа прошла все программы здесь. Она выходит в некий астральный план. И заходит через центр планеты. Помните, в Древнем Египте взвешивали сердце человека с опером? Здесь приблизительно то же самое. Взвешивают духовность человека. Если эта духовность соответствует планете Земля, то душа переходит через эту червоточину. Переходит на планету Земля. Если не соответствует, но не было серьезных грехов, возвращается обратно на нулевой код в этой матрице. Если он совершил грехи, он идет на Меркурий. Меркурий это ад. Там закрывается душа, пока не проработает программа. Я о ней попозже поговорю. Так вот. Если венерианец попал на Землю, он рождается в первом коде. И те, кто изучает матрицу, знают, что на первом коде уже существуют кто? Кармические должники. Те, кто просто изучает матрицу, не способны ответить на вопрос, откуда взялись эти кармические долги. Те, кто изучает матричную нумерологию, отвечают легко на этот вопрос. Венера. Так вот. Когда мы переходим на эту планету, мы зависаем в астрале на тысячу лет. Вот почему есть такая одна из методик нумерологии. Тысячные. Почему так? Потому что ваше эфирное тело здесь, оно не соответствует эфирному телу Земля. Чуть-чуть не соответствует. Здесь маленький рост. Почему? Потому что вторая чакра очень маленькая. И чакра наша, главная чакра, это центр нашего тела. Чем дальше, тем выше получаются люди. Соответственно, здесь немножко не подходит. И ваш архангел, который вас сопровождает по всей матрице, он начинает для вас кроить новое тело. Вспоминайте Пушкина, да? Лягушка, да? Он кроит для вас новое тело. Какая украина ваше тело, эфирное, вы воплощаетесь в теле животного. Любого. Если у вас есть некая любовь к оплёному животному, вы совершенно спокойно можете себе сказать, я люблю, допустим, кошек и птиц. Значит, я жила в теле кошки и птиц в своё время. Я их понимаю, я их чувствую. У вас может быть что угодно. У меня одна девушка была слоном, она говорила. Кто-то там, крокодилом. У кого что, кошки, собаки, любое абсолютно животное. Это объединение идёт с китайской культурой. Там же говорят, что мы воплощаемся первоначально в теле животного. Вот оно, пожалуйста, абсолютно точно. Это правильно. Парад планет в Венере и Земля проходит каждые сто лет. Раньше к нам приходили очень светлые души. В чём вина? Почему сейчас рождаются современные европейцы? Почему? Потому что мы стали хуже. Мы открыли для них эти ворота. Помните, я вам говорил, взвешивается. Если энергетика, духовность соответствуют земной, они способны пройти. Если мы будем повышать нашу энергетику, то мы правильно воспитываем наших детей, то мы закроем для них эту дверь. Они не смогут больше войти. Вот в чём смысл. Земля. Земля — третья планета. От Солнца наша центральная чакра третья. Где она находится, кто знает? В солнечном сплетении. В солнце, да. Если мы берём ступенчатую систему, она как-то между получается. Но на самом деле душа действительно в большей степени находится на солнечном сплетении. Я ещё попозже покажу, как там подключается канал. Очень интересно. Наша основная задача на Земле — сотворять. Творить, производить. Это самое важное. Но из физической материи. На Марсе из эфира здесь материя. Поэтому наши предки выращивали растения, помогали животным, а не кушали животным. Соответственно, мы сочиняли что-то, любое производство, интеллектуальное или физическое. Это была наша основная задача. Нам переписали матрицу. И мы теперь что? Вот это создание материального мира перевели в меркантильный мир. А дальше больше. Возьмём испанский язык. Меркантиль по-испански, или Меркурий по-испански, означает предприниматель. Понятно? Отлично. Соответственно, здесь мы живём 52 воплощения. Я вам покажу, вернусь к планете Земля. И за эти 52 воплощения мы должны научиться творить, передавать свою точку зрения, раскрывать свои таланты, создавать... Вот почему тянут к морковке, да? Выращивают морковку. Что-то создавать, потому что с этого начинается эзотерика. С эзотера. Эра — это Земля. Когда мы здесь проходим всю матрицу успешно, мы переходим на следующую. Точно так же, через парад планеты. На Марс. На Марсе центральная чакра четвёртая. Соответственно, они уже более высокие. Атланты, да? Более высокие. Более того, раньше, до того, как захватили нашу звёздную систему, а я ещё потом вернусь к Земле, расскажу вам про митохондрии и многое другое. Так вот, когда на Марсе жили, они обладали способностью управлять эфиром. Вот эти все олимпийские боги — это и есть марсиане. Они к нам пролетали, создавали на космических кораблях, они создавали тут целое шоу нам, да, показывая, как они управляют эфиром. Это действительно было так. Вот даже фильм сейчас Тор показывает, в том, третья часть вышла. Марсиане жили на поверхности своей планеты. Ну, она как бы землёй. Все планеты называются землями, на самом деле. Так вот, потом захватили их планету. Они проиграли эту войну. И есть даже очень много греческих и римских текстов о том, как произошло убийство олимпийских богов. Ну, там было предательство, многое другое. Но не суть. И они ушли под землю. Когда Гитлер пришёл в Тибет и получил карту полой земли, земля там написана с маленькой буквы. И никого никогда не заботила. А почему с маленькой? Если мы говорим о нашей планете, она же должна, ну, вроде как, писаться с большой буквы. А пишут с маленькой. Почему? Потому что я говорю, что земли, все планеты — это земли. Там речь идёт о карте Марса. Они сейчас живут внутри планеты. И когда на своё время космический аппарат, это ещё было в советское время, прилетел к Марсу, он сделал единственный последний снимок, фотоснимок с поверхности Марса. Кто застал эту ситуацию? Помните, что там было зафиксировано? Там была зафиксирована вот такая линза, как тень. Ну, там есть спутник Фобус, знаете, да? Фобус, он как яйцо овальное. Но от овального предмета невозможно заострённой тени. Значит, что-то стояло за нашим кораблём. Это был последний снимок, потому что корабль был уничтожен. Ну, файлы были засекречены, их только недавно раскрыли. Вы знаете, что на Марсе есть пирамиды. На Венере есть пирамиды, на Луне есть пирамиды, везде есть пирамиды. Там есть города и многое другое. Нас не пускают ни на Луну, ни на Марс. На Венеру мы недавно прилетели, там даже жизнь обнаружили, там сняли живые организмы. Ну, соответственно, на Марсе изучают эфир. Дальше, как только мы полностью научились управлять эфир, мы переходим через парад планет на Юпитер. На Юпитере живут ангелы. Там уже нет физических тел, там только эфирные тела. И на Юпитере живут как бы стажёры. Это ещё молодые души, они ещё не умеют управлять этими эфирными телами. Поэтому у них центральная чакра пятая, и они не очень активно летают. Архангелы хорошо летают, юпитерианцы не очень. И каждый юпитерианец, он представляется к вам на Венере, на Земле, на Марсе, где вы родились, да, на одно воплощение. На следующем воплощении у вас другой уже покровитель, ну, как бы тот, кто вас сопровождает. Юпитерианец учится телепатии, общению с нами мыслеобразами, словами, через этот Wi-Fi, через интуитивное тело, про которое вам рассказывают. Соответственно, на Юпитере ещё возможно рождение. Там бывают чистокровные жители. Чем меньше вы даёте на физику, тем выше шансов, что попадёте изначально и станете коренным жителем Юпитера. Есть такое выражение – отщепенец. Слышали? Это ребёнок юпитерианца. У них нет нашей формы возрождения детей. Они отщепляются. Отсюда пошло это выражение. Дальше, когда они прокровили нас по матрице Земли, всё, они справились, мы вышли на следующий корн. С этого момента они переходят на Сатурн. На Сатурне живут архангелы. Архангелы очень строгие. Ангел, он нас подсказывает нам. А архангел, он нас судит. И Сатурн, если мы говорим о ведической астрологии, все очень боятся транзита Сатурна. На самом деле транзит Сатурна происходит у человека каждый год. Конкретно у каждого человека. Никогда в глобальном широком смысле. А каждый человек. Это в пятом цикле. Мы это учимся считать. В пятом цикле у человека происходит транзит Сатурна. Не надо его бояться. Если вы не допустили ошибок. Если допустили, архангел, конечно, значительно. Стороже, чем бесы, дьяволы, все вместе взятые. Почему? Он вас сопровождает всю вашу матрицу. До Эпитера включительно. Он ваш наставник. Он знает весь ваш сценарий, куда вас вести. Если вы чуть-чуть отклоняетесь, что сделает ваш начальник, если вы отклонились от плана производства работы? Накаживает. Ругает. Да, то же самое он. Он будет ругать. Ангел, он не знает всей системы. Ну, в смысле, он знает на одном воплощении. А этот знает абсолютно все. Поэтому он наказывает. Действительно наказывает. Если ангел ошибся или вы ошиблись, ангелы могут разжаловать. На Сатурне живут уже вечно. Все. Вы уже не перевоплощаетесь в других планетах. Сатурн в римской мифологии – это бог Кронос. Кронос – это бог времени. Означает вечность. Само слово «Сатурн» означает «вечность». Ну, там, конечно, гораздо больше. После Сатурна, как только он провел одну душу до Юпитера, включительно, и душа перешла на Сатурн, Архангел воплощается на Уране. Уран – это покровители. Покровители, они следят не за людьми, не за душами, не за Архангелом, они следят за системой. У каждого придуманного образа я рекомендую всем в эзотерике работать через псевдоним. Это дополнительный покровитель. Вы написали книгу – у вас появился покровитель. Вы создали что-то в произведении искусства – у этого появился покровитель. У каждого леса, у каждой реки, у каждого техногенного объекта у всего есть покровители. Их задача – соблюдать баланс. Тот самый баланс, который при Челябинском метеорите вдруг почему-то раскрошил метеорит. Он не попал у нас на залп, да, химически. Иначе было бы просто крах всей планете Земля. Именно он останавливает ядерный реактор. Именно он перекрывает ветер Би-Пи в Мексиканском заливе. Потому что его задача – сохранить баланс. Как только он полностью восстановил свою систему, и он считает, что… Азизак, он свободы воли, что он способен перейти дальше, его переводят дальше, через парад планет. На Нептуне живут высшие ангелы. Высшие ангелы покровительствуют абсолютно всей звездной системы. Именно они отклоняют астероиды, кометы. Именно они не допускают больших катаклизмов за пределами нашей звездной системы. В фильме «Боги Египта» за это отвечает главный бог. Там даже показано, как он это делает. Как только он научился управлять этими космическими часами, по которым расшифровывают астрологи свои какие-то предсказания, он переходит на Плутон. Из Плутона через полный парад планет он приходит в Пятое измерение. Походу струны не разомкнулись, он имеет право вернуться обратно и создать свою звездную систему. Так и производятся солнечные системы свои, какие-то звездные. И таким образом происходит эволюция души. Наша задача – отсоединиться от материи и попасть в Пятое измерение, а не сидеть на облачке и ждать ману-небеси. Когда струна разомкнется, души придут либо в Пятое измерение, либо в Пятое измерение. Покуда эта игра и эти шарики в этой системе еще существуют, наша Вселенная и Солнечная система будут существовать. Иначе просто смысла никакого нет. Что касается Земли. Помните, я вам говорил, что все матрицы переписаны? Ну, Венера, Земля, Марс. Переписаны. Наша матрица тоже была переписана, и в первую очередь с точки зрения нашего здоровья. Поэтому я чуть-чуть попозже, прям подробнее остановлюсь на теме здоровья. Ну, опять-таки с точки зрения эзотерики. Венера, Земля, Марс. Марс на самом деле раньше называлась Мара. Мара. Помните, три девицы под окном, пряли поздно вечерком. Одна девица должна была накрыть стол, вырастить, накрыть стол. Вторая дать ребенка, Венера. А третья должна была что? Соткать полотно. Это у нас соткать полотно, это родить ребенка, а это накрыть на стол. Вот они, три девицы под окном, пряли поздно вечерком. Потом, чуть позже, Марс была тоже захвачена, поэтому появилось вместо Мара появился бог Марс. И в римской мифологии не объясняют. Он просто неожиданно взял и появился. Ну, потому что произошел захват планеты. Соответственно, что касается Меркурия. Меркурия – самая страшная планета. Это ад для души. Там душа заперта на 3, 4, 7 умноженное на 10 в 22 степени Венера. Почему так? Потому что через такое количество лет, после создания нашей Солнечной системы, все планеты со всеми спутниками выстроятся в единую линию. Это вот последний миг нашей Солнечной системы. И они заперты здесь. На Меркурии существует несколько слоев. И сейчас мы уже, если вы захотите, можете записать тему устройства астрального плана. Переходим к самому интересному. Вот, смотрите, наш астральный план состоит из 7 слоев. Я потом на цифрах покажу, почему так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слой на Меркурии. Венера. Точно так же 7 слоев. Земля. Марс. И остальные планеты я объединюю. Вот 7 слоев астрала. На Меркурии открыто первые 3 слоя. Остальные слои закрыты. Первый, второй, третий открыт. На Венере первый закрыт. Второй, третий открыт. Остальные закрыты. На Земле первые 2 закрыты. Третий, четвертый, пятый открыты. Шестой, седьмой закрыты. На Марсе все по аналогии, законоподобия. Закрыт. Помните, я вам говорила? Да. Если душа не соответствует энергетике, либо она слишком низкочастотная, либо слишком высокочастотная, она просто как скользит, она попадает в другое земля. Ну, допустим, вот смотрите, земля. Много убийств у человека. И вот он скатился до энергетики второго измерения. А второе измерение до Земли что? Закрыто. Его нет. Но зато он открыт на Венере. Вот он и попадет на Венеру. Если духовность человека на Венере поднялась на пятый уровень, пятый уровень здесь закрыт, но он открыт здесь. И он попадает сюда, на нашу планету. Теперь понятно, почему эта система автономна, независима. Никто там не сидит, не судит, не взвешивает. Она сама автоматически работает. А если вы изучали книгу перемен, пожалуйста, можно обозначить вот так. Видите? Это книга перемен. Все абсолютно объединено. Дальше. Есть такая теория, что мир стоит на что? На трех китах. Вот они, три кита. Три кита-астралы. Теперь, что касается ментального поля. Как устроено ментальное поле? Над астральным полем у нас находится ментальное поле. Здесь находится астральное поле. Небольшая посылочка эфирного поля. И вот она, наш эфир. И вот она, наша материя. Физическая поля, материя. Вот здесь находится человек. Некий человек произвел мысль. Она полезная, она поможет другим людям. Вот эта мысль запустил вот сюда ментал. Здесь база данных. Флешка. Большая-большая флешка. Как это происходит? Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел, как фиксируются импульсы головного мозга? Оп, пошла наверх. Оп, пошла наверх. Почему? Нужен, как в космическом корабле, нужна искра, чтобы поднять наверх. Вот она, ваша мысль, возникла. И она мгновенно поднялась в ментальное поле. И там она записалась. Если эта мысль полезна для всего человечества, она сохраняется в общем объеме этого ментального тела. А бывают случаи, когда неполезно. Вот второй случай. Мысль человека неполезна. Он один подумал, потом еще там другого подумал, еще многие подумали. Эта мысль, она разрушительна для человечества. Ну, допустим, она может быть оккультной, ритуальной, ну, какая угодно эта мысль. Вот она попала в это общем ментальное тело, а здесь идет подобие с организмом человека. Что происходит с частицами, внешними частицами, которые вредны для организма? Они обволакиваются жировым слоем. Так ведь? Поэтому жировики вырезать нельзя. Когда, не дай бог, надрежете его, все токсины попадут в кровь. Точно так же. Вот у меня эта информация, и она закрывается в линзе. Вот эта линза, ментальная линза, это и есть эгрегор. И чем больше людей думает об одном и том же, тем шире становится эта линза. Но для того, чтобы эту энергию поднять, когда соединяется много людей, образуется вот такая воронка. Эфирная воронка, вокруг которой, вот таким образом, все всегда повихрит, все поднимается наверх и записывается в этот эгрегор. Вы не можете, вот этот человек не может считать эту линзу. У него нет допуска, он не в этом эгрегоре. Но те, кто находится в этом эгрегоре, напрямую получают информацию. В астральном плане летают хищники. Астральные хищники. Кто это такие? Астральные хищники – это пришельцы, погибшие внутри нашей звездной системы. Они не могут воплотиться в нашей звездной системе. Почему? На них нет эфирных оболочек. Они же не местные жители, да? Вот они остаются в этом астрале. Более того, люди, рожденные, дети, рожденные через ЭКО, люди, которые попали под влияние эгрегора, они больше не перевоплощаются. Есть еще один народ на планете Земля, который тоже не перевоплощается. Они живут один раз. У них нет перевоплощений, почему? Они искусственно созданные. Остальные четыре раза, они четыре народа. Они правильные. Так вот, эти астральные хищники, им очень хочется энергии вашей. Они говорят, давайте заключим с вами договор. Я даю вам информацию, а вы мне даете свою энергию. Информация какого содержания? Предсказания, биокосмоэнергетика и многое другое. Вот она, этот эгрегор, они отсюда ее получают. Но за это он забирает ваших близких, он забирает ваше здоровье, он забирает ваше психическое состояние. Которое говорят сущности? Ну да, сущности. Их еще называют инфернальными сущностями, но я их называю хищниками. По их структуре поведения. Ну, паразиты, да? Они находятся в астрале. И чем больше вы просите у них, тем больше энергии они у вас забирают. Поэтому оккультизмом заниматься можно, но осторожно. Не вдаваться глубоко во все эти аспекты. И последний тип. Сидит йог. Почему я не люблю ведическую культуру? В широком смысле. Вот сидит йог. Он думает о благости. У него нирвана, да? Вот он думает, что жизнь, она конечна, а душа его бесконечна. И вот он достигает некой нирваны, некой благости. Он плавает в космическом облаке, пьет коктейли, живет бананом. Вот у него возникла мысль. Эта мысль, как ни странно, также негативна для всего человечества. Почему? Она не говорит об эволюционном составлении, составляющей души человека. Она говорит о том, что после смерти он попадает в некий рай. Как его ни назови, рай, нирваны, неважно. Но это замкнутая система. Поэтому здесь точно так же образуется линза. Это называется эдемой. эгрегор и дем. Эта информация, да, она несет в таком моральном смысле красность. Люди не убивают, правильно питаются, заботятся о своих близких, но они думают о том, что их духовная составляющая, она не развивается. Вот она на Земле развилась, и это конец пути. Все, попали сюда. И точно так же целая проблема потом воплотится на планете Земля. Очень большая проблема. Плюс еще какая проблема, почему люди не воплощаются. Ну, на семинаре мы будем с точки зрения математики изучать, а в целом у нас неоднократно менялся календарь. В календаре, то есть в дате рождения, помните принцип целостности, заложен уровень развития души человека. У меня есть в одном ролике, можете посмотреть. Знаете, да? Соответственно, уровень развития души. Первый уровень соответствует третьему уровню астрала. Второй уровень соответствует развитию души. Четвертому уровню астрала. И так далее. Там идет совмещение. Таким образом, вы будете понимать, с какой уровень астрала вы пришли. На каком уровне астрала находите? В прошлом воплощении, на каком будете? В будущем воплощении. Все заранее запрограммировано у человека. И, соответственно, если вы попали в Эгрегор или в Эдем, вам очень сложно воплотиться. Но раньше мы жили, как пять с половиной тысяч лет у нас украли. Петр Первый, да? Взял и вычеркнул из нашего лета исчисления пять с половиной тысяч лет истории. А это значит, что сейчас не воплощаются души на шестом уровне астрала. А их духовность, она дошла до этого. Они не могут воплотиться, цифр для них не хватает. И они зависли. Второй момент. Чтобы душа перевоплотилась, она должна полностью, то есть физическое тело, должно полностью уйти, условно, в молекулу, в прах, разложиться. Что у нас делают, вы сегодня спрашивали, с обрядами? Бальзамируют. Святых. Те души, которые должны воплотиться, чтобы нам помочь, а их бальзамируют. Монархов в сердца вынимают, что бальзамируют. Почему? Они мудрые правители. Понимаете? Поэтому я и сказала, почему там бывает по пять, по шесть коленок, да? Всему миру распределено. Это все черная магия, это оккультизм. Они-то очень хорошо все это понимают. Эти души не воплощаются. Сергей Радонич, Серафим Саровский не воплощаются. И мы, соответственно, не можем двигаться дальше. У нас нет учителей. И те, которые 300 лет жили, это тоже наши учителя, они тоже теперь не воплощаются. Ну и многое другое. Соответственно, здесь понятно, да, как устроен ментальный план. И очень важно не попасть. Помните? Вот есть вот такая хорошая фраза в Библии. Не сотвори себе кумира. Не попади либо в Эгрегор, либо в Эдем. Нужно всегда, чтобы разум был светлый. А чтобы он был светлый, нужно что? Сомневаться, задавать вопросы. Поэтому я говорю, что я очень люблю вопросы. Теперь, что касается нашей уже темы здоровья. Раньше я вам говорила, люди питались праной. Да? Праной. Эта энергия в ней уже все, в принципе, заключено. Это и есть энергия ран. Мы жили 10 тысяч лет в одном воплощении. Как это происходит? Прометей, да? Да, и Прометей, в том числе. Прометей, да? Вот, смотрите, вот была наша клетка. В клетке спокойно находилась молекула Денхат. Сейчас в спокойном состоянии молекула Денхат находится только у бактерий и у вируса. Почему? А некому паразитировать на них. Поэтому она спокойно клава. Наша сейчас закрыта, чтобы немножко защитить. И вот в этой цептоплазме напрямую приходила энергия. Да? Вот энергия она приходила. и этой энергией мы пользовались в полном объеме. 100% энергии. И действительно питание было не нужно. Нам кушать, в общем, вот эта привычка, она вредная, от нее надо отказываться. Постепенно. Вот. А теперь что сделали? Они внутрь этой клетки поместили, вот это ведро, закрылось, естественно, его теперь защищать надо. Они поместили так называемый метахондрин. Слышали, да, так вам? Справочник медицинской крови. Что означает метахондрия? Метахондрия это бактерия, находящаяся в симбиотическом воздействии с человеком. От метахондрии зависит, будет у нас энергия или нет. Если посмотреть настроение метахондрии более подробно, здесь находится мембрана и она описана вот таким образом. Оп, и ушла сюда. Вот она, мембрана. Те, у кого есть автомобиль, особенно мужчины, они понимают, что по такому же принципу выстроен аккумулятор. По этому принципу в советской времен строили дома, чтобы выкачивать из нас энергию. Понятно, да? Так вот, теперь не в цитофлазму, а перехватывается он на мембрану и пошло закрытие энергии. И теперь мы, люди, развивающиеся, мы должны попросить кредит у митохондрии. А теперь самое страшное. У нас есть молекула АТФ. Одинезин, три фосфорные кислота. Это и есть наш источник энергии. Вот смотрите, мы делим одну молекулу глюкозы, вот она попала в организм. Чтобы нам одну молекулу глюкозы превратить в энергию, мы должны затронуть определенное количество молекул АТФ, и на выходе мы теряем 10 молекул АТФ. В 10 раз мы теряем энергию. Вспомните ваши ипотеки. Ну не так уж прям обидно когда стало сразу. На самом деле это количество энергии уходит на куда? На бактерию, чтобы ей было комфортно жить. А теперь самое интересное. 3 килограмма митохондрий находится в каждом человеке. 3 килограмма умножьте на 10. Сколько энергии вы теряете каждый раз, каждый день. Есть методики Владимира Пятибрата в глубинной книге прописан. Там, так называемый он называл это радужное питание. Он прописал как избавиться от митохондрии. Он единственный человек на планете Земля, который добился плазменной оборочки. Владимир Пятибрат. Глубинная книга. Она есть в моей гадиме. Что еще важно? На митохондрии есть своя молекула ДНК. Вы представляете эту молекула ДНК? Она называется методхондриальная ДНК. Некоторые генетики называют ее матричной ДНК. Знаете, что в ней страшно? Вы бы энергию потеряли, как бы ладно, был бы с ней. Покушали, затратили энергию, чуть-чуть получили. Знаете, за что отвечает методхондриальная молекула ДНК? Завид. Когда происходит деление клетки, у нас составляющая идет методхондриальная ДНК, дальше идет Х-хромосома женская и Y-хромосома мужская. Методхондриальная ДНК нам говорит, будем мы людьми птичкой, собачкой, кошкой, мышкой. За это отвечает методхондриальная ДНК. Методхондриальная ДНК находится, она у мужчин и женщин, но в процессе рождения нового человека женская методхондриальная ДНК за это отвечает. Вот почему во многих текстах мифологических в эпосяге Гамеша в Шумере сказано, что человек состоит на 2 третьей энергии богини, той самой Евы, и всего лишь на 1 треть от человека. Вот она, матричная ДНК и Х-хромосома. Вот она, две трети. Видите? Когда вы подбираете имя ребенку, фамилия берется откуда? Отца. Отца. Имя. Прошу прощения, отчество откуда? Отца. Отчество. Мужчина. Здесь мужчина. Здесь женщина, женщина, мужчина. Мужчина, мужчина. Кто должен подбирать имя ребенка? Женщина. Только мама. Не бабушка, не тетя какая-нибудь. Именно мама. Когда мама подбирает имя, она уравновешивает энергию. Если мама не подобрала имя, либо ей навязали это имя, происходит перекос энергии, и ребенок с нормальными, хорошими знаками, вдруг неожиданно становится слишком женственным, слишком мужественным и так далее. Это очень важно. Это энергия, в которой находится взаимодействие. Что касается также митохондрий, их огромное количество это бактерии, которые тратили хвостик. Они имели хвостик, и они передвигали. Сейчас им так сытно, что им даже хвостик не нужен. Они его откинули. Теперь давайте по поводу самих болезней. Помните, я вам рассказывала предначалом о том, что сбили корабль Прометея, и он попал на дно Черного моря на глубине 70 километров, но для того, чтобы он не проснулся, на шток Прометей спит трагическим сном. Опустили на землю ящик Пандоры. Слышали, да, такое выражение? Что такое ящик Пандоры? Это перст вирусы Второе бактерии Третье фаразиты И четвертое грибки Я распределила по опасности Самые безопасные это вирусы Так вот вирусами бактерии Безопасные вирусы Самые безопасные Я сейчас объясню почему Это очень просто объясняется Самые опасные это грибки На уровне генетики они воздействуют поэтому они самые опасные Нам говорят, что вирусы мутируют Они не мутируют Все вирусы бактерии грибки паразиты Называются по которому планету невозможно захватить Походу живет коренной хотя бы один житель этой планеты Шах и мат А что? Мы здесь ни при чем вирусы к ним претензии И они создаются каждый год От вирусов бактерий и пиловых паразитов в принципе легко было раньше бороться через соду через правильное питание растительное питание сыроедение Но Почему вы спрашиваете сейчас? Два года тому назад доблестные американские ученые можно прям поаплодировать им Создали вирусы бактерии грибки и паразиты которые живут в щелочной среде Молодцы? Поаплодируем Поэтому сейчас это уже стало более опасно Я уже не говорю о том, что не говорю о том, что вот эта вся гемошная продукция она опасна У нас в России целая проблема найти хороший помидор Из Франции идут помидоры с чем? с генами лягушки Я так всегда смеюсь над не сыроедом вегетарианцем Мы едим помидоры Вы молодцы такие Вы едите помидоры с генами лягушки Так что это бесполезное абсолютно дело Питайтесь так, как вы хотите Главное, чтобы вы питались правильной негенно-модифицированной продукцией Как отличить? Как ты знаешь что это? Во-первых в природе на самом деле симметрии не существует А нам говорят что симметрия есть в природе И нет на самом деле ни один человек не симметричен в полном смысле этого слова Вот вы разрезаете помидоры Здесь в современном помидоре четкие градации Прямо как апельсины разрезают Все, это геново Настоящий помидор какой? Бесистый Он вот такой какой-то неровный Неровный он Если вы разрезали нет семян это геново Ну, лучше, конечно, проращить Пробуйте проращивать если они быстро всходят когда правильный продукт Вот эти все F1 гибриды это все тоже не совсем есть хорошо Вот Огурцы Иногда разряжаешь огурец вообще ни одного семечка Либо семечки плоские в них нет жизни в этих семенах Геномодифицированные Кукуруза изначально геномодифицированный продукт Рис нельзя есть Огромное количество слизи образуется А слизь это Я потом расскажу Мука Я не знаю, как у вас Я знаю, что у вас продукты намного лучше, чем у нас Но проверьте все равно Хлеб современный кушать нельзя Мука заражена Она вся подвержена плесени Все дрожжи нельзя Молоко нельзя категорически Гречку можно Но вообще желательно Я могу вам сказать Но я не знаю, готовы вы к этому или нет Сыроедение Сыроедение Одна моя клиентка спросила Как же я так много сыра съела Сыроедение Это сырая еда Соответственно Можно, вот я, например, чьи дня Могу съесть Два помидора Но нормально Хорошие помидоры Они у нас в России Очень дорого Но продаются Эти два помидора Мне хватает на целый день Больше мне ничего Не нужно кушать Потому что в ней Огромное количество энергии Более того Если будете кушать Помидоры с базиликом Есть такой сладкий А презу Слышали? Да Вкусный Вы правильный помидор Должны быть Базилик В нем очень много ртути И вообще в посленых Очень много ртути Помидоры Баклажаны Базилик Много ртути Почему все так боялись Ртути Особенно вот эти Пришлые Роиды, ананнаки Они погибают От них Чеснок Вот, говорят, вампиру Можно убить чесноком Да, и речь идет не о вампире А речь идет о пришельцах Они погибают От чеснока Если вы скушали чеснок У вас заболела печень Такого не должно быть Почему Либо лук Желудок Желудок Печень Очень часто Поджелудочные часто Воспаляются Почему? У вас там Дохнут паразиты Паразиты сидят Им не нравится Так что вы их мучаете И так далее Вот эти все пивные животики Это глисты Курить нельзя Почему? Очень много образуется слизи В слизи очень любят жить паразиты Я прям вообще обожаю У одной девочки У чего в пузыре Маленькой девочке Нашли рыбу Представляете, какие паразиты существуют? Американцы часто снимают фильмы ужаса Хищник Против еще кого-то Вот если вы посмотрите В укропленном виде Как зуб большой На любого глиста Да там все хищники на экране Они же ничего не придумывают Они все берут оттуда Абсолютно Особенно вот этот товарищ У него круглая голова Она всю голову практически пастет Там несколько рядов зубов Это вообще Который в аппендиксе сидит Аппендикс вырезать категорически нельзя Этот товарищ Он попадает в кишечник А после идет язва желудка И другие болезни Почему? Он прогрязает насквозь Это самый опасный глист Если вы хотите поподробнее Я просто небольшой специалист В этой теме Ролики в ютюбе Бутакова Огонян Огулов И фролов Правильно? Еще кто-то есть? Ну зайти я просто их тоже узнаю Все, вам будет все понятно Что я знаю? Ну мы-то в то же время науки смотрим Вирусы Как выглядит вирус? Вспоминаем Вот у нас идет Билипидная оболочка Капси Так называемая Вот такие ножки Ничего мне напоминает Мне лично напоминает Космический корабль Который спустился Вот она клетка Наша клетка Мембрана Здесь находятся только Молекулы ДНК Или РНК Спочная Спочная это мелочь Да? Здесь находится Все зависимо Программ Да Здесь находится бур Знаете, что интересно? Вирусы Я вот честно подозреваю Но это мое только подозрение Что вирусы То же самое, что и споры Они абсолютно не жизнедеятельны У них нет пищеварения У них нет воспроизведения Нет такой функции Все, молекулы ДНК и бур Больше ничего нет И репидная оболочка Они не способны к передвижению Это не живые организмы Соответственно Вот вы чихнули Да, вы придали ускорение Здесь все понятно Попало в клетку Еще не факт, что она пробурится Может быть программа не сработает Знаешь, что еще интересно? Что рептилоиды нам добавили? Они еще добавили Такую специальную функцию Апоптос Ограничивают деление клетки Ровно 52 раза И не копейкой больше А раньше клетки делились постоянно Это была регенерация клеток Сейчас ученый занимается Петр Петрович Беряев Слышали так? Да Он занимается восстановлением Этой функции Но на небольшой кусочек времени Все-таки это уже давно Все воздействует Он работает через фантомную молекулу ДНК Через эфир молекулы ДНК У нас ученые говорят Выкиньте 90% молекулы ДНК Там пустая информация Ребята, 10% Это пустая информация А здесь Полноценная информация О прошлом, будущем, настоящем О всей Вселенной О космосе О всем другом Там как раз больше информации Вот вирус попал на клетку В клетке существует специальный белок Который является скорованием Встречает Гости дорогие Приходите, пожалуйста И этот белок активирует Ревертаза называется Он активирует вирус Вот он попал сюда Забурился И выпустил молекулу Его молекулы ДНК Или РНК Там разные бывают Выпустил в клетку Дальше Она все Она оба на бьете Она спит Что она ждет? Вот наша молекула ДНК В ядре Она начинает расходиться Помните, как у нас Я это стираю? Происходит Цепочка раскручивается Здесь идет процесс трансляции Транскрипции И так далее Вот молекулы ДНК Одна цепочка Вот вторая цепочка Они раскрутились Вирус Он маленький Очень маленький Он ждет Кстати, если все молекулы ДНК Раскрутят в одну линию И выстоят По всем теле Получается расстояние до Солнца В 10 в 11 степени Представляете? В смысле? Еще раз смысл Если все молекулы ДНК Раскрутят Вот расстояние до Солнца Раскрутят на астрономическом единице Умноженное на 10 в 11 степени Вот такое количество километров Это все Если все молекулы ДНК сложить И вот они так скручиваются Вот они все Раскрутились Эти молекулы И встали в параллельной линии У вируса вот такая маленькая ДНК Совсем крошечная Ему нужно создать кучу своих копий Тут столько материала Он дробит Из этих кирпичиков создает свои копии Выходит из клетки Клетка погибает Заражает следующую клетку Таким образом он размножается Но это не живой организм Поэтому убить его очень легко Препараты существуют Но нам говорят, что вирус мутирует Давайте вспомним опять-таки Что такое молекула ДНК Вот у нас есть молекула ДНК У нее у молекулы существуют вот такие отросточки Они называются нуклеотиды Всего существует 4 типа нуклеотидов Они соединяются в строго определенной последовательности Аденин только с тимином Тимин только с аденином Гуанин только с цитозином Цитозин только с гуанином Почему так? Все идеально придумал Прометей Вот предположим аденин У него вот такая форма У тимина соответственно вот такая Пазлы Все, сошлись У гуанина, например, может быть вот такая форма Ну и цитозин, соответственно, по аналогии вот так вот Теперь скажите мне, пожалуйста Как может клетка смутировать Если эти кирпичики друг другу не подходят Если их начинать тасовать Они никак не смутируют Только если искусственно не создать Тем более у него разум этого вируса нет Если искусственно не создать другой тип вируса Верно? Поэтому вирусы категорически не мутируют Следующий тип у нас Это бактерии Бактерии это больше чем вирусы И бактерии, кстати, иногда кушают вирусы Поэтому когда мы с вами пьем какие-то лекарства В них либо бактерии, либо грибки Эти бактерии или грибки Они поедают вирусы А некоторые, как говорят, старшие грибки Они поедают младшие грибки Но это все очень опасно Так вот, смотрите, вот она бактерия У нее был хвостик Вот она попадает в организм Если вы посмотрите структуру вот этой части Вы увидите там абсолютный механизм Вот он, это жгутик Здесь вот такие штучки Вот она пошла в мембрану Жгутик вращается И продуцирует электрический ток Который напрямую попадается до плазмы И наоборот Запустился, как в аккумуляторе Запустился процесс Этот электрический ток Подтапливает как бы сам этот жгутик Видите, абсолютно автономная система Что делают бактерии? Они просто едят клетки Они размножаются У них там свои банкеты, залы и прочее Они там живут внутри нашего организма Они опасны, но Их можно тоже от них избавиться Следующий тип Это паразиты Помните, я вам рассказывал про Ну как бы ментальное поле, да? И что там образуются линзы? Когда паразитов становится очень много Вокруг паразитов образуется Слизистая такая оболочка Образуется, чтобы их внутрь вот так вот загустить Вот они все вот эти Глямбли, глисты Вот очеречки всякие Разумка, они все здесь находятся В этой штуке А когда их становится очень много А это у нас, допустим, желудок Желудок Они начинают выпирать Вот эту часть называют опухолью Доброкачественную опухолью Ученые и хирурги, которые делают операции Они когда вот это все вынимают У них прямо на стол вываляются В липидные оболочки сгусток этих червячков Ну, кто знает Кто врач, если где-то есть врач Они понимают это А они нам говорят, что Что-то там какая-то мутация Там еще что-то Никакой здесь мутации нет Это просто червяки Специально, чтобы мы покупали лекарства А всего существует Четыре возбудителя болезней Все Вот то, что я им перечислила Больше нет Лечатся они очень легко Травами От этих товарищей Чеснок Лимон Что? Трат Трат Да, да, да Чеснок Ну, опять-таки, посленовый То, что я вам рассказывала Да Полынь Полынь, да, да Ну, все, что от бесов Вот эти бесы Гвоздика Пишем Да И еще очень хорошо Листья черного ореха Это грецкий орех Листья его собирают Высушивают Лопух и многое другое В общем, вспоминаем Наше травоведение Да Соответственно, что они Паразиты еще Наши врачи делают Я прошу прощения Если что, да Они вот так вырезают А это оставляют Чтобы вы пришли еще разу А надо вырезать целиком То есть целиком вырезали Это уже хорошие врачи Тоже лекари, да? Почти что Лекари Это правники И последний тип Самый опасный Это грибки Если кому интересно После лекции Подойдите Я вам покажу Что такое Грибковое заболевание мозга У нас фотографии С реальной операции Итак, у нас есть Грибы в лесу Начнем с простого Вот они, грибы в лесу У гриба Существует Четыре стадии Состояния Как у бабочки Гусеница Бабочка Здесь четыре состояния Первые, когда споры Попадают Куда-то вокруг них Образуется смесь Но у нас Четыре типа ученых Первый ученый Изучает первую Вторую, вторую Третья, третья, четвертая А на самом деле Это одна и та же Один и тот же организм Вот как образовалась Эта слизь Из него Образуется Живой организм Помните Тетрис-игрушка Мы Собирали кирпичики И на второй стадии Уже образуется Слизняк Из этой слизи Образуется Слизняк Это вторая стадия Гриба Вот слизняк Ползает, ползает По организму Оп, хорошее место Закисленное Здесь много алкоголя В свое время было Да, там курение Кто-то курил Там мяса много Было в свое время Вот лично Кислая среда Я, пожалуй, останусь Вот он остался После того, как он остался Он начинает Он же добрый Он же разузнал И он по вай-фаю Сообщается им, товарищам Приезжайте Здесь очень вкусно И вот они начинают Скапливаться В одном месте И между ними Образуется Связь Мицелий Образуется Мицелий Как только Они всех созвали В последней стадии Из этого Слизняка Вырастает Гриб Споры Падает И все Пошло заново Первая стадия Онкология Вторая стадия Онкологии Третья И четвертая Лечится содой Содой Да, лечит Но при четвертой стадии Там уже И промывать Капельницы Соды Делать Промжу Промжу Только следить За прошлом Знаете, что В реанимации Делают Когда человек Уже все Одно Физосток Физосток Конечно Щелочную среду Добавляет И человек Стоит на ноги Если мы говорим С вами Об антибиотиках Антибиотики Это возбудители Экологического Заболевания Но изначально Еще там 100 лет назад В справочнике Что писали Что антибиотик Это грибок Плесень Плесень Да Прям честно писали Что сейчас пишут Так интересно Бактерия У которого Есть мицели Как красиво Вышли с положения Вот вроде как бы И не грибок Но есть мицели Значит что Это и есть грибок Соответственно Когда вы лечите Свою простуду Вирусы Этим лекарством Вы засаживаете Себе грибки В организм Нельзя ни в коем случае Чуть-чуть День бочок Какого-то плода Заплеснил Все Забывайте об этом плоде Нельзя его есть Вы засаживаете Себе грибки Почему Грибы нежелательны Вообще Вообще На самом деле Грибы Если вы посмотрите Микологию Там четко сказано Что такое грибы Там так интересно Написано Что гриб Это переходная форма Между растительным миром И животным Это инопланетяне Это заселены Они заселены Тем более Что если гриб Куда-то попал Кстати Ржавчина Что такое ржавчина Окисление Это гриб Ржавчина Это гриб Который поразил металл Представляете Что он кушает Камни Обнаружили Это есть плоские Красивые там камни А есть иногда Там какие-то там Непонятные Разводы Это гриб Он поражает Все Этот грибок Способен уничтожить Абсолютно все Космические корабли Которые хоть где-нибудь Нашли Какую-то плесень Они забрасываются Все Больше на этом корабле Ветать уже нельзя И так далее Хлеб Дрожжи Грибок В молоке Грибок Везде грибки Чтобы избавляться Щелочная среда Щелочная среда Это трава Это сыроедение Это овощи Это трава Так Что касается Почему так опасен Грибок У грибочка Есть один Неп Вспомните Я вам рассказываю Аденин Тивин Гуанин Помните Но у них не цитозин У них Урацил И он полностью Соответствует Тождественным Цитозинам Он встраивает Себя Вашу Молекулу ДНК Поэтому И происходит Запресневение Организма Но он плесневеет В основном Там, где кисля Известно Чем более Неправильный образ жизни Человек идет В плане питания Соответственно Тем более закисляется Среда Тем больше Вероятности Того Что он Приживется Этот грибок Это очень опасно Поэтому от грибок Надо конечно Избавляться Китайцы Грибки Лечат Старшими грибками Какие-то там Шитаки Мияки Нельзя Ни в коем случае Этот грибок Он на той старше Что Над ним Никого нет Как вы потом Будете его Из организма Выводить Нельзя Так Что касается А что без клесень Это тоже нельзя Нельзя Клесень вообще нельзя А чайный грибок А чайный грибок Чайный гриб Это чуть другое Чуть другое Вообще Лучше От грибов Отказаться Это очень-очень опасно В любом случае Это все Плесень В сказках Вспомните Грибы Как изображать Человечками Маленькими Возьмите грибок Ваш шляпку Пористые Домики Такие Вообще Там собираются Духи Нехорошие Если брать Вот так Возьмите грибок Поэтому их арестовали Как бы демонически Чуть-чуть Вариант Да Поэтому это очень опасно Ну если вы Как говорится Предупреждены Вы уже Будете более ответственно Подходить Своим здоровьем Ну почему Ничего Мы вам потом Рассказываем Это можно Чуть чего Две правильные Помидорки Помидорки Тоже нежелательные Кстати Почему У вас в Беларуси Хорошие продукты Да У вас хорошие продукты У нас Я прям сделала продаж Молочные продукты Кефир Это приобщение Как говорится Это вообще Мы вам Сейчас Лекция закончится И вам объясню Что это мясо А потом Несен кефир выпил Значит можно Их посложнее Сейчас после времени Говорят Что пиво Вообще Не алкогольный напиток Это как Пиво Самый страшный В алкогольных напитках Почему Плесень Дрожжи Конечно Это самый страшный Что это мясо Мясо Надо есть Чуть-чуть Чуть-чуть Оно тоже куриное Горяк Надо антибиотики И все это Просто посмотрели На мясо И хватит На самом деле На самом деле Мясо Оно вообще Как бы Не переводится Вы когда кушаете Мясо Вы кормите паразитов Это для них еда Но очень сложно Отказаться От этого Я поэтому говорю Что я не настаиваю Пожалуйста Есть специалисты Которые мягко вводят Но это не я У меня нумерология А что насчет рыбы Рыбы еще хуже Чем мясо Ох А яйца Потому что Самые страшные паразиты Находятся в рыбе Самые страшные паразиты Гречки В коже Чем мы используем Желочная страсть Почему гречки? В каше А в каше А в каше Много В каше В каше В каше Но желательно Опять так же Не обработано Потому что сейчас И обрабатываем Нельзя даже Соду нужно Заваривать в кипятке Почему? Потому что Раньше Откроете Википедию Не умывайте Я про другое Сейчас чуть-чуть Откройте википедию У меня кстати В библиотеке Есть весь не умывайте Открывайте википедию Запивайте сода И что пишут Об истории соды Там прям четко написано Я сейчас глубоко не помню Что раньше Сода добывалась Очень длительным способом Там что-то в грине Там они все оборачивают Там что-то Очень долгий процесс Очень мало получается Минералов этого Потом один Американский ученый Придумал Надо вывести Поставить на поток Что он стал делать? Он стал соду Окислять Аммиаком Когда вы Гасите соду Горячей водой Выходит аммиак И после этого Можно пить Если вы просто Потребляете соду Нельзя Видите сколько нюансов? Лимон и сода Это щелочь Как ни странно Лимон Это щелочь Если чем-то Есть присылок Тимон Можно Тоже можно Вообще Вы пол чайной ложки Соды Навариваете Курватин Кипятком Можете потом Позже Разбавить Немножко Кипяченой водой Холодной И выпиваете Утром Натощак За полчаса До еды Либо другой вариант Я например Любил второй вариант Это Либо свежевыжатый Апельсивный сок Но желательно Конечно Разбавлять И желательно На ночь То есть Именно Если Фруктовые соки Делать лучше Именно щелочными Допустим Апельсивный Лимон Лучше на ночь Либо Лимонную воду Можно заваривать Просто Она Красота А сейчас На соке В пакетиках Все что В пакетиках Пить нельзя В вакуумной упаковке Колбасы Сорочки Нельзя Очень много Токсинов Огромное количество Лучше не надо А вообще Те кто Начал заниматься Эзотерикой Огород Морковка И все свое Выращивать Лопата А куда без нее Модно Фитнес Какой фитнес Когда ездят Зарядка Раньше Не ходили С усил Не хватит Сейчас Вот Вернемся Опять К номерологии Извините Последний момент По поводу Если огородом Занимаешься Сами семена Они Как ты знаешь Они ГМО Или не ГМО Есть такие Ф1 Это гибриды Нельзя Но они хотя бы С растениями Сумещены Но когда вы Скрываете пачку Они должны быть Пухленькими Такими Сочными Цвета Сочными Вы их сажаете В течение Трехни В сходы Если вы Берете Они пустые Плоские Слишком Либо слишком высушены Это уже все Это уже ГМО Если написано Ф1 Это гибрид Он максимум 1-2 В сходы Дает Кстати Насчет Селекции Знаете почему На 2-е А как правило 3-е поколение Все это Последнее поколение Больше поколение Не дает Что у человека Что у растений У животных Знаете почему Останавливается Где-то Производство Знаете почему Эзотерика Какие страны 50-20 Не Не Все гораздо Сложнее Останавливается На уровне Эзотерики Поэтому Говорю Что после Носки Я сразу Следующим Этап Эзотерика Вы Воплотились Чтобы Вы Воплотились Поработали Ваши родители И все Предки Чтобы В вашем Ребенке Воплотился Ваш Предок А мы Рождаемся В одном И том Же Роду Почему Фантомная Эфирная Оболочка Должна Всегда Соответствовать Приблизительно Нашей Генетике Мы Не Можем Родиться В другом Роду Чтобы Мы Воплотились Наши Папа Мамы Поработали Теперь Вы Воплотился Наш Ребенок В этом Ребенке Воплотилась Ребенок Вы Раз Два Три Четыре В этом Ребенке Воплотился Прапрабабушка Прапрадедушка Потому Что мы Живем В одном Воплощении 192 Года Вот Воплотился Сюда Вот И смотрите Если Вы Не Родили Ребенка Вашим Предкам Некуда Воплощаться Представляете Какой Это Ужас И они Зависли В Астрале Почему Пока Не Перезагрузить Систему Либо Их Не Отправят Другой Родовой Грегор Или Что Там Еще Многое Другое Вот Смотрите Вы Скрестились Крови Квадратные У других Народов Треугольные Не Будут Сывать Знаете Кто Вот Смотрите Славянин Объединился Сне Сне Славянина Фантомная Генетика Разная Рождается Ну Допустим Какой-то Ромбик Кружок Ромбик Родился Именно Такой Искажен Ну Допустим Такой Разный Вот Ромбик Родился У этого Ромбика Продолжение Практически Нет Максимум Одно Поколение Два Почему Предков Некуда Вот Этот Предок Он Куда Воплотиться В ромбик Он Не Соответствует Форму Другая Все Он Не Соответствует Поэтому Дальше Продолжение Уже Не Будет Максимум Третье Поколение Род закрывается И Здесь Начинается В Нумерологии Выпадает Четвертом Числе Знак Закрытия Рода Все Больше Продолжение То же Самое В селекции Вы Им некуда Воплощаться Предка Этого растения Некуда Воплотиться Это Очень опасно Это По Александру Как считать Шестерка По Александру Да Все верно Но там еще есть Некоторые Мяс Можете Смотреть Лекцию 16 марта Если Родились 1-9 числа 100% энергия Вы Продолжение Смело Да А Ну Там Будете Знать 100% энергия Соответственно В прошлом Площении На 100% Вкратил Свои Задачи Его Шестерка Не Работает Там Еще Шестерка И десятка Десятка Это Знак Орпухолевозабревания Как Алкология Если У вас Уже Пошли Десятые Числа 20-30 числа Чем Старше Тем Шестерка Больше Сработает Там Тоже Есть Некоторые Нюансы Поэтому Я Пифагора Преподаю Рому Столько Сколько Дальше Потому Что Здесь Вы Можете Изучить Здесь Продолжение Рода Не Бывает Когда Еще Не Бывает Продолжение Рода Эко Что Такое Эко Никто Вам Не Скажет Кроме Настоящих Истинных Врачей Лекарей Я Еще Об Эко Это 100% Онкология Головного Мозга У мамы Максимум 11 лет Живет Мама Это Максимум После Рождения Ребенка Посмотрите Статистику Очень Много Гормонов Гормонов Колят Огромное Количество Гормонов Гормонов Очень Любят Грибочки Иммунитет Гасится Грибочки Расцветают Как Правило В течение 2-3 лет Уже Проявляется Это Болячка Это 100% Смертность Все Эко Но Страшно Это Другое Когда Девушки Не Дают Ребенка По Разным Причинам Мерлогия Не Просматривается Нельзя Бог Дал Есть Ребенок Не Дал Не Должно Быть Значит Сконцентрируйся На Другой Цели Можно Ухаживать С Другими Детьми И Еще Так Сильно Хочется Откуда Она Может Знать Откуда Щенок Может Зваться Да Ну Не Получается Никак Нормально Нормально Можете В природном А Если Уже Идет Мышать Это Нормально Детей Не У Матричных Близнецов Нет Детей Почему Они Близнецы Можно Рассчитать Ребенка И Увидеть Кто К нам Пришел Прадедушка Прадедушка Можно 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 Когда Чай родовой Играет Человек Я даже Говорю Ваша Фамилия Но Да Не Моя Все Что Знаешь Не Соответствует Родовой Грегор Его Энергетике Буквы Меняют Получается Но Если Мы Знаем Про Прадедуши Кем Они Были Что Мы Можем Узнать Что Это Он Пришел Конечно Это Можно Сделать И Иногда Человек Чувствует Допустим Близкие Ушли Ближайшие Близкие Ушли И Чувствуется Что Их Присутствие Есть Почему 192 Года Мы Еще Живем В следующий раз Плюс 192 Года Еще 192 Да Ушли Ушли Раньше Вы Еще Пока В Астралии Поэтому Предки И Взаимодействуют С нами Мы Их Ощущаем Потом Все Воплотились Пошли Дальше 192 Года Ни Раньше Никак Нет У нас На матрицу Уделяется 10 тысяч Лет Почему Опять Генетика Все Наука Оттуда Все Вышли Мы Оттуда И Выгиб Вот 10 тысяч Живет Молекула ДНТ Хранит Информацию Позже 10 тысяч Лет Она Разлагается Теперь Задам Вопрос Луис и Мэри Ники Нашли Пятикантр Австралопитека Прошу Прощения Которому 2 миллиона Лет Это Правильная Информация Нет Когда Делают Позже Углеродный Анализ Обнаружили Что Ему Как раз Не 2 миллиона А всего Лишь 2 тысячи Лет 10 тысяч Лет Все Молекула Распадается Она не хранит Больше никакой Информации Почему Потому что Нам на земле Выделяет срок Только 10 тысяч Лет Вспоминаем 52 раза Делится Клетка Вот и делим На 52 Образуем 192 Вот она 192 года На одно Из воплощений Соответственно Считайте Когда родились В прошлом воплощении Ваш год рождения Минус 192 Очень просто Хотите узнать Водорост Вашей души Вы должны По матрице По книге Определить Ваш код У меня 40-ой Код Я не ретрограмм То есть У меня сейчас 40-ой год Только начался Только начался 39 умножаем на 192 Вот красу Мама не горит 8 тысяч 7 тысяч 488 лет На момент рождения Отсюда Вы деток Воспитываете Сюси Пуся Я взрослый Или наоборот Ребенок Общается с мамой Папой По-моему Они что-то Не понимают Вот Это истинный Водорост Человек Извините Еще раз 39 Это что-то Дорога Это код Я не ретрограмм Я не пришла С другого кода Я прям так Пока иду Планочку 40-ой год Это код Мага Соответственно 40-ой год У меня только начался Знаете как 21-й век Он же еще не весь Он только начался То есть полных лет Мне 39 39 умножаем на 122 7488 лет Вот и все А ученые Кстати Петр Петрович Галяев Это доказывает Что мы в одном Воплощении Способны жить Без вирусов Бактерий Грибков И паразитов Привязательно 200 лет Вот оно Ваше Привязательно 200 лет Если вы Я проработала Уже свою 40-ую позицию И уже Дошла до 46-ой позиции Больше я знаю Какие должны быть Соответственно Продолжительная жизнь Увеличивается Вот и все Отсюда Выбежи намного Моложе своих лет И чем больше Вы будете Прохранить по матрице Тем выше шансы Что вы будете Жить дольше Если вы глухо Не идете В противоположную сторону Вас Перезагружают На новое Воплощение Архангел Без Это бес Тело Дьявол Ну я уже сказала Это вымышленный персонаж А демон Это дема Противоположность Человека То есть это Рептилоиды Аннумаки Все пришельцы Они противоположны нам Вот отсюда Берется 192 гонок Все это Очень легко считается А если мы с вами Посмотрим на матрицу В целом В матрице Делается на 4 витка Первый виток Вот здесь Первое Воплощение на земле Это либо Чистокровный земля Либо Пришел с Венеры Здесь у нас 13 позиции Либо пришел с Венеры А еще бывают Те кто пришел С Марса Помните я говорила На Марсе Сверхтехнологии Управляют эфиром И так далее На Марсе Очень железистый грунт С Марса Приходят Индиго Все индиго Это воплощенные Ретроградные С Марса Души Их существует Три типа Воплощенный Бес Воплощенный Ангел И воплощенный Марсиан Чаще всего Приходят Марсиан Они очень любят Яблоки Почему? Железистый грунт На Марсе Они плохо Говорят на нашем языке Долго учатся Почему? Там другой язык Они не понимают Что такое деньги Они могут рисовать Рвать деньги Почему? У них нет денег Понимаете? У них совершенно У нас работает иммунитет У них работает Очень хорошо Иммунная система Они могут погибнуть От любой таблетки Они могут погибнуть От Кока-Колу Выпив один раз Кока-Колу Аллергии страшенны Там все натурально А здесь нет Они не привыкли к этому Дети Индиго Общаются с животными Телепатически Поэтому они мяукают Крякают Что такое делают Они все время Не отходят Вы можете спросить А почему ты так долго Сидишь рядом с собачкой У них животик болит Ты откуда это узнал? Индиго Он знает Они знают Что люди могут Способны к левитации Они очень умные Почему? Они уже всю матрицу Земли прошли Они уже на 10 тысяч лет Старше вас Кто будет вашим учитель? Индиго Есть еще хранители Хранители переходной формы Между человеком И Индиго В книге В книге В книге А также на семинаре Мы учимся рассчитывать хранителей Ну Скажу вам Кот Психоматрица Пифагор Нижняя строка Если у вас во втором числе Получилось 11 А в четвертом 9 Поставить строгое сочетание Это хранитель Хранитель переходной формы У них очень высокая сенсорика То есть эти люди Которые живут Ну их род уже живет Больше 100 тысяч лет У нас было первое нашествие В районе 110 тысяч лет назад Последние 40 тысяч лет назад И на них На их молекул ДНК Записали информацию И по роду она передается Они хранят информацию О Вселенной О других планетах О других языках Этого хранителя нужно обнаружить И раскодировать Чтобы он вспомнил кто он Как Нео Вспомнил И тогда он Начнет обучать людей Которые его окружают Книгу он читает По диагонали А зачем ему Он просто берет Он ее видит Как Джон говорит Она становится как голограмма Она скрывает книгу И она с голограммой Выходит наружу Почему знаю? Я хранитель Поэтому я все это понимаю Что касается Ну хранителя можно развить Не обязательно родиться Если вы начинаете развивать Своё ментальное тело Астральное тело С другими тела Первое что вы видите Вас вводят в библиотеку Код хранителя Открывается через библиотеку Сказать да? Да У многих может Такой сон песни Поэтому должны понимать Что это значит В библиотеке Много-много стеллажей Огромное количество книг Пыльных Разных Больших Толстых Маленьких Разных Они все лежат В беспорядке Вас приводят в библиотеку И говорят Разложите книги По полочкам Вы начинаете Помните как в Китае Рисинки разложить Потом я начинаю тебя учить Здесь то же самое Вы начинаете раскладывать Мне на это ушло Три дня Три ночи Я разложила книги Приходит опять Мой покровитель И говорит Ох Отлично Замечательно Вот теперь Ты готова Чтобы я открыла тебе Следующую дверь Он открывает Следующую дверь А там школы В Астрале Огромное количество Школы Институтов Вы будете проходить Из одного урока В другой Я один раз застряла Из-за кабинета биологии Он говорит Тебе еще рано Поэтому я не могу Глубоко эту тему раскрывать Пока еще не знаю полностью Все Соответственно Властелин колец Фильг Когда вы получаете Там не Не студенческие книжки Да Там кольца Проходя уровень Вы получаете кольцо И когда вы увидите Человека в астрале Если у него есть кольца Он уже прошел Определенный уровень Так что Этот Властелин колец Тоже очень интересный Мудрый фильм Хранители Они получают информацию Напрямую Через веру Помните я вам присовала Вера Это когда Покровитель к вам приходит Начинает вас обучать Но если вы не готовы Вот эта библиотека Это ваше знание Поэтому они в беспорядке Пока вы не станете Метафизиком И не научитесь Задавать вопросы Вот я даже Морологию рассчитываю Человека Так у нее это число Получилось Почему Постоянно У меня почему Это постоянно Ага В другой методике Вот отсюда Пришло это число А для чего А вот для этого И начинается диалог Сам собой Самый умный Разговор Это разговор Сам собой Самый полезный А нам говорят что Это признак Нурочины Наоборот Вы должны С собой А с кем Вам еще разговаривать Кроме Это ваша душа Это ваша душа Вы с ней разговариваете Ваша душа Это ваш ангел Вы через него Обучаете информацию Вот она матрица На каждом витке 13 воплощений Вот она 13 воплощений На каждом воплощении Своя программа Вот вы идя по матрице Уйдете по улице Бедно одетый Московский житель У нас вот так называется Соответственно Человек без дома Вот он лежит У него там свои вопросы Может быть чуть-чуть Не треск И вы начинаете его осуждать Почему этого делать нельзя Категорически А почему Знаете это выражение Потому что Каждый из нас Проходя по матрице Будет этим Пожалуйста Каждый из вас будет Ученым Эзотериком Каждый из вас будет Водителем Официантом Все мы все пройдем Многодетную маму Будем терять детей На девятой строке Девятая строка Это самая сложная строка Потому что мы на девятой строке Теряем близких людей Мы многие болеют Самый страшный Сложный код 45 Самый страшный Ну кто знает матрицу Соответствует шестерке пик Почему 45-й код Это Совокупность всего сложного Что может быть На 45-м код Болезни Утрата близких Потеря бизнеса Потеря работы Все Все в одну кучу Почему Они должны разобраться Как выйти С той или иной ситуации Ну Если хотите Скажу даты рождения людей Рожденных под 45-м кодом Вдруг кто-то из вас Есть Под этим кодом Десятый Тридцать шестой Вы уже знаете Не знаю Еще от тридцать шестой Слички посмотрели Дата рождения людей По 45-м кодом 8 января 6 февраля 4 марта И 2 апреля Нету? Слава Богу Все хорошо Внешняя обердка Хотим Такой В Китае Сейчас 4600 500 или 600 В Таиланде 2500 Если у Петра I 7542 Если вы прошли Все 13 позиций Не осуждайте Никогда Пройдет время И вы будете Проходить тот же Жизненный опыт Почему он остался Без дома? Очень просто Наши предки Передавали Обязательно Передавали Наследство А мы перестали У нас бабушки Звонят Кому из внуков Не передать Наследство Может Мы ваше государство Оставили А я объясняю Что вы должны Оставить наследство Почему? Вы воплощаетесь В одном и том же Родок Вот у вас есть Кошелек Вы его передали Внуку Не важно Сыну Внуку Не важно Внук передал своим И когда вы Воплотитесь На четвертое воплощение От вас У вас будет имущество Если вы ничего Не оставили Это не приумножится И вы родитесь Без денег И без дома Вот и все Ну в богатом государстве Немного захваченном А как свою роту Уребить? Усилить? В каком смысле усилить? Ну в прямом Если например На тебе функции Лежат Усилиние рот У каждого Рода Есть свой некий Ну как эгрегор Источник энергии То есть наработанный опыт Поэтому раньше были ремесла И если вы знаете Этот код А мы на первом курсе В общем все его считать Вы знаете Какие задачи И какие таланты В этом роду Есть дворянский род Покажу один пример Покажу один пример Халдейская школа Меморология Знаете да Таблицы есть По Халдейской школе? Нет Смотрите От одного Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Пишите цифровой ряд У вас русская буквица Да здесь? Или у вас свои? Русская Русская Вот и пишите А В В Г Д Е Ю Обязательно Разные буквы Да Ж З И Фратка И так далее Все А Д Вот Рода не пошла Ставцы Если вы просуммировали У вас получилось Эта школа Махалдейская Ставная Меморология Получилось 23 Делайте Минус 22 Пока вы не попадете Одиного В отгусте Братимя Фамилия Отчество? Только Фамилия Фамилия Только Это же родовое Двадцатый Если у вас получила Минусадка Это дворянский род Получилось Пятнашка Колдовский род Какой бы Колдовский род Пятерка Жреческий род Самый Гревний род Жреческий Ну там Ази Шестерка Шестерка Это Опять-таки По мужской Ли Пожанской Лени Но это мы будем считать Там есть Немас А что значит По мужской Ну у нас У нас Помните Мама Шипов Есть Мужская Ли Фамилия А есть Женская Нет Девочек 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 У вас есть в роду Мужчины И женщины Девочек Как у Пушки А у нас Девочек Это дворянский род Теперь смотрите Когда Петр Первый приехал Вот тот Петр Первый Который поехал в Нидерланды Это настоящий Петр Первый Тот кто вернулся потом Из Голландии Это уже не Петр Первый Это долгая история Долгая история сейчас не об этом Так вот Что он сделал Ну там жену выслал Так далее Там все купил Понятно Дорог дать что Другое интересное Он что сделал Первым делом Он убрал Твердый знак Твердый знак Твердый знак Соответствует Единице Смотрите Гениальность Нумерологии Жалко Ушает матрица Ну ладно Приехали кто? Иностранцы Иностранные роды У иностранного рода Двадцать Первый Аркан Уберите из этого Аркана Твердый знак Получаете что? Двадцатый И они автоматически Вошли в двадцатку Видите? Просто одной буквой Представьте какие Сильные масоны были Одной буквой Они уничтожили А те кто был В букве Твердый знак Наши родовые У них получился что? Девятнадцатый Чемоверники Служители Кому? На стране Не оставалось Чтобы всего такого не было Валдейской школе Очень красиво Да Ну ладно В общем короче У нас есть Могу рассказать Есть витки Здесь 13 позиций Если мы полностью проходим первый виток А это любовь Мы учимся любить Почему мы попадаем на первый виток Под эту программу Иметь любить? Почему? Мы же приходим с Венерой Мы просто доздаем некоторые экзамены Проходим еще чуть-чуть Если мы пройдя 13 позиций Матрицы Допускаем Продолжаем допускать ошибки То на следующем виток Мы переходим С проблемой Сердечно-сосудистой системы Отсюда рождаются дети С пороком сердца С дефектами крови Ну и многое другое Почему? Неправильно проработан первый виток Попадаем на Второй виток Он соответствует В классической матрице Стрифовый мастик Попадаем с четырех стопов А с шеструю позицию И опять прорабатываем Здесь мы должны получать знания На семинары приходят в основном На втором витке Уже обратили внимание На втором витке Если вы здесь плохо проработаете Не будете делиться знаниями То вы переходите На следующий виток С дефектом Нервной системы Работы головного мозга Если здесь не проработали Здесь все плюсуется Дальше переходите в матрице Третий виток Соответственно в новой масте Все начинается На семинаре позиции И заканчивается На тридцать девятой позиции Вот попали сюда И еще 13 воплощений Только здесь По правильной матрице Которую создавал Прометей Мы должны были что делать? Производить материю Интеллектуальную Физическую Но материю А нас переведена На материальный план И сейчас На уже прям с первой Позиции Люди начинают создавать бизнес Крутить деньги Зарабатывать Что-то еще такое Вот они все Все прорабатывают Если они ошибаются Инвалиды Ну здесь уже да Переходят на следующий Четвертый виток Переходят с дефектом Опорно-двигательного аппарата Всевозможные варианты Допустим суставы Допустим суставы Одна нога Короче Какие-то децепои Голова Так все что угодно Да, все что угодно Все, что с косяном И вот, соответственно Последний итог Соответственно Пековой масти Я вот здесь Еще целый путь Все впереди Два воплощения Вот Конец матрицы Соответственно Уже здесь На Пековой масти Наша основная задача Делиться творчеством Творчество Это может быть и наука Что такое творчество Это сотворять свою идею Своё мировоззрение И передавать другим людям Поэтому это может быть Либо искусство Либо наука Что хотите Пожалуйста Книги Пожалуйста Царьковка Вообще-то он писатель Это все еще только по фамилии Цифра фамилии Нет, это матричные коды Ну вот вы открываете кунду Допустим Какая у вас дата 19 сентября Ну вот там Сейчас И вот эти четыре витка Они соответствуют Четырем законам мироздания То есть первый закон Закон любви 18-й код у вас Второй справедливости идет Сейчас секунду 28 марта Сейчас Март это сильный Так 28 марта 21-й А 23-й 14 марта Сейчас секунду 14-й марта 35-й код 21-й 28-й код А 31-й января Вам бизнес нужно иметь Что? 7-й марта 7-й марта 42-й код А 31-й января 31-й января 22-й А каждая страница, пожалуйста 140-я Тут два варианта Либо вы по такой таблице определяете Здесь все коды вместе Либо вот смотрите Здесь открываются Там они уже порасписаны Кода, допустим А будете май И число 26-й май Посмотрите 26-й май 19-й код 19-й код Это, между прочим Что-то вроде знака Иисуса Христа Это самый жертвенный код Самый жертвенный Это значит, что надо жертвовать Но в пределах разумного В своем близком окружении Это код миротворца 21-й код В книге все описано так вообще Потому что все равно Вы это не запомните Там расписано Что, какие задачи Какие уроки 20-й код Это код духовника 21-й Это успех По знанию То есть вам дают Хороших Я не помню кто Вы 21-й Дают хороших учителей Вам не надо долго искать Вы просто захотели И вам дали Этого учителя Но надо взять знания Духовник это человек Который отвлекается От материальных ценностей Чем больше вы будете гнаться За материальными ценностями Тем больше у вас будет По жизни бить Почему? Вы должны духовность Людям передавать Без корызла Немножко сложный код Еще какие вопросы 36-й 13-й код 1-го сентября 1-го сентября 36-й код Но здесь идет Удача в финансовых вопросах Здесь некоторый нюанс Третий виток Да, третий виток Он подразумевает На более поздних кодах Как у вас Уже делиться Финансовая Но надо выбрать кому Не всем Лучше всего детям Вы чуть-чуть поделились Вам дали Смотрите У вас Белорусские рубли Вот у вас осталось Миллион рублей Да, миллион Миллиарды Последний миллион Все Больше нет Никакого миллиона А вам завтра Нужен миллиард На что-то заплатить Чтобы вам пришел Завтра миллиард Вы должны этот миллион До копейки Отдать Любому близкому человеку Бескорыстно Не спрашивая Через жертву Просто так Но вы должны понимать Что этот человек Он должен на правильные нужды То есть изначально Он правильно живет Он потратит на нужные вещи Тогда вам завтра придет контракт Или какой-то Не знаю Это касается 33-го Нет Это вообще третий виток После 35-го кода Уже пошли немножко жертвенные знаки 35-й код по-моему Это очень сложный код Очень много потерь денег Вы должны приучить себя к тому Что деньги это вода Вот кстати В китайской школе нумерологии Финансовые потоки Они соответствуют Единице И это же стихия воды Видите как красиво Какое? 10-й июня 10-й июня 20-й июня 33-й код 13-й июня Тоже духовный код Только по финансам То есть вы должны деньги Вкладывать в духовность Например у вас ребенок есть Вы можете на что потратить На одежду А можете на образование Тратьте на образование Вам деньги дадут Вообще После игры 35 Но 33-й тоже чуть захватывает Вам деньги дают На что? Люди считают Деньги дают Да не для меня Деньги дают На Пока у вас не появится идея Куда потратить деньги Деньги вам не дадут Должна быть цель Почему нужно ставить цель? Знаете? Закон свободы воли Ваш ангел Будет исполнять ваши желания Если вы ему скажете Что исполняешь? А если это материальная цель? Ну приобрести что-то Приобрести что-то для чего? Для чего? Есть такое направление в психиатрии Называется нейротрансфорт Слышали? Чтобы вы распрутили конечную цель Должны все обязательно просто Для чего? Для чего? Вот допустим Вы хотите купить машину Для чего? Чтобы ездить на дачу Для чего? Чтобы выращивать правильные продукты Значит какая ваша цель? Выращивать правильные продукты Это нейротрансфорт И упадет на лопата Сколько за жизнь Можно пройти Сколько угодно Смотрите В конце каждого раздела Вот допустим Двенадцатый открыл Вот написано Урок Кода Все Отключено Если вы исполните этот урок Вы автоматически переходите На следующий Следующий по счету Переходите Да? Да Подразумевает аккуратность Усполнения своей задачи Поскольку может стать Трамплин и эволюцию души Или наоборот Еще больше осложнить путь Очень важно в этом коде Научиться видеть Скрытые таланты И цели человека Чтобы направить его На истинный путь Раскрыть его миссию И потенциал Это то, что вы должны делать То есть я помогаю кому-то Разваться Да Смотрите Есть презумпция У юриспруденции Я просто еще и юриспообразовала Есть презумпция Вот есть одна глобальная презумпция Эзотерики Что у каждого человека Есть талант Вот его нужно расположить Это ваша задача Увидеть талант В другом человеке И вдохновить его Этот талант раскрыть Все Сложно? Нет? А как вы знаете, что человек Прошел на следующий пункт? Или там Это ощущается пусто Полностью меняется Все окружение Полностью меняется Потому что войдя в другую матрицу Там другие знаки Вот смотрите Вот это у нас переезды С чем угодно У вас все меняется Вот смотрите Вот допустим Пятая строка в матрице Это уже переезды Люди очень беспокойны Обычно я когда их консультирую Я спрашиваю Вы сегодня где? В какой стране? Я в Италии А вы готовьтесь Через два года Вы будете там в Германии Или еще где-нибудь Почему? Они больше двух лет На одном месте не живут Они очень суетные Почему им нужно узнавать Другие страны Другие народности И так далее Очень суетные Шестерки вообще кармические Ну и так далее Вопрос был задан Как вы знаете Что человек На следующем Или на назад Или вперед Рожден Допустим Любое число Ну в пятнадцатом ходим Нет Десятая Десятая И управляется Планетой Солнца Поведическим мировым Солнцем Десятая Потому что Одинница Вокруг вас Ходят люди У кого-то Может быть Пятнадцатый Дат рождения Соответствует Венере У кого-то Допустим Тридцар Соответствует Юпитеру Соответствует Юпитеру Вы центр Этой Вселенной Почему раньше В культуре Ведической И древней мифологии Говорили Что Земля Центр Нашей Солнечной Системы Другой подход Это точно так же Как с тремя китами Помните То же самое здесь Человек является Центром Своей микрозвездной Системы Эти планеты Это люди Они вращаются Вокруг него Поэтому Когда я консультирую Я осматриваю Человека И 10 человек И 10 человек Из его окружения Это планеты Вокруг которого Которые Вращаются Вокруг него Они влияют На него На его жизнь И судьбу Будущее Многовариантно Оно зависит Только от одного От вашего окружения Когда вы Из этого кода Вы условно Входите в другой Код Допустим Следующий Код Предположим Один Вот эти планеты Они вибрации Ваши не соответствуют Другая гравитация Условно говоря Они все Они плыли И вам приходят Другие планеты Здесь может Прийти Марс Допустим Здесь может Вам прийти Пусть тот же Витера Или раку Может прийти Понимаете Меняется энергетика У каждого кода Своя программа Если вы были На четвертом коде Это стабильность Все должно быть В вашей жизни Однообразно Заболочено А вы переходите На следующую позицию Это пятая строка А там переезд За границу И вас вынудит Уехать за границу На работу В личную жизнь Болезнь Все что угодно Вас вынудит Почему Матрица там Другая И когда вы будете Путешествовать По матрице Вы будете Резко ощущать Переход на другой код Это очень резко Особенно Когда вы знаете Программу Что там Драпивничка А назад Можно Переход Может Нет Нет Ретрограмма Когда Переход Назад Вы можете Уйти Только в следующем Воплощении Вот здесь Ошиблись Ошибнические Узили Кармические Узили Да Вас может Откинуть назад Но мы будем Учитывать ошибки Прошло воплощения И вы будете Каждый Задут Кто будет На семинар Каждый Раз будет знать Какую конкретно Вы совершили ошибку Там видны Убийства 192 года назад Да Видны убийства Видны аборты Видны кражи Видны нарушения Закона Разнообразие В одно воплощение Человек По матрице Может пройти Несколько Но вперед Кодов Да Несколько Кодов Вперед Может Это значит Что он проработал Например Десятый год И пошел в один А может Прийти еще в двенадцатый В тринадцатый Сэкономил Жизнь то есть Он не сэкономил Устоит задача Вот у вас В этом году Стоит задача Закончить Первый класс Школы А вы решили Взять и сдать В полность экстренную Да Вы переходите Во второй класс Все Идете дальше Продолжитель жизни увеличивается Вот этот десятый год Распределяет Продолжитель жизни увеличивается Человек молодеет Почему Продляется Количество лет Вот и все И когда переезжает В другую страну Получается Меняется матрица Вы сказали Меняется матрица Конкретно Для данного человека Вся система Это такое слово Матрица Она естественно Не меняется Выпадает в одну ячейку Мы тоже часто спрашивают Почему Воплощение Зависит от Дня и месяца рождения Ну во-первых Солярность Принцип Солярность Это раз Во-вторых Если мы посмотрим Матрица выглядит Это вот такое колесо Это вот такое колесо Вы заходите Вы заходите с первого кода Вот здесь Ну как бы Это же плоскость Вот отсюда зашли И идете по матрице Вот так Соответственно Каждый последующий код Я рисую в плоскости Они как линии На самом деле Каждый последующий То есть здесь 13-й А за ним следом Идет 14-й Вы не можете Вот так перескочить Вы должны идти Только последовательно Но если вы Ретроградный То есть вы изначально Пришли там С некоторых кодов Отсюда пришли сюда Вы прорабатываете Этот урок И возвращаетесь На свой код И идете дальше Вперед На семинаре Мы учимся считать Ретроградный код Поэтому возраст Вашей души Может быть Значительно старше Того что Получилось Но это только для тех Кто посещает семинары Такой бонус Книги мы это будем А мы и там знаем Кто будет на семинары Будет это определять Определяется очень легко Вот Но это уже более точно Почему так Есть система Называется матрица Я уже про нее рассказывала Там не цифры Не числа Там карты Помните Я вам писала Червый, трехбых Бубны, пики Там карты В чем нюанс Почему прогностика не точная У нас одна Наша студентка Ну клиентка точнее Я ей говорю У вас будет то-то-то В следующем году А у нее буквально Две недели осталось До ее следующего года Она говорит Я всю жизнь занимаюсь матрицей Что ты мне тут рассказываешь Я говорю Ну дело ваше А там онкология Дело ваше Через две недели звонит Обнаружили онкологию Где вы это взяли Объясняю Если человек был на этом коде Если человек был на этом коде А его отправили на этот код Он в цепке Он одновременно живет Двумя кодами Трактовка должна быть И так И так А те, кто изучает просто матрицу Они не знают ретроградного года Они трактуют вот так А здесь нет онкологии Живи радостью жизни Но бывают периоды Когда с одного кода Конкретный год Вы перескакиваете в эту матрицу И считаете прогностику По этой матрице А специалисты эти не владеют Только наши студенты И есть пути Как уйти Например от той онкологии Что должен Вопрос кармы Если пришел Все лечится Карма Это кармическая болезнь За то, что вы что-то не делаете А если наградили То есть даже продлили жизнь Значит для чего-то Значит вы правильный путь выбрали Смотрите Карма Это когда вас хотят Ну перезапустить Скажем так Либо Архайда иногда дает Эту болезнь Чтобы человек начал думать У кого 11, друг 2 Я говорю 12, друг 3 16, друг 5 Вот это Прям все Получите, распишитесь Десятка в четвертом числе В психоматрице Получите, распишитесь Для чего так дано Вы должны встать на свой путь Если вы не встаете Вы им не нужны Там все очень строго Это игра не бес А с бесом еще договориться Как только вы начинаете Правильно двигаться Вам восстанавливают Все, что вы потратили Когда вы Идете по матрице Правильно Вы просто загадываете Желание И они исполняются Вы не верите А я вам говорю 21 день И вы встаете на свой путь Что такое карма? Ну кара еще мая Я ее трактую немножко по-другому Кар и ма Ма это земля Каа матушка Каа это душа Вот допустим в Таиланде Когда мы говорим Не здравствуй те Мы говорим Каа в конце Это означает Что мы с душой Как бы с добротой Каа это душа Каа это душа Ре ретроградно Нама Землю Душа возвращающая на землю За счет чего? Программы кармы Карма это шрамы Шрамы на теле Их стереть нельзя Они нужны Почему? Потому что через эти шрамы Мы вспоминаем О своих ошибках А шрамы Знаете да Такое слово? Это места В которых открывают Наши шрамы Нам говорят они Они стирают их Ластиком за 300 долларов И мы должны это помнить Если у нас убрать эти шрамы Мы будем продолжать ошибаться Это большая благость Прометея Что нам дал эту карму Если вы обожглись Вы больше никогда не обожжетесь Потому что вы помните об этом Когда мы находимся в Астралии Мы ждем следующего воплощения Наш Архангел с нами работает Он нам рассказывает Помните фильм Махабхарта? Помните его убили И он попал И он начинает По полочкам расклад И то-то-то-то-то Сделал неправильно У нас то же самое происходит С нами в Астралии Нам объясняют Что мы сделали так Как работает карма? Карма бывает положительно-отрицательной Положительная карма Вытягивает человека Из турбулентного течения Наша задача Просчитать и сказать Ваша положительная карма такая Действуй Там есть некие пороги Называются точки препятствия Мы их изучаем в первом цикле То есть основная наша задача Распознать ошибку прошлого воплощения И точку препятствия Снимаем И человек живет хорошо Не снимаем Начинаем уже бороться с его кармой Как только он переходит На отрицательное значение Первое с чем начинается Это ошибка прошлого воплощения Она есть у всех Раз мы здесь Соответственно Если мы допускаем ошибку Прошлого воплощения А задачу беса Искусить На то что мы ее допустили Задача ангела Не допустить Как только вы допускаете Свою личную ошибку прошлого воплощения В этот момент Запускается цикл Отрицательный камень Вы уже попали В турбулентное движение Дальше Обрыв Водопад Все Вы можете упасть Оборваться в вашей жизни Когда Видно по графикам Когда обрывается жизнь Человек Это второй правый курс Вот вы попали В турбулентное движение Ваш ангел Еще может вам кинуть Веточку Чтобы вы спаслись Чтобы вы спаслись Вы должны Второй пункт Не допускать Кармических черт характера Это те черты Которые были Свойственны Вашей душе В прошлом воплощении Если вы допускаете Следующий этап Обратка кармы Вас ставят В точно такую же ситуацию Которая была В прошлом воплощении Помните фильм Адвокат дьявола День садвокат дьявола Помните Его поставили В ту же ситуацию Он опять допустил ошибку Все то же самое Как только вы допускаете Эту ошибку Все Событийный план А здесь Конкретный список Получите, распишитесь Прямо четко Что, где, когда Зачем, почем Все будет Там вплоть до смерти Неожиданно Там все что угодно Может быть Конкретный год Конкретный день Рассчитывается Когда это произойдет Когда будет карма Особенно семена Есть по графикам Когда карма уже уходит Ну там много что интересного Как только вы уже все это Запустили во всю эту сферу Уже все Пошла онкология Допустим Да у человека Самый важный аспект Это задача воплощения Как только Архангель Заинтересован в этом человеке Он останавливает карму Ангел У него нет таких полномочий Он слишком слаб Он стажер А Архангел Остановить может Но он должен что? Он должен увидеть Что вы это заслуживаете Желание Вот даже Кстати я не рассказала Про астральный план Меркурия Рассказать Это очень интересно Там помните Три слоя На самом низшем слое Живут пленники ада Они туда попадают И миллиарды Триллионы лет Их жарят на сковородках Вот прям все Как описано В священном писании Они там жарятся До тех пор Пока не начнут понимать Что физическое тело Не так важно То все таки наверное стоит задумываться О духовном пути Как только эта мысль промелькнула Они попадают на второй план На втором плане День сурка Они живут один день Это искусственно созданная программа Которая моделирует тот самый день Когда человек ошибся Вот как раз день сурка Тот же самый день Если он опять ошибается Он попадает на первый слой И опять его жарят туда-сюда Если он хотя бы один раз скажет Нет я не поддам все искушения Я буду жить правильно И вот паралет на самый верхний план Третий слой Астральный план у Меркурия Это души которые ждут уже перезапуска матрицы Они смотрят Они смотрят высока на все Есть чистилища Есть у Платона Дневники Я все время в школе читала Он написал Его поместили в пирамиду Там очень интересный обряд был Он написал Что когда он вышел в астрал Он попал в астральный план Меркурия И он увидел вот эти души Которые сидят на облаке И он видел как они вытягивают свои хоботы Так интересно написано Вытягивают хоботы И вырывают души из тела И заселяются в них Бывает подселение Достаточно часто Особенно когда клинические смерти Потом возвращается душа Все Ваша душа уже ушла А то что поселилось Это игре Какой-нибудь хищник Или там что-то такое Да Они поселяются Поэтому форма тела меняется Голос меняется Много что меняется у человека Мировоззрение Планы, цели Многое меняется Это те души Которые Помните Квадратная треугольная кровь С румбиком Вот они как раз в этот период Могут заселиться Часто меня спрашивают Ну как же так Бывает же такое Что человек воплотился И он помнит Очень хорошо помнит Что буквально там Несколько месяцев назад Он погиб в автокатастрофе Он прям приводит Показывает Вот мои родители Вот это все Бывает такое Это как раз и есть Игры реальной души Они могут воплотиться Но они не эволюционируют Эволюционируют только Это те души Которые идут Через пятимерный кристалл Они каждый раз просачиваются Подходит энергетик Не подходит Возвращают Подходит Не подходит Вас никто не будет держать 52 воплощения на земле Если вы с своей программой справились Вы отдали там Какие-то знания Которые у вас есть Таланты свои раскрыли Дошли до уровня хранителя Хранители в следующем воплощении Воплощаются На Марсе Зачем вас держать Никому это не нужно Так Есть еще у вас какие-то вопросы Малиндук? Есть В последний год С прошлого лета В определенных слоях Духовных слоях Есть люди Которые там Медитируют Достигая чего-то И вот Общими стараниями Было спущено Я знаю Что есть информация Про восьмую ноту Ра То есть Понятно Что это и Восьмой слой Соответственно На этих планетах Вот Ваши знания Которые вы даете Они вообще Подразумевают Обновление какое-то Или Они вот такие Скажем так Скажем так На самом деле Есть помимо индика Есть еще Кристаллические Янтарные Другие детки На самом деле Спектров не семь Их 144 И 144 Типа крови Поэтому Восьмое то что они Или восьмую ноту Это еще мы Открывать и открывать Еще понятно Просто наша Сентролика То есть наша вибрация Она настроена только на семь нот И на семь типов вибраций На семь типов материи И так далее Матрица перезапускается Но ее перезапустить может кто? Только создатель Только сверхвышь ангел Когда? В тот самый день Когда была допущена ошибка Теперь вспоминаем пирамиды Помните там стоит лев Сфикс Он настроен на что? На созвездие 2 Правильно У нас сейчас Я не помню В книге прописали Отклонение произошло После последнего дневного периода У нас произошло небольшое отклонение оси И сейчас планета на самом деле падает Каждый год падает, падает, падает Ось падает Мы потом перевернемся Ну как обычно Переворачиваться планетой Соответственно Перезагружается система Когда? Когда проходит полный круг Вот у нас созвездия лева Нет, нет Созвездия лева Мы сейчас находимся где? Водолей Водолей Это только Заходим Да, мы только зашли Каждый по Сколько? 2000 2000 2000 Да, ну 2 с коем пищи Вот когда мы вернемся на лева Вот тогда матрица будет перезапущена Почему? Помните? Тот же самый день моделируется Я вот в книге привыкажу пример Ча купил билет Там не указан год Там указано, что вот 7 апреля Он должен войти в определенный поиск А он не вышел в 7 апреля Значит он будет ждать следующий год Когда будет 7 апреля Да, чтобы войти в этот поиск Поэтому все сейчас и ждут Ждать долго Ждать долго Ждать очень долго Итак, давайте, если не против Немножечко по нумерологии поучимся Можно определить кармические даты рождения Почему это? Кармические даты рождения Это даты, которые находятся под управлением В нескольких планет Вот в книге подробно написано Люди, рожденные 14-го числа Любого месяца Это кармическая дата рождения В прошлом воплощении Они злоупотребляли жадностью Поэтому в этом воплощении Их основная задача Побороть в себе чувство жадности Их будут ставить в ситуацию Когда они будут недодавать Эмоции, денег, впечатлений, любви И так далее Им нужно учиться смириться И принимать жизнь такая, какая она есть Довольствоваться тем, что есть Следующая дата Это 15-е Люди, рожденные 15-го числа В прошлом воплощении Либо злоупотребляли колдовством Либо обращались к колдунам И так далее Если у них лилит находится в Скорпионе Они злоупотребляли сексуальностью Могли быть даже преступления на этой почве Если лилит в Стрельце при 15-м аркане Это указывает на то, что они в прошлом воплощении Были руководители каких-то религиозных подразделений Есть особо кармические даты На 15-е это по-другому А только земля Еще раз, лилит Знаете, что такое лилит? Не в добрых целях Можно же и наговоры Опять-таки мироздания Вот смотрите, планета Земля Неважно, любая планета У лилит, в смысле, на орбите Земли В астральном плане Находится 4 дополнительных планеты Есть астрологи в группе? Астрологи Вы знаете о существовании лилит, селены, раху, кету Где находятся? Координаты дайте, пожалуйста Раху где находят? Кого? Раху Ну вот это раху вверху нарисовано Вот, вот Земля Помните, северный узел Северный узел Земли Это у нас раху Он еще там, по-моему, восходящий узел, да, называется? Он находится в Астралии Что? Четверки 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 Ну, 13 Не все четверки, только 13 Поэтому они воздействуют А так обычно получается, что астрологи берут, учитывают А где эта планета в космосе? Ее нету Ну да, это как называют эффективные планеты Да, она эффективна, потому что она в Астралии находится Но ее действительно существует Люди, которые занимаются астральными путешествиями, когда выходят на орбиту Земли, они видят эти планеты Я не голословно это говорю Кто будет этим заниматься, это тоже увидит Раху хранит всю положительную информацию о всех положительных чертах вашего характера О строгости, о смелости, о умении защитить, о умении подбодрить, найти таланты и так далее Это сильные волевые черты характера, без которых человек, к сожалению, не личность Дальше на южном узле находится у нас Кету Кету это как раз коварная планета, здесь весь негатив И когда бес с вами работает, он берет файлы с планеты Кету Ага, в прошлом воплощение не изменяли Прекрасно Создали, пожалуй, обстановочку, в которой вы можете опять что? Изменить Как только вы изменяете, запускается карма И дальше бес, это его ипостаси, он там действует в полном объеме Это Кету, южный узел Дальше у нас находится планета Лилит Лилит это планета темная, кармическая Темная планета Здесь записаны ваши отрицательные кармы А есть еще Силена Это планета, на которой записаны ваши положительные кармические события Ваши все положительные поступки в жизни Как интересно получается Вот смотрите, вы переходите на следующую планету Здесь Марс у нас Марс С этой стороны у него что находится? Лилит Лилит Для Силены Представляете? Это те самые уровни, которые он показывал Вот они как расположены Строго определенных За это отвечает кто? Тот, кто на Уране Да? Выше ангелы Это все астральный план Он очень-очень интересный Вообще, в астральном плане там много вихрей Вы можете переходить с одного вихря на другую вихрь Я какую-то тему начала До этого А потом Да, правда 16 А, вот И Австрии, что такое лилит? Он есть у всех А ведические астрологи говорят по-моему, ведическому Говорят, что нет лилит Да как же нет? Карма есть, а лилит нет? Ну, Раху и Кету они рассматривают именно последнюю жизнь, предыдущую А Селена и Лилит рассматривают совокупность предыдущих жизней То есть вот в чем разница Там плюс, там минус, там плюс, там минус Но это последний Раху и Кету, да, именно прошлую Именно прошлую, последнюю Кармическую задачу мы воплощаем по определенному Раху Кармическую задачу Раху это у нас по-похому Раху наделяет как бы, ну, плюсами Астрологи, какой знак попал туда и так вот Шестнадшее В прошлом воплощении человек разрушал жизни или имущества Или судьбы других людей разрушал Это была очень серьезная для него ошибка Поэтому в этом воплощении он когда ожидается Это дети, а обычно ломает что-то, собирает Потом разбирает, там пускает что-то, ломает Их задача, соответственно, наоборот Научиться создавать У них будут все в жизни отнимать Почему? Шестнадцатый знак, вторая нумерология, это не только башня разрушений Это еще и знак строителя А если шестнадцатая задача, она вообще связана с духовностью Это с построением духовного пути Практически у всех хранителей шестнадцатая либо седьмая Но, как правило, шестнадцатая социальная задача Соответственно, вы должны научить этого человека, или если вы сами, строить новые пути Вы, например, каждый день приходите на одну и ту же работу С девяти до шести, допустим, с десяти до семи, не знаю, как у вас Каждый день выполнять одну и ту же работу У вас ее отнимут Почему? Это не строительство нового пути Вам дадут только то, что будет каждый день новое Тогда вы будете развиваться по жизни Вы даже научитесь Новые какие-то идеи, новые задачи Новые задачи, новые идеи, новые страны, все что угодно Новое, новое, новое Вообще, на самом деле, эзотерический мир не любит однообразие Есть некоторые исключения, четырнадцатый аркан, но он временное исключение Мы когда будем изучать карму, там вы увидите, там вообще другое все А вообще любят движение Акул вообще задохнется, если он не будет двигаться И человек, если не будет двигаться, он тоже задохнется, ну, в эмоциональном, энергетическом смысле И потом, когда отсутствует движение, допустим, река перестала течь, что образуется? А дальше грибочки и пошел поехал Застой, этого не должно быть Семнадцатые люди в прошлом воплощении нарушали авторские права других людей Либо уводили научную сферу, либо творческую сферу в противоположное направление Ну, допустим, Эйнштейн в следующем воплощении, да? Уводят другой путь В этом воплощении эти люди очень творческие, очень творческие Но им не дают возможности развиться Им преграждают их дороги И только тогда, когда они действительно встанут на свой путь И добьются своего успеха через «не хочу», через отсутствие покровительства Они смогут вычистить свою карму Важно этим людям работать с творческими людьми Режиссеры, например, рекламные какие-то агенты Ну, в общем, люди, как... Если человек по комнатам встал Семнадцатый знак очень часто Семнадцатый – это звезда, часто принимают как погоны Очень тяжело такому же человеку Это плохо, да? Нормально, но это плохо для него В каком смысле? Он очень творческий Он очень ранимый Он капризный в каком-то степени А тут надо служить, исполнять приказы Тяжело, в этом творчество надо Психологически, да Восемнадцатый В прошлом воплощении такие люди были мелкими шурлями Обманщиками Чуть-чуть там, чуть-чуть сам Если есть в карте подсознания Стрела мошенника Ну, она еще называется В литературном более подробно называется Стрела преступника То там были более серьезные преступления у человека Ответственно, в этом воплощении нельзя обманывать Представляете, нельзя обманывать Вот, наоборот, нужно больше говорить правду Они вообще очень артистичны Эти люди очень часто становятся актерами Телеведущими Почему? А там люди могут обманывать Чуть-чуть обманывают Лицедеи Девятнадцатое В прошлом воплощении люди злоупотребляли властью Значит, что? Были властными людьми Чиновники Вообще, девятнадцатый аркан Аркан чиновников В старой нумерологии Ну, соответственно, как вы понимаете Если такие люди злоупотребляли власти В этом воплощении Им дадут власть Помните, брат, какая? Им дадут эту власть Над людьми Над подчиненными Над детьми Их задача не допустить Самую главную ошибку Это нарушение закона свободы воли Эти люди обычно Но я не спрашиваю твоего совета Звонят и без конца Вот ты знаешь Вот этот ролик хорошо записала Но вот зеленая кофточка под камин не подходит Я тебя не спрашиваю, что мне подходит Вот они немножко навязывают свою волю Почему? Власти было много А в этом воплощении Власть дают, но временно Чтобы проверить человека Если он злоупотребляет власть Его оставляют на властных полномочиях И поднимают за покорительной лестницей Двадцатка Знак предательства своего рода Но здесь строго не судите У нас буквально 100-200 лет тому назад Девушка, живущая вне брака С молодым человеком Это уже предательство рода Так что в принципе Не может быть не все так страшно Мужчины, которые отказываются служить в армии Это предательство родины А по сути рода Это же двадцатка Двадцатка Нет, это двадцатка Предательство родины Род, родина Это все двадцатка Люди, на которых закончился род Они не продолжили Потом тоже двадцатка А если и в этой жизни снова нету? А у брата, сестры есть, может быть? Нет, у моей подушки То есть на них закончится Я понимаю, ну там, смотрите, может быть Два уровня Два уровня Тоже племянница Есть племянница Есть племянница Которая Ну, по крайней мере, у племянницы есть шанс продолжить Здесь можно немножко выдохнуть Вообще люди, рожденные двадцатого числа У них очень часто бывают генетические изменения Почему? Вот есть эгрегор Допустим, вот двадцатый эгрегор Например, родовой Дворянин Дворянин Но здесь же кучу фамилий Фамилий может быть много Это семейные линии Эгрегор, а это семейные линии Вот в этом эгрегоре, допустим Чистый квадрат А здесь у нас прямоугольник Он не продолжил род Здесь веток нет Некуда воплощаться Более того, некуда воплощаться кому? Прадедушке, прабаблаке Соответственно, его могут отправить сюда Но у этого рода Чуть-чуть другая конфигурация Генетика чуть-чуть другая Отсюда, так как это все-таки Молекула ДНК Это фантомная Это эфирная структура Возникают небольшие дефекты По физиологии Мутации Гены, мутации Либо разные народы сошлись Либо вот этот Придатель спорода Вопрос Если человек не то, что предает А часто Ну, несколько раз Отказывается сам От родовых Ну, от своих близких Вот ты мне не сын Ты мне не сестра Это то же самое Это тоже, смотря, какая энергия вкладывается Это сможет С горяча сказано Не искренне То есть тут уже вопрос искренне Я думаю, что если Молодой человек спросил Ну, с горяча можно все что угодно А потом жалеть Это разная вещь По сути, когда мы отказываемся от своего ребенка Мы отказываемся всем предкам От всех Мы становимся из-за того года Все отыщено Из-за того В горячах кто? Любой отец Потом В какой-то момент Берет детского дома Твоих детей Комоспитал Воспитал Опять их детский дом Назад От того Ульябрили Не подожди к моему плату Ну, вот как-то Да Честно, сейчас Вот так Смотрит То же самое Это анкосплект Если прям конфликтные отношения Лучше с водителем Ваши правильные отношения Что ж, маму, папу Прияты, я там Пилю и положил трубку Не было, чтобы не было конфликтов Насчет Ваши вопросы Аборт Меня часто спрашивают девушки А может быть Да не может быть Аборт Это убийство Когда девочка рождается Вот девочка родилась Над ее головой Ее будущее дети Помните Амурчики? Они стреляют И они стреляют в сердце Кому папу Папа должен принести Подходящую генетику Этому ребенку Чтобы он воплотился И вот ребеночек должен воплотиться А мама говорит Нет Не будешь воплощаться Он так остался фантом Но когда эта девушка Пройдет К профессионалу Действительно профессионалу В оккультизме Он скажет О, у тебя там двое Трое детей Он видит фантомы Этих детей Они не воплощаются Они не исполняют Задачи воплощения Их очень жестко Наказывают Когда мы не исполняем Задачи воплощения Прям круто не исполняем Очень сильно наказывают За это Иногда бывает Очень модно Звонят Ой, вы знаете Я хочу, чтобы у моего ребенка Там был писательский талант Чтобы он там был По карьере Туда-сюда Как Да Вот прям Скажите мне Чуть ли не секунду Когда я должна Сделать кесар и сочинение Это оккультная Нумерология Не нужно этим заниматься Ну, ваше право Конечно Но я этим не занимаюсь Ни за какие деньги Почему? Каждый код Матрицы Каждая ячейка Матрицы Это определенная Программа по карме Ребенок родится Тогда, когда он Должен родиться Когда он должен родиться У него Своя энергетика Своя программа Свой жизненный опыт Свой возраст души У него все свое Он к этому готов Когда вы рождаете Ребенка В другое время А вдруг вы выберете Ему карму Убийцы Кто, кто будет На первом курсе Будет знать Как это считать А вот вы не знаете Астрологи Этого не знают И они выберут Ему карму Убийцу Карму преступника И он будет Отрабатывать Не за себя Я уже не говорю о том Что он не исполнил Свою задачу И никто не списывает Его задачу Обычно Когда дети Рождаются Я обычно спрашиваю Когда приблизительно Должен был родиться Ребенок Чтобы чуть-чуть Хотя бы Накидать некий сценарий Чтобы вывести его На эту программу Хоть чуть-чуть А так Это вообще Это тяжкий грех И для специалистов И для специалистов Которые это рассчитывают И для мамы И для врача И для папы И для всех Это очень-очень негативный сценарий А вот скажите А когда длительный срок Перехаживают Рассказываю Когда раньше Или когда позже 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 Намного позже Вообще на самом деле Мы должны Женщины должны Внашить ребенка 16 месяцев Но там опять-таки Поиграли с генами Туда-сюда В общем стали меньше Чем больше вы вынашите ребенка Тем он больше готов к жизни Мама считается Как гениальные дети Но здесь немножко Другой нюанс Ребенок должен Оплатиться В определенную секунду Если он знает Что у папы Через месяц командировка Он там все знает А ему надо родиться В определенную секунду Он может Воспроизвести зачатие Раньше Чтобы родиться Пусть на десятый месяц Но зато В определенную секунду А когда рождается На седьмом На восьмом месяце Значит что? Не до нож Что? Зачатие должно было Произойти Раньше А произошло позже А произошло позже Папа был в командировке Не успел Дети рождаются Тогда когда нужно А если определенная семья Все равно Наверное Должен быть Такое Такое Слышно Скажите Запланировано Дети Определяется По большому пальцу Вот здесь Есть полосочки Видите Небольшому пальцу Длинные Длинные По программе Это левая рука По программе Но по программе Мы редко живем Поэтому смотрите По праву По праву Это как по факту Вот если у вас Длинные полосочки Смотрятся От ногтя Вот здесь начинается Некий полосок Если у вас Длинная полосочка Жирная Длинная Это мальчик То есть Допустим Первый мальчик Потом Девочка Потом опять Мальчик И Если Бывает Так Ленин И вот так Обрывается И так Обрывается Это значит Что Потеря ребенка Природа Это запрограммировано У вас все на руки Вот эти получат Ниже Вот эти полосочки Вот они здесь идут Тоненькие Да Тоненькие Они Это девочки Поле Плотные Это уже мальчики Если у вас По программе Например Четверо детей Вот у девушки Четверо детей А у вас Всего один Ну ничего страшного Значит А трех Любить Четверо вы должны Заботиться А чтобы вы Должны были Исполнить этот долг Что Архангел Приведет вам Эти на людей О которых Вы будете Заботиться Это может быть Мама Папа Соседка Может быть Подруга Или еще кто-то Вам все равно Приведут А что вы обязаны Исполнить свою программу А потом уже Все остальное Мне говорят А можно по-другому Можно Но точно так же Как с работой Если вы хотите Подхалтурить Сначала Исполняйте основную работу А потом Халтуриться И делать что хотите Это ваше право А когда вы Если вы Экстренно Кесаро делают Это все равно По сроку Запрограммированные Или вынужденные Братья Уже Но это почему Экстренно Сидаться Потому что У нас Неправильное Питание Вот даже Элементарно Ждан Ждан Об этом говорил Когда Девушке Вообще нельзя Пить алкоголь Ни в каком виде Даже в кефире Нельзя Почему Алкоголь Это низкая частота Она получает Яйцеклетки Какая из яйцеклеток Будет облучена Это русская рулетка Вы не знаете Какая потом Из них Оплодотворится Чем больше пьете Алкоголь Тем выше риск Того Что вы Потом в будущем Возьмете Не ту яйцеклетку Поэтому Говорят, что там За полгода нельзя Да вообще нельзя Вина Беременность Берет До потери пульса И рождают Тем более Сейчас Нет ни вина Чего Что это Порошок И потом Лежим нечезарило А просто Мама уже Пришла Готовиться К водам И тут Уже хочет Родить Все Не может Уже ждать И хоть Трестит Все Так Леточки Да Нельзя А иногда Бывает По-другому Мама уже Рожает Звонят Врачу Чего это Она вздумала Рожать Воскресенье Она что С ума сошла У меня выходной Я еще с лопуска не вышла Дайте-ка ей там Что-нибудь Я пройду В понедельник Все сделаю Вот такое Тоже бывает Знаете Он еще Родился на 24 неделе 650 грамм И он задышал Сам Через неделю Это что Хорошо Что задышал Не в любом случае Ребенок Он должен Пройти Вообще Знаете Какой самый Сложный Опасный Тяжелый Больной День В жизни Человека День Его Рождения Больше Боли И страха И стресса Человек Никогда В жизни Не Испынет Память Поэтому Когда вы Начинаете Плакать Переживать Вот Молодой Человек Меня Бросил Вспомните Тот День Когда Вы Боролись За Эту Жизнь И вы Маленькая Крошка Вам Всего Лишь Несколько Часов Вы Справились С этим Ну Да Чуть Поплакали Ничего Страшного Но Вы Стали Жить Дальше Значит Это Для Чего То Нужно Тач У нас 21 21 Это Предательство Родины Люди Родины Люди Сбежали За границу Вот Например Ученые Российские Ученые Их Проглашают В Америку И потом Их Изобретение Патентуется За границу Это Предательство Родины Все эти Шпионы И так далее Агенты 007 И прочее Это все 21 И 22 Это Жестокое Обращение С детьми В прошлом Воплощении Либо использование Рабского Детского Труда В этом Воплощении Эти люди Как правило Чаще всего Воплощаются В многодетных Семьях Чтобы уже В детстве Через братьев И сестер Проработать Свою программу Научиться Любить Ближнего Научиться Помогать Однокласснику Одногруппнику Ну и соответственно Братьям и сестрам Если Они рождаются В семье Где немного Детей Ну родители Не очень В этом вопросе Помогли Да ребенку То он должен Прорабатывать Через друга Два старые Обычно Очень хорошие Друзья Очень надежно Хорошие друзья Вот мы с вами Разобрали Все кармические Даты рождения Но это все На поверхности Потому что Ошибка Прошлого воплощения Она уже Математически Вычисляется И там еще Больше знаков И все Там все Глубже А уж кармой Дата без месяца Просто Да Просто Число А почему Мы взяли Число А первое Второе Пятое Значит смотрите Здесь То есть Остальные Начинаем Число Помните Была Дюжина Потом Чертовая Дюжина А потом Четыре Люди рождены С первого До девятого Число Это цифры Они управляются Планетами Здесь Планеты Ну как раз Одиннадцать Десять Дальше у нас Удет Десять Это Солнце Он же Зевс Это Как высший Высший бог Что ли В ведической Нумерологии Соответственно Это очень сильные Властные Интересные Люди Но их основная Задача Зарабатывать Деньги Десятка Это Аркан Деньги По Нумерологии Одиннадцатой Это Луна Жена Зевса Помните Гера У меня Сестра Одиннадцать А ее Муж Десять Ну как Интересно Одиннадцатом Очень надо Спортом Заниматься Иначе Мужу Будет Тяжело Одиннадцатый Знак Второй Нумерологии Это Знак Силы Это Знак Превышения Психической Физической Силы Поэтому Я говорю Лучше Спортом Там Где-нибудь Спарринг Партнеры Выпустили Пары И Мужу Досталось Меньше И Дальше У нас Двенадцатый Это У нас Юпитер Юпитер Нас Обучает Это Наши Ангелы А Тринадцатый Это Рапу Это То К чему Мы Стремимся Добиться Личностных Характеристик Рапу Люди Рождены В тринадцатом Самые Сильные В точке Дерения Энергетики Это Революционеры Это Оппозиционеры Они Никогда Ничего Не Согласны Я Иногда В тричинах Устасах Тринадцатых Ну Абсолютно Подавлено Сломались Но Это Бывает Редко В основном Тринадцатый Очень сильные Очень Интересные Личности Они Ведут За Собой Других Людей Рапу Это Как бы Тоже Бог Это Получается У нас Боги Это Планеты Это Боги А Дальше Уже Пошла Карма Тринадцатый Через Мизинно Энергетический Тринцатый Это Тринцатый Это Юпитер Западная Школа 3 Это Юпитер Вот Сюда Повторение А Дальше Восьмерка Складывайте До Цифры И Восьмерка Уже Туда К планетам И Да К Сатурну Сатурну Четверка 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 Это Не Раху Уран Уран Раху Только Тринадцать Все Что Выше Двадцать Два Там Уже Складывать Да Почему Аркангель Все Что Выше Десяти Складывать Надо Нет Два Скажите Двадцать Восем Вы читаете Двадцать 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 Посмотрите Почему Почему Двадцать А почему Действительно Надо Было Читать Луна Луна Это Складывает Один Присто Потому Это Западная Школа Мы Рассматр 1 Люди Рожденные Первого Числа Это Первый Десятый Девятнадцатый Двадцать Восьмой Девятнадцатый Кармическая Дата Здесь Энергия Сто Пациент Помните Здесь Сто Процент Энергия Здесь Приблизительно Уже Восемь Потому Что Десятка А дальше Восемь Восемь Очень Интересно Как Вы Думаете Какими Планетами Она Управляется Двумя Правильно Каким Мы Смотрим Через Две Школы Два Плюс Восемь Десят Это Солнце А дальше Через Старую Немерологию Двадцать Восемь Мнус Двадцать Два Шесть Правильно Кто У нас Венера Венера Это Солнечные Венерианцы Нет У них Так Много Лидерства Как Здесь Нет Столько Почему Все Лидерство Управляется В семье В доме На работе Мягкие Дома Может Быть Да Лидерство Проявлено Две Планеты Пулеят Человек Поэтому Я вам Говорила Чем Ближе К цифре Соистинной Формы Ра Тем Чище Энергия Здесь Уже Преломление Пошло Здесь Общик Почему Двадцатый Кармический Они Управляются Семя Планет У нас Солнце А Вторая Велик Две Управляющие Планеты Это Как Двадцать Слом Ну Допустим Один 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 Кету Или Нептун Но Семерка В чистом Виде Прямо Семьмой Число Это Кету Так же Как Тринадцатая Это Ра Кету Это Тоже Очень Сильный Знак В основном Людей Под Кету Влечет К всему Тайному Но Не Тайный В смысле Сплетен А Тайный В смысле Глубины Это Глубокий Нептун Историки Альтернативные Науки Ну Знаете Да У Нашего Президента Для моего Президента От рождения 7 числа Он родился Соответственно Он как это Проигрывал Через Спецслужбы Он интересовался Чем-то Другим Через Спецслужбы Им Все Глубокое Интересно Они Не плавают По поверхности Эти люди Им Глубину Надо Если 25 число Тоже Считать Как Семерка 25 Семерка Но Это Нептун Просто Нептун Просто Семерка Потому Что 25 Минус 22 Дает Что Тройка Тройка Это Юпитер Все Пошло Другая Куда По западной Школе Мы сложили Получили Нептун По Тармирологии Получили Юпитер Поэтому Из 25 Получаются Очень хорошие Учителя Почему Юпитер И Нептун Получается Что Эти информации Дополняют Друг Друг Они Как бы Не Вступают В конфликт Никогда Ничего Не вступают В конфликт Все Только Дополняют Все Эти 9 Школы Это Одна Нумерология Ну да Смотрите Кто-то Может Передать Мысль Через Поэзию Кто-то Может Передать Через Прозу Кто-то Через Ребусы У всех По-разному Эти Школы Они По-сути Одну Тоже Информацию Только Чуть На Разном М языке Когда Вы Владеете Всеми Школами Нумерология Всеми Методиками Еще Продолжаете Обучаться Или писать Свои У вас Все Инструменты Вы же Не трактуете Астрологию Не трактуете По одной Планете Человека Ну Глупость Полная Все же Влияет На человека Когда Вы Начинаете Владеть Всеми Методиками Школа Школа Нумерологии Она Глупо Разъясняет То Вы Видите Абсолютно Всю Картину Вот Даже Я Часто Рассказываю Рассказываю Про то Что Есть Карты Есть Карта Карта Рождения Это Западная Школа Нумерологии Есть У нас Карта Подсознания Это Китайская Школа Нумерологии Такого Рассказывают Да Дальше У нас Есть Психоматрица Это Тоже Западная Школа И Последняя У нас Халдейская Школа Халдейская Школа Нумерологии Карта Инклюзии И Они Идут Такой Последний Сперва Что Мы Смотрим Карту Рождения Потом Смотрим Карту Лошу Китайскую Потом Только Психоматрица Только Потом Психоматрица И Сам В конце Уже Почему Вот Здесь У нас Карте Рождение Стоит Четверка Здесь У нас Стоит Единица Здесь У нас Стоит Шестерка Вот Самый Яркий Пример Здесь Восьмерка Вот Здесь Подписаны Каналы У каждого Человека Четыре Канала Вот Канал Четверка Работа Если Четверки В дате Рождения Нет Человек Не пришел Для того Чтобы Работ Или Пришел Чтобы Творить Допустим Четверка Есть Канал Профессиональный Открыт Дальше Смотрим Помните Я говорил В китайской Школе Единица Это Финансовые Потоки Открыты Ли Деньги Человек В его Работе Или Бескорыстная Работа Если Нет Добавляем Стихию Воды Выводим Человека На Денежные Потоки Ну Чтобы Он Зарабатывал Шестерка Помните Психоматрицы Трудолюбие Будет Ли У вас Работа Деньги Без Трудолюбия Сложно И Последнее Это Ответственность В работе Восьмерка Если Все Четыре Цифры Стоят Вы Будете Рабатывать Большие Деньги Если Хотя Б Одной Цифры Нет Ее Нужно Добавлять Искусственно Либо Нарабатывать Либо Здесь 8 1 6 Это Стрела Просветания Ни один Бизнес Без Стрела Просветания Долго Существовать Не будет А у вас Допустим Не хватает Восьмерка Ну Добавьте Музе Не хватает Музе Вода Что Есть Усех Все Вот Она Искусственно Работала Что Значит Землю Добавить Коричневый Свет Водер Стихия Сил На Огород Отправить На Веревочку Как-то Раз На Шейку Вконтакте Вариантов Много Много Вот здесь Проще Сего Вообще Если у вас Дайте рождение Пятерки Я этот знак Называю Чипы Дэл Спешит Повощь Знак Личность Да Пятерка Это Личность А что Нам Психомат Логика Как Даже Просто Элементарно Возьмите Александра Что Здесь Стоит Материальный Головок Здесь Семейный Здесь Что И куда У нас Пятерка Забыла Зачем Логика В семье Что Она тут Делает Ну просто Граждан Завайте вопросы Пятерка Это Личность Это Знак Личности Смотрите Пятерка Это Стихия Камня Здесь Правда В основной Литературе Я понимаю Что вы читали Она здесь Не за камень Отвечает Это плохо Неправильно Написано Но не важно Вот пятерка Это Личность Это Камень Это Вы Это Ваше Твердое Тело Если Нет Пятерки В какой-то Эскарб У вас Что Не выстраиваются Например Психоматов Не выстраиваются Стрелы Нет Личности Нет Стрелы Что Стрела Таланты Нет Без Личности Стрелы Добавляем Камень Какой Камень Открываем Интернет У нас На третьем Курсе Открываем Интернет Пятерка Лунный Камень Допустим Помогает Эзотерикам Розовый Камень Натуральный Камень Помогает Личной Жизни Ну и так далее Изучаете Вот Добавили Вы сюда Камень Вот это Стрела И особенно Есть и две Пятерки Стрела Целителя 2 пятерки 2 пятерки 2 шестерки И больше ничего Здесь Больше чего Это называется Стрела В квадрате Она В любом случае 2 пятерки Это уже Целительство 2 пятерки Целительство Словом 3 пятерки Целительством Энергетикой А 2 четверки 2 пятерки 2 шестерки Это 4 5 6 в квадрате. А вообще в классике 4, 5, 6 означает что? Старлаконсультирование. Вы можете видеть любого человека. А тут в квадрате. Вы спите, и то убеждайте. Так, ну то есть вы видите, каждый канал. Вот семья. Здесь шестерка. Семья. Здесь она отвечает за что? Девятка. Концентрация внимания. Вы сможете помочь близкому человеку, если вы не сконцентрированы на нем? Нет. Смотрите здесь. Двойка. Двойка это что? Доброта, милосердие, добродетель. Видите, составные части этого знака. А здесь у нас психоматрица. Это четверка. Забота о чужом здоровье. Чувствуете? И вот она вся картина встала. А здесь просто четверка. Забота о здоровье. И что? Кого? Зачем? О чем? Для чего? А здесь вообще в принципе, если не мало что говорится, шестерка, трудолюбие. Вообще западный, в любой школе. Западный, в китайской, в ведической, в тармон, везде шестерка означает один знак. Какой? Семья. Семья. Шестерка, это семья, это Венера. Куда она пошла в трудолюбие? Когда это у нас Венера вспахивала поля? Вот трудолюбие. Видите? Поэтому я говорю, что будьте очень аккуратны с психоматрицей. Семья. Видите, все в плотном объеме. Никогда не бросайте. Последнее время в ведической нумерологе к радованию не относятся. Придумывают интересную фишку. Они говорят, а что мы будем нули трактовать? Вот, дата рождения. Допустим, там, третья, десятая, не важно, тысяча, девятьсот, двадцать первых. А что мы будем трактовать нули? Давайте их уберем. Как это уберем? Ноль это эфир. Ноль это блок. В качестве жизни, ноль это часть, что в этом году особенно большие препятствия у человека. Еще они убирают тысяча девятьсот и оставляют вот так. Интересно. А что это вдруг? И мне, да, и они мне еще пишут. Поясните. Я говорю, это ВК автор, пожалуйста. Пусть он поясняет. Каждая цифра имеет вибрацию, значение. Извините, убрали что? Солнце и Марс. Умение отстоять себя. Что они вообще делают? Ну и так далее. В принципе, методика, конечно, безумная. Конечно, мы только в первом курсе тридцать одну изучаем. Это правильно. Просто цифры, если нулевые впереди, там ноль, а первые, все равно пишем. Ну ноль пишем. Просто цифры. Ну ноль не пишем. Ну мы эфиром не считаем. Когда там идет в втором нумерологии, там да, там ноль не пишем. Потому что там аркан. Аркан третий, да? А так в западный пишем обязательно. Как это? Ничего не нужно забывать. Никуда не ставим ее просто здесь? Нет. Нет, все, учитываем. Здесь не ставим, потому что ноль-то блоку просто здесь не проявляется. Вот, допустим, тайного образа. Психоматрица. Помните, я вам говорил, что психоматрица – это очень большая методика. Психоматрица указывает на чакровую систему. А у нас сколько времени стоит? Ну, 16-30. Я говорю, мне только останавливается. Почему полчаса? Честно. Честно. Психоматрица указывает на чакровую систему. Почему? Полчаса осталось. Потом вопрос. Полчаса и вопрос. Сейчас, последний темп, и вопрос. Значит, смотрите, вы можете рассчитать психоматрицу, да? Ну, кто не может, в интернете нашли. А у нас такой вопрос. Если ноль уже пишешь, тогда психоматрицу констант 2 всегда умножать на ноль надо? Нет. У которых, да, ты, допустим, 3-5. А, это интежат, что я читаю? Там что-то по-другому. Как вы досчитаете матрицу? Психоматрицу, да. Вы умножаете на 2. Вот у вас получилось первое значение. Минус ставите, да? 2. Множное. И 1. Ну, я так обычно пишу, да? Ну, это понятно. Двойка почему? Энергия. Он пишет, что энергию. Психоматрица пишет энергию. Но почему минус? Потому что прошлое воплощение. А если вы сделаете вот так? А здесь вот так. Вы перейдете в следующее воплощение. Ладно. Значит, смотрите. У нас в квадрате психоматрицы 9 клеточек. Каждая клеточка отвечает за чакру. Центральная для нас это третья чакра. Вот, смотрите. Вот у нас идет энергия с космоса. Пятое измерение, да? Энергия с космоса. А здесь у нас второе измерение, нижняя часть. Здесь у нас находится первая чакра. Первая чакра находится на расстоянии метра под подошвой ног в астралии. И девятая чакра, вот здесь, девятая чакра, она находится на расстоянии метр. Ну, на самом деле, вот здесь. Если вы поднимете руку, это ровный центр. Помните, я вам говорила, что центральная чакра находится в центре. Вот энергия пошла сверху. Вот она с толпой рисует. Первая, вторая, третья, главная, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, третий глаз. Шишковидная железа тоже произошла. У нас была намеркая. Потом рептилоиды, добавленные в свои гены, она закрылась в чешую. Вот, смотрите, пошла энергия. Вот это аура. Вот пошла энергия. Сверху она обогнула четвертую, пришла в первую. Видите знак? Да. Пошла назад. И вернулась сюда. Соответственно, вы теперь понимаете. Вот она, третья чакра, она самая главная. Она собирает потоки сверху, она собирает потоки снизу. К третьей чакре подключается к земле человек. При одном условии, если пуповину не отрезать. Она должна сама отойти. Вот, смотрите, первая связь, вторая связь, третья связь. Поэтому животные чувствуют землетрясение, а мы нет. Потому что у них есть пуповина с матушкой землей. Мы теряем пуповину с мамой, но приобретаем пуповину с землей. Это очень важно. Нельзя отрезать. Ну и прививки делать нельзя, в УЗИ делать нельзя. Это другая история. Вот. Если вы просчитали в квадрате психоматизма, что у вас, допустим, отсутствует четверка, значит, у вас это не отсутствующая чакра. Она просто плохо работает. А четверка это сердце. Плохо работает сердечная чакра. Как правильно воспевать? Первая и девятая чакра находятся в астрале, там сверх энергии нам недоступны. Остальные чакры, это не что иное, как ноты. Поэтому певцы, которые спевают с Дором и Фасоль и Оси, это самые здоровые люди. Потому что они каждый день восполняют энергию. Когда вы слушаете вот эти вот попсу, муси-пуси, миленький мой, там две ноты максимум. А когда вы слушаете классику, вне современной обработки, вы восполняете. Поэтому такое восхищение от этой музыки. Потому что там семь нот. У нас молекул ДНК виприровали на семи нотах. Когда вы делаете УЗИ, стирается нота. Уже шесть нот. Ещё раз УЗИ, я говорю, ребёнку, да? Ещё стираете. И рождаются дети абсолютно пустые. Там нет энергетики вообще. Всю информацию стёрли. Так заходит энергия сверху, когда она идёт в северную полушарию. Вот у нас земля. Вот она земля. Северный полюс, да? Южный полюс. Энергия идёт. Помните, у нас магнитные полюса? Вот так. Помните, да? Соответственно, здесь у нас отсутствует какое-либо магнитное поле на полюсах. Поэтому энергия совершенно спокойно проходит вот сюда. Она идёт внутрь земли. Здесь почему такое максимальное магнитное поле? Потому что когда мы открываем кран, вот растение, да? Посадили растение, открыли кран. Течёт вода. Хоп, попили. Чуть-чуть просочилась, следующий попили. А в следующем потоке, вот здесь, энергии уже не хватило. Всё, вода закончилась. И она восполняется за счёт этого магнитного поля. Она отражается и приходит как бы тем людям, которые живут в тропических и субтропических зонах. Индия, например, да? Вот мы на северном полушарии. Мы молились раньше, как руки поднимали кверху. Так ведь, в словении, так молились? Почему? Вот я рисую. Что знают руны? Руна Ман. Человек. Человек, познающий мир. Сотворяющий мир. Вот, Руна Ман. Те, которые живут вот здесь, они молятся по-другому. Ну, не важно, как руки. Вот у них образуется. Потому что у них энергия идёт снизу. Поэтому чаша образуется здесь. Поэтому индус, который приезжает в Россию или в Белоруссию, начинает молиться в своих позах, он не получает энергию, это бесполезно. А мы, приезжая к ним туда, да, мы должны садиться в позу лотоса. Абсолютно верно. Но никто вам об этом не скажет. Это поток энергии. Здесь она просто восполняется этой энергией. Вот это руна. Называется Деаман или Чернобок. Человек созерцающий. Здесь творящий, здесь созерцающий. Поэтому, когда на нас напали, тектилоиды, и наши приняли решение, что они поедут к созерцателям, к философам и передадут им все знания. Если приедете в Индию, у меня в Таиланде, я изучала, да, в основном. Мне сказали так, Лам, что мы должны, наша задача, вернуть вам эти знания. Мы в них ничего не понимаем. Вернуть знания, потому что откуда только со славянской земли пройдет очищение планеты Земля. Они для нас это сохранили. Но сами ничего не понимали. Опять-таки не сотворите себе кумира. Кроме вас никаких учителей больше нет. Если говорить о кресте, помните, Суд Христос в Англии, Суд Христос сказал, что каждый человек носит свой крест. Вот он, этот крест, энергетический. Креститься нельзя. Обряд черной магии. Вы ставите крест на своих чакрах. Обращали внимание, как крестятся святые люди наши? Папа в переводе со славянского означает грешник. Поэтому сюда называли батя. Да, это правильное название. Папа это грешник. Как они крестятся? Нас просят вот так. А они как делают? Они никогда не соединяют пальцы. Потому что так идет каратит. Два провода оголенных соединить. Что будет? Каратит. Вы эту коротящую энергию проходите по вашим чакрам и закрываете. В Таиланде есть закон. Вас могут посадить в тюрьму за то, что вы ребенку, которому до 7 лет, гладите по голове. Вы перекрываете ему канал с 9-й чакры. Нельзя. После 7 лет, пожалуйста. Энергия, она повсюду. Надо ее учиться правильно считать. Вот вы в психоматрице уже построили квадрат. Теперь вы можете определить свои чакры, насколько они активно работают. Пятое это правое плечо. Шестое это левое плечо. У правого плеча стоят ангелы. У шестерка стоят бесы. Правильно, когда и пятое, и шестое у человека есть. То есть в дате рождения есть хотя бы и пятерка, и шестерка. Почему? Человек может послушать одну точку зрения, вторую точку зрения, но остается по центру. Он свободен. А здесь, когда пятерка, ангела послушают, да, я, пожалуйста, сделаю как ангел. Где здесь закон свободы воли? Где здесь ваше желание к чем-то сделать? Слишком благость тоже не очень хорошо. Слишком плохо тоже не хорошо. А пятерки, шестерки нету? Если пятерки, шестерки, то очень слабо работает интуитивное тело. Не слышит ни ангела, ни беса. Вот говорят, черная-белая магия. Черный маг, ну как черная эзотерика, да, по сути, они предупреждают о плохом. О катастрофах, о топливах, о катаклизмах, болезнях каких-то и так далее. А белый маг, о талантах. У тебя такой талант. Прекрасно. А как мне от жизни... Это же берется дата и год рождения. А если дата и год рождения там еще суммируется, считается... Что-то психоматрис, посмотрите в интернет-сети, да? Жулия, а если все-таки интуиция очень развита? Это наработано. Смотрите, дата рождения, это ваш... Вот вы закончили институт, у вас есть диплом. Вот у вас список оценка. А вы пришли на работу, я говорю, что у меня твой список? Ты мне покажи, что ты умеешь. И вы начинаете нарабатывать практический опыт. То же самое с датой рождения. Это то, что вы принесли из прошлого воплощения. В этом воплощении, видите, клеточки пустые, нет цифр. Да нарабатывайте. Кто же против-то? Нарабатывайте. Вам в следующем воплощении будет проще. Платон говорил, что знание – это воспоминание души. Чем больше вы изучите сейчас, тем легче вам будет жить в следующем воплощении. Никакой информации бесполезной не бывает. Есть вопросы? У нас еще осталось полчаса. Чего переживаете? Все хорошо. Вот у двухтысячников сложнее. У них девятки может не быть. То есть восьмерок с семьями. Ничего страшного. Я говорю, ничего страшного. Если не дали какого-то знака, он вам не нужен. Вот, например, у человека планетарная задача, ЧЖП, у него пятая. Он должен много путешествовать. Скажите, пожалуйста, зачем ему четверка, шестерка с дать рождение? Зачем ему привязка к семье и привязка к карьере? Есть у него пятая задача воплощения – путешествовать. Если он начнет нарабатывать этот опыт, он не сможет путешествовать. Высшим силам виднее, какие знаки нам послали. Значит, путешествовать с семьей. Либо так, выход из положения. Но они обычно путешествуют не с семьей, а по семье. Чего? Расскажите, пожалуйста, про вашу школу обучения. Поэтапно, я в интернете это слышал. У нас раньше было четыре, даже пять ступеней. Сейчас мы сократили. Почему? Потому что мы матричную нумерологию вынесли полностью в книге. Можно просто открыть и прочитать. Это более доступно информацию. На первом курсе мы изучаем все-все-все школы, заключаем каплистическое обольное. Почему это опасно? Вообще любая эзотерика, будь то астрология или нумерология – это оружие, которое вы можете подавить человека, а можете, наоборот, сделать ему лучше, благо. Поэтому мы не преподаем. Оккультно-каблистическое. Но в первой школе вы изучаете ровно то, чтобы спасти человека, чтобы он не допустил ошибку. Там 31 методика. И таро-нумерология, и западная, и китайская, и ведическая, и холдовская. Там просто вся масса. Информация полностью переработана. Потому что, допустим, тот же квадрат лошо, он в литературе описан, на мой взгляд, неправильно. Поэтому очень часто бывают сбои. В той же таро-нумерологии огромное количество неверных методик расчета. Может быть, сам автор, когда он консультирует, может, он и правильно трактует. Но в книгах выложена неверная информация. В поведической школе мы там в общих ртах, потому что я не очень люблю. Мне все-таки больше, ну, как бы математика более глобальная. Если через планеты, мне очень интересно. Ну и, конечно, холдейская, это вообще красота просто. Это такая красивая школа. Она рассказывает о родовых эгрегорах, она рассказывает о подсознательных знаках. Просто невероятно. А главное, каждое слово вы начинаете трактовать через цифры, и вы видите в нем огромный объем. Это на первом блоке, допустим? Это первый блок. Самое главное, ошибка прошлого воплощения, точка препятствий, что психологически мешает человеку. Его подсознание, его болезни, задачи воплощения, иммунитет, здоровье и так далее. Там очень много всего. Программа на воплощение. Там огромное количество материалов. Самое объемное по материалу. Плюс методичка, естественно, чтобы было легче ориентироваться. Ангелы, когда в отпуске уходят, и так далее. Вторая ступень, она уже специализирована. То есть первая ступень, она для всех. Просто человеку любопытный. Вот он, пожалуйста. Вторая ступень, это если уже нумерология стала профессией. Помните, я вам говорила, обратной дороги уже не будет. А в этой профессии не каждый же, наверное, может позаниматься? То есть, вот, расскажут. Есть какой-то отбор. Знаете, вот есть калькулятор и пальцы. Все, больше ничего не надо. Не нужен интернет, ничего не нужно. Вот, все здесь есть. Особенно, если вы учите таблицу по халдейской школе, любое слово, хоп-хоп-хоп, и уже на калькуляторе число. Нет, это каждому возможно абсолютно. Все зависит от применимости. Вы можете применить в облак, вы можете применить в обред. Это ваше право, ваше карма. Я не имею права это судить. Вторая ступень, это карма и прогностика. Все линии на руках выносятся на графике. Полностью вся ваша карма. Сценарий, что вы сделали в прошлом воплощении, что вы будете прорабатывать, ваши кармические узлы и кармические ложеники, даты их рождения. Все на вторую ступень. Это очень глубокая кармическая вещь. Ну и просто прогностика, безусловно. Очень глубокая. Мы чуть-чуть сейчас видоизменили, на последнем семинаре перетасовали, сделали более прогностическую эту ступень и добавили еще расчет каждого года. Потому что в западной школе на первой ступени мы тоже учимся рассчитывать года, прогностику погоды. Но это западная. Западная это поверхность. А вторая ступень это глубину. И там раскрывается через арканы, через карму. Вы можете взять там некую фамилию, она кажется кармической. Вы можете название компании вбухать триллионы белорусских рублей, а бизнес провалится. Провалится. Почему? Выбор неправильный название. Совпал с числами кармы. Вы можете уехать в другую страну, она для вас кармическая. Но для этого нужно уметь считать карму. Третья ступень это отдельный блок тармомерологии. Там тоже тармомерология с физической, тармомерология с халдейской, там тоже чуть-чуть затрагиваем карму, чуть-чуть прогностик, там еще программа воплощения и так далее. Вот просто отдельная ступень. Те, кто изучил первую, вторую, третью ступень, знают ровно столько, сколько знаю я. Я даю все абсолютно. Вообще под ключ я бы даю. И причем, если три ступени, то уже магистр в нумерологии. Красиво звучит, да? Я тоже так говорила. Мы сможем либо преподавать, так как вы. Преподавать, право преподавания я не даю. Это дают дату рождения. Но, если человек нет. А что же, где-то там ради? Практиковать, пожалуйста. Практиковать, пожалуйста. Более того, у лучших студентов, мы сейчас объявили уже, как бы, такую программу, у лучших студентов мы будем рекламировать, размещать на сайте. Особенно. У нас в Беларуси пока не было студентов. Так было. Президент. Да, пожалуйста. Из Литвы я, наверное, тоже первая. Что? Из Литвы, может быть, я тоже первая. Из Литвы тоже не было, да. Не было. Из Казахстана уже две студентки. В Испании одна, в Исландии, в Америке, в Англии уже есть студенты. Да. Ну, в Таиланде понятно, мы туда, значит, очень много в России. Но, в любом случае, кто позвонит и скажет, я готов. Да не вопрос. Дата рождения, фамилия, имя, 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 время рождения, город рождения. И два часа я слушаю, я в твоем распоряжении. Если человек два часа мне рассказывает правильно, ну, конечно, я отправляю, правильно рассказывает в этом смысле. Я еще даю несколько дополнительных вопросов. Мы официально даем право преподавать. Но пока таких еще не было. Просто, понимаете, в чем дело? Я, когда читаю семинар, я ничем не пользуюсь. У меня не справочник, у меня не учебник, у меня не табличка, у меня есть все в голове. Запомнился. Умение соединять, потому что я метафизик. Умение соединять. Вот когда вы так же будете знать, а для этого что нужно? Задавать вопросы. Тогда вы, пожалуйста, сможете объяснить. Потому что вопросы могут быть разные. И вы обязаны на них ответить. Вы не имеете права студенту сказать, что вы знаете, у нас сегодня... Так, пожалуйста, все, уже время вышло, извините, вы читаете где-нибудь в другом месте. Нет, вы обязаны ответить на вопрос. Пока вы еще сами учитесь, вы не имеете права преподавать. Мое мнение. Есть еще вопросы? А были по каких-то расчетах вообще? Ну, только есть арифметическая ошибка. Либо человек не до конца распознал знания. Вот бывает, что людям меняют дату рождения. Ну, то есть человек родился реально, вот по факту, в одно время, а в паспорт там записывают другое. Как считать? Живет двумя судьбами. Желательно сделать выбор. Конечно, изначально исконная дата рождения, она самая правильная. А когда человек, начиная там, ну, в советское время, особенно в более раннем советское время, там было с этим сложно. Конечно, необходимо выбирать одну из дат рождения и праздновать. Бывает такое, что люди, допустим, 31 декабря родился. Ай, да ладно, пусть будет Новый год. Не, ай, да и ладно. В день рождения человек получает максимум энергии. С этой энергией он пройдет весь год. А про вот этих товарищей, которые 29 февраля рождаются. У них-то как получается? А что такое 29 февраля? Это у нас 4 года бывает. А, я поняла. 29 февраля для него тоже есть код матроса. На всех и код матроса. У 29, 2, 9, уже все, цифры же пошли. Чего можно? Не бросали. Один рождение, когда родился, записал в паспорте, например, в днева, а записали, например... Вы месяц когда праздновали? Да. Не знает, когда родился, записал в паспорте. Праздновать на следующий день. Да, не праздновать, а просто вот составлять. То есть он знает по паспорту вот столько, ну, допустим, 11 сентября. А на самом деле сказали, что родился в дневной, например. Да, это истинная правильность. Каждый день является основной. Паспорт это вот бумажка. Девичья фамилия, это истинная энергетика рода. То, что меняется на 21 день, девушка, когда меняет фамилию, на 21 день она меняет все. Обновляет всю энергетику. А Хладейская школа, она подсказывает о подсознательной цели. Вот представьте, девушка с девичьей фамилией, у нее подсознательная цель была строить карьеру. Поменяла фамилию, а ну ее эту карьеру. У нее вышла тройка, хочу детей родить. А мужчина ей говорит, ты кто? Я тебя не знаю. У нее энергетика поменялась на 21 день. Более того, люди иногда получают гражданство. Они странят свою фамилию, получают новое гражданство. Там, допустим, латиница вышла. Это второй Грегор. Там другая энергетика. Вошли в другой Грегор. Вы должны выполнять одну задачу, вторую задачу, смешанные знаки. И пошло-поехало. Когда девушка меня развелась, я говорю, обычно шучу, попользовалась, верни обратно. Она желает отказаться от этой фамилии, перейти на свою девичью. Иначе так и будет, стащить ношу другого рода. А дети? Они же под фамилией мужа. Получается, что ты от детей как-то или не обращать на это внимание? Нет, нет, нет. Вообще, женщина, женщина, она входит в чужой родовой грек. У нее такая функция. А если говорить о том, кто продолжает род, конечно, мужчина. Ну, я имею в виду, что вот, ну, просто мне... Нет, вы не отрязаетесь. Если я вот уберу фамилию мужа, вернусь на свое, а дети у меня на фамилии мужа, ничего. Ну, дети же в роду мужа, а не в вашем роде. То есть, это не вращительно это внимание. Это же как бы от детей, от города. Нет, ну, если у вас это с точки зрения нравственности как-то портит картину, тогда оставайтесь. Но вообще, когда вы меняете фамилию, то раз вышли замуж, потом второй раз вышли замуж, вы обновили энергию. Ваша родовая девичья фамилия, она остается с вами навсегда. Многие говорят, поменяйте фамилию, поменяйте свою работу. Да, она чуть-чуть изменится. Но ваши предки, они же никуда не уходят. Поэтому фамилия, она как была, так и она остается. А следующее, это верхняя одежда. Вы платье на себя одеваете. Вы поменяли, вы взяли новую фамилию мужа. Через 21 день энергия обновилась, вы вошли в новый Грегор. И если вы не будете исполнять задачу родового Грегора, вашего супруга, по женской линии, вас родственники разведут в Астралию. Начнутся конфликты. Вы не сможете жить с таким мужчиной. Ну, плюс мы еще будем учиться на первом курсе, считать совместимые, совместные задачи партнеров. Что каждый партнер в этих отношениях должен дать. Если не дают, расходятся. Еще такой вопрос. Если женщина, например, осталась на девичьей фамилии, рождаются дети, и она все равно хочет дать свою девичью фамилию детям. Помните, я вам сказала про метахондрию. Метахондрия не только нельзя. Тогда папа должен выбрать имя. Должно быть уравновешено. А если папа тоже взял мамину фамилию, и у ребенка получается только отчество папину? А мама имя тоже дала? Папа взял, он-то у него же как бы есть девичья фамилия, да? Нет, он взял мамину. Ну и что? Он поменял и Грегор, и все. Да, но у ребенка получается по маме фамилия. И у ребенка тоже по маме выбрала маму. Плохо. Значит, перекос в женскую меру. Если мальчик, это плохо. А девочки? Для девочки более-менее хорошо. А что, для мальчиков плохо будут? Что, плохо? Ну, европейцы сейчас странные люди. Что, что? Европейцы сейчас в широком смысле странные люди. Венеры много. Венеры? Женской энергии. Много женской энергии, да? Мальчики такие любвиобидные получатся, да? Ну, дай бог, если так. Еще лучше. Спасибо. Спасибо. Так, у нас еще 10 минут, да. Вопрос. Если стоит ли изучать иностранные языки? Если какие стоят, то какие? Лучше, конечно, говорить на родном. Особо нам повезло, мы говорим на русском. А общаясь, иностранные языки изучайте любое. В нашем ближайшем будущем изучать нужно китайский. Силу антихристу даст дракон. Это я цитирую в Библии. Да. Есть такое. И если об этом говорить, я просто, честно говоря, не знаю насчет вашего законодательства, но мы вступили в страны БРИКС, да, слышали? Я как юрист и тесно читала эти документы. И я там увидела, что БРИКС еще не успела на ножки встать, а уже присягнул на верность ООН. ООН это конторы, это юрлицо, это не государство. БРИКС все там, кто у нас. Индия, Россия, Бразилия, Китай, сейчас Англия еще хочет. Все взяли и присягнули на верность ООН. То есть, по сути, свое главенство отдали кому? Главе ООН. Это схемы, скажем так. Кто у нас первый правит в БРИКСе? Китай. Теперь понятно, откуда ООН придет. Но здесь надо ООН смотреть. Знаете, Сокофинка? О, уже пришел. ООН. Ну да, я знаю кто, но я не могу говорить под камерой. Уже все работает. Еще вопросы? Да, запущено. Еще вопросы? Чем нам лучше питаться на семинарах? Браной! Браной! Молоко, сыр. Молоко вредно. Старше 7 лет я там уже. Взрослое молоко пить не надо. Что у меня за специфика? А я в взрослом молоке. До 7 лет, да, теплым. Потому что холодное молоко, наш желудок забивает со стенки, не переваривает. В психоматрице мы берем только то, что нет в литературе. Молоко, естественно, продукт, который питал головной мозг. Уровень развития души, уровень астрала, уровень развития физического тела, потенциалы личности человека, качество жизни, график иммунитета, графики здоровья, вообще, в принципе, тема здоровья, задача воплощения. Вот есть шутка такая, немножко по вас повеселю. Одна моя студентка, гениаля фраза, я тебе везде ее повторяю. Помните, да, есть число жизненного пути, ЧЖП. Когда мы дошли до темы здоровья, и мы прописали, какие болезни бывают у человека, если он не исполняет ЧЖП, она ответила, я все поняла. Если не исполняешь ЧЖП, будет ЖП. Без ЧЖП. Потом мы переходим на халдейскую школу, мы ее полностью разбираем. Медическую в части разбираем. Халдейскую там прям тоже очень глубоко, интересно, там подсознание, как человек себя проявляет, какую маску уносит, какой он на самом деле, карты фамилии, имени, там очень много всего интересного. Ну, карты инклюзии, понятно, родовые грегоры, в какой род вошел. Кармический ли род, по какой линии кармический, это тоже первый курс. Тармонерология, программа воплощения, ошибка прошлого воплощения, точка препятствий, совместные задачи партнеров, соответственно, сама социальная задача, кармическая задача, это все прям стармонерология. Так, расскажите, пожалуйста, а у города может быть цифра? Конечно. У страны, у края, все есть. А как наш мир выглядел? Можно кому-то считать, или это запрещает? Я не запрещаю. Можете считать. Конечно. Вы просто будете без кармы, но карма там уже очень, там, есть. А город наш как выглядит? В каком плане? Под цифровом. А если 7, я считала. Там несложно считать, у вас 10 кармусов, да? Нет, нет, нет. Шназ таркан, это тармонерология. Шназ таркан означает знак строительства. А, так, конечно. Обновление чего-то нового. Шназ. Строительство. Строительство. Давайте Беларусь. Сергей Кармический? То есть мы последние вот эти неизвестные. Беларусь. Там же Беларусь. Нет, Беларусь. Конечно. А Русский нужен Беларусь. Беларусь. Так и Беларусь. Вообще Белая Русь. Правильно? Не Белая Русь. А Белая Русь. Была Малая Русь, которую Украина или Окраина сделала. Была Великая Русь. Но пишется Белая Русь. Да это Белая Русь. Вы поинцы. Беларусь. Пишется с одним из двумя веками. Белорусский Белая Русь. Правильно. Или просто Белая Русь. Дайте послушайте. Самое важное. А кто-то летает. Белая Русь стоит под 13-м арканом. Это революционеры. Теперь понятно, почему ваш президент так себя ведет? Противопоставляет себя другим. Правильно делают? А он сам в рециденте? Не знаю. У него Лукашенко это настоящая фамилия? Ну, она настоящая фамилия. Ну, белорусский настоящая фамилия. Лукашенко это настоящая фамилия. Понимаете? Подменяли буквы не просто так. Династ, аркан. Чиновость. Чиновость. Боже, он все подходит. Глуши, самый статусный. Солнце. Знак солнца это самый высокий статус. Не дворянин. Что? Не дворянин. А женской линии. Лучше просчитать, сколько осталось. До чего? До чего? До семнадцатого года спутка осталась. До семнадцатого года остался год. За новым перевывом. А потом будет, скорее всего, приняться все. Потому что... Не только мама. Всегда сюда не может. Когда-то туда. Люди уже понимают, просыпаются, осознают то, что мы скатимся вниз. Соответственно... А что семнадцатый год? Семнадцатый год, ну, долгая тема. Это уже, значит, после рождения, да? У нас сто лет назад. Что-то будет. Что было в семнадцатом году? Что в семнадцатом году? Сто лет назад что было? В революции. Ну, вот будет контрреволюция, назовем ее так. Народ потихоньку начинает понимать то, что... Нас тянут не в ту сторону, понимаете? Нас лично за деньги посчитать персонально, да? Нас дурят вместе. Через организаторов. В школе. Можно просто сейчас, например, рассказать, что все это... Выдумки, это все не работает, понимаете? Только не сейчас. Сейчас семинар. А потом я возвращаюсь в Москву и консультирую по скайпу. Ну, здесь у меня визитки есть. Если вам интересно, можете... Сколько стоит книга? Полторы тысячи. Писечки 500 рублей русских. Скажите, она не написана один. А следующая какая? Ох! Следующая какая-то белорусская, на деле. У вас белорусские венгусы? Здесь будет еще книга Тарна, Мэрология, Китайская, Мэрология. А то консельская, Катерническая, Мэрология. Белорусские переведем. Она у нас на 80% написана. Я думаю, что... Просто мы сейчас разрешили семинары, и летом мы продолжаем писать. Так, давайте, секундочку, я пример сделала, а то начинают уходить люди. Значит, завтра у нас семинар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok